Четыре пары и снова, как и вчера, выясняют отношения внутри сборной России и внутри сборной мира. То есть россияне играют между собой, Крамник с Корякиным, Свидлер с Андрейкиным, а в сборной мира, ну это такое, конечно, условное название, Аронян играет против Мамедьярова. Согласись, Сергей, встреча непростая. И Топалов Анант, ну тоже более чем, все-таки соперники по чемпионскому матчу. Ну какая встреча, на твой взгляд, самая интригующая сегодня? Самая интригующая? Мне кажется, Крамник-Корякин. Крамник-Корякин, то есть я искал среди иностранцев такой вот наиболее ключевой поединок, но Крамник-Корякин действительно интересно, получается такое соперничество за первые места в нашей сборной, хотя чемпионы-то играют в другой паре. Свидлер сейчас чемпион, Андрейкин был до этого чемпионом. А Крамник не был чемпионом России. А Крамник, да, вот у Крамника, да, карьера довольно странная. Человек выиграл все, что только возможно, и только чемпионом России он не был. Но это досадная неудача, я надеюсь, что все-таки придаст дополнительной мотивации для Владимира Борисовича, чтобы еще поиграть в суперфиналах, а то уже не все суперфиналы он играет, но надеюсь, что и в этом году он все-таки сразится. Вот, я надеюсь, Сергей, вот ты как человек более близкий к властным кругам нашей российской шахматной федерации, скажи, в этом году суперфинал-то планируется? Я думаю, что все, что по календарю есть, все планируется. Все планируется, да. Да, чтобы болельщики не сомневались, да, раз уж затронута эта тема, да, хорошо. Итак, дорогие друзья, сейчас, я надеюсь, мы увидим картинку из Ханты-Мансийска. Вот, вот-вот, там где-то в правом верхнем углу видите, как участники потихонечку занимают места, еще осталось пару минут, вот они крупным планом, Ливон Аронян протирает очки, это правильно. Топалов и Анант уже на месте. Анант сменил рубашку, несмотря на вчерашний выигрыш, он сегодня в желтом. Ну вот... Он желтую рубашку лидера одел. Да, вот, правильно, желтая майка лидера. Это действительно верное замечание, напоминаю турнирную ситуацию, она очень простая, Анант лидирует, Аронян отстает, а остальные это плотная группа исследователей. Мы, может, перед входом ее выдали, так что... Да, не заставили переодеться. Ты знаешь, Сергей, хорошая традиция. Вот если на тур приходят люди, на кого-то надо одевать желтую маечку, да, как, например, в велосипедном спорте, в биатлоне. Тот, кто лидирует в общем зачете, тот должен надевать что-то желтое. Ну вот, Анант, я считаю, законодатель МОД у нас. Ну вот эти соперники, Анант и Топалов, в Софии встречались в 2010 году. И тогда такой драматической, затяжной, ну, хорошо, затяжной это я переборщил, но в драматической борьбе, только в последней партии матча решился исход борьбы, и Анант одолел хозяина поля тогда и защитил свой чемпионский титул. Это был очень реальный шанс для Топалова, но он его не использовал. Вот теперь новая попытка. А вот встреча из друзей соперников из Закавказья. Несмотря на сложные политические нюансы, шахматисты сохраняют между собой прекрасные отношения, и за это им хвала. Ливон Аронян с Шахриаром Мамидиаром встречались много раз на супертурнирах, всегда это было довольно остро и боево. Думаю, что не будет исключением сегодняшней партии. Ну что, я думаю, что Ливону нет смысла отсиживаться на ничьих, ему надо сразу же брать быка за рога, потому что, ну, конечно, с последнего места надо уходить. Нет, это понятно, но плюс, видишь, белые надо как-то пытаться использовать. Да, белые надо давить. Сейчас это сложно вообще сделать стало. В общем-то, Гудини вообще всех уравнял, получить что-либо крайне сложно, почти невозможно, но вот у Ананда как раз вчера получилось. То есть если очень сильные люди прихватывают с дебюта, защищаться крайне сложно. Да, конечно. Ну, правда, вчерашние партии доказали в том числе и то, что и без дебютного перевеса можно бороться за победу. И так Топалов начинает партию ходом, какой-нибудь же один на Ф3. Вот вчера Топалов играл черными, по дебюту никаких проблем не имел, но потом проблемы у него начались. Мамидиаров, в общем-то, разыграл дебют без зуба, откровенно говоря, но потом боролся и, я считаю, что упустил очень весомые шансы на победу. Да, как-то все, в принципе, в один момент весь перевес как-то закончился. Без перевеса закончился, да. Мы считали и так поинтересно, и так интересно, а там просто в один момент. Еще удивительная интрига была в партии Ковякин-Свидлер. Казалось, что там война абсолютно неизбежна. Она вроде бы началась, но вот посреди войны вдруг возникла такая патовая ситуация, соперники стали повторять. Шахматы настолько ничейная игра, что даже так бывает. Хотя оказалось, наименее вероятная ничья, конечно. Но даже когда идет яростная матовая атака с жертвами, то вечный шах по статистике очень часто исходно. Итак, мы видим, что Веселин Топалов воздерживается от хода Д2, Д4. Это известная антиславянская такая метода. В частности, Александр Грещук часто так играет и другие сильные шахматисты. То есть белые собираются сыграть Б3, слом Б2 и посмотреть еще на поведение черных. А часто просто переходят, чаще всего. Есть от ДЦ вариант, от классической славянки ходят, а в общем-то на И6 чаще всего Д4 ходят. То есть большой, скажем так, хитрый порядок, но в целом в большинстве случаев приводит к переходу. Кое-что избегает. Ну там за белых даже есть такие амбициозные планы, как Б3, слом Б2, Ферз С2 и 3-0, а пешка Ж идет вперед. Ничего не дают по нынешнему. По анализу я знаю, я знаю. Это даже не анализа. Я смотрел, конь БД7. Ну вот это одна из метод. Другая метода черных сыграть Е6, слом Б6 и 2-0 при коне на Б8, чтобы размер ЦД конь на Ц6. Да, что придумал Халифман, да, и там совсем как бы таким порядком, как раз без коня Д7, как ни странно, слом Д6 более точный порядок и все равно переход тогда. Я просто помню партию Мавсисян-Дубов из Вейконзе прошлого года, турнир Б, и там Мавсисян белыми не уравнял. В общем, там есть нюансы, в том числе и для белых неприятные. Ну а вот сейчас от Топалова можно ожидать ход Б3 или Ферзь С2. Вот раздумывает пока болгарский шахматист. А я вижу, кстати, у Раняна с Мамедьяровым защиту Рогозина. Очень интересно. То есть достаточно уже хорошо изученный дебют. Масса компьютерных линий, масса сложных для анализа положений. И сейчас посмотрим, как соперники будут обмениваться какими-то домашними анализами. Разумеется, в турнире претендентов это как раз тот момент, когда надо выдавать все, что имеешь, и ни о какой экономии. Да, тут уже нет, для чего экономить. Других мест нет, вчера кроме. Если бы кто-то был на две головы сильнее других, он мог бы сэкономить для чемпионского матча, но в данной ситуации никто не может быть уверен. Но это плюс еще сейчас есть такая тенденция, что новинки стареют очень быстро, если ты не применил, может, другой пример. Конечно, конечно. В общем, компьютеры примерно у всех одинаковые. Даже если кто-то преодолевает компьютерную оценку, пробивается сквозь нее, не факт, что в соседнем доме кто-то другой сильный не сделает то же самое. Да, еще не факт, другая есть неприятность, почему нельзя долго держать новинки. Теоретические линии могут в другом направлении просто немножко уйти. И соперники не пойдут сюда. Вот чаще всего при подготовке к матчу на первенство мира идет очень глубокая работа, но, тем не менее, 95% это работа в стол. Да. Потому что ты работаешь под конкретного противника. А он меняет репертуар перед матчем. Ну, ты еще с ним когда-то можешь это сыграть, а с другими просто никогда. Ну, вот в этом плане очень хороши турниры после чемпионского матча, потому что, вот, например, Анант, Карлсон сейчас могут использовать эти залежи, запасы. Буквально пару турниров. Потом, знаешь, часто вот устаревает, вот обидно, там глубочайшая работа идет, но в какой-то момент ты понимаешь, что она в стол часто очень. Ну, вот я вспоминаю откровение Каспарова, который там в очередном супертурнире сыграл какой-то вариант, а потом говорит, ну, я это еще Карпову смотрел в середине 80-х, прошло уже 10 лет, а вроде бы еще актуально. Но эти времена действительно уже канули в лето, сейчас все происходит гораздо быстрее. Вот мне сказали, что у нас есть таблица результатов, давайте для порядка мы ее выведем все-таки на экран, чтобы люди просто увидели, кто с кем и как сыграл в первом туре. Вот у нас, смотрите, какая славная таблица двухкруговой турниры. Я напоминаю для тех, кто пока не в курсе, 8 человек играют в 2 круга, естественно, проблемы цвета никакой нет, каждый сыграет с каждым и белыми, и черными. Вот вчера были все ничьи, и только Ронян уступил Ананду черными фигурами. Ну, во втором круге у Ливона будет еще шанс отыграться. Вот в таком виде турнирную таблицу я вижу первый раз, но это вот ноу-хау от ЧС-ТВ. Смотрите и любуйтесь. Очень красивая эта улица. Очень красивая, мне очень нравится. Причем всех россиян поставили повыше, всех иностранцев, которых мы считаем тоже своими. Я думал, под цвет нашей одежды подобрались. Итак, ждем развития событий. Ага, Конь-Д2 сыграл. Конь-Д2 сыграл Ливона Ронян, уже очень интересно. Честно говоря, становится интересно. Мне еще радует, что Сицилианская есть. Ну, Свидлер Андрейкин, там Сицилианская, там вариант Свешникова. То есть не Челябинский, а настоящий вариант Свешникова. Ага, вот это очень интересно. Евгения Ильинича мы тут упоминали в разговоре с Сергеем. И будет еще повод поговорить с классиком мирового анализа. И принятый Ферзовый во встрече Крамник-Карякин. Тоже очень. Я сижу рядом со специалистом по принятому Ферзовому сам. В общем-то, немало партий тоже сыграл и анализы делал. Очень интересная здесь теоретическая дискуссия в известном варианте во встрече Крамник-Карякин. Ну что, я думаю, надо потихонечку выводить на экран наши позиции. И уже есть что сказать. Давай с первой партией. Да. Вот и так Аронян Мамедьяров. И вот у нас идет... Разыгрывается... Ну, Аронян уклоняется от защиты Немцовича. Он дезертирует с этих полей. Зато предлагает бой в других вариантах. Вот у нас защита Рогозина. И здесь... Сергей, я хотел тебя спросить. Ты ход Конь-Д2 знаешь? Да, знаешь. Е3 все играли. И я тоже изучал Е3. И на Ц5 уже есть вариации. Слон-Д3, Слон-Е2. Ну вот я так понимаю, что на Ц5 какой-то ход вроде А3-то будет. Я думаю, что это какая-то военная хитрость. Ну а переходов уже, наверное, не будет, да? То есть это анти-Ц5. Я думаю, что это очень серьезный шаг. Я просто хотел, может быть, глянем. Да. Я сейчас материальную часть посмотрю. Я что-то плаваю. Я Конь-Д2 хоть не знаю. Или, может, знаю, но как бы встречалось, и я не обратил внимания. Никогда не казалось серьезным. Так вот это интересно. Дело в том, что как раз в этом состоит, видимо, задумка Топалова в том, чтобы... А, Ароняна. Ароняна. Да, в том, чтобы сопернику тоже было интересно. Ароняна вообще самый свежий шахматист в мире. Вот ощущение такое. То есть вот что-то свежее придумать. Ну да, в ферзевом гамбите там где-то H4 или G4 бросит в самый неудобный момент, а потом выясняется, что не просто бороться. Это работает, да. Да. Я ДК-Д2 смотрю. Я вот сейчас по справочной посмотрю Конь-Д2, что это за ход такой, что за пароход. Ну, ход хорош тем, что прикрывает пункт Е4, а на самом деле ход встречался уже чуть ли не 50 раз. А сильные шахматисты? Сильные обязательно. И в тачник играл, альтерман, злотник. Это давно очень, да? Давно. Оказалось, ход старый. Это просто мы как-то немножко не обращали внимания. Ну, погоди, ну тогда я в шахматы еще и не играл. А вот я играл. Потому что мы не могли обратить внимание. Дорогие друзья, это конец 80-х. Ладно, в конце 80-х я помню, ты был таким кудрявым юношей. Кудрявым не был. Даже в конце 80-х. Ну, в общем, тогда компьютеров не было. Да, ну, в общем, вместе с развалом Советского Союза вот этот вариант стал развиваться. И конь Д2 стали играть очень активно, кстати. Есть тут действительно серьезные шахматисты за белых. Так что Аронян Иванчук, 0-1, 2-0-11 год. То есть у Ароняна уже был такой опыт. На конь Д2 Иванчук просто сыграл С6. Просто вот так вот С6 сыграл, а потом... То есть перешел к Карлсбаду. А потом коня через Ф8, вот без потери темпа, тянул куда-то вот на Ж6. И получилось, кстати говоря, достаточно... Получилось с Карлсбадом. Карлсбад, да, со странным конем на Д2. Слон на Б4, конечно, ничего не делает, но конь на Д2 тоже не красавец. Ну, между прочим, Василий Михайлович, ну, видимо, что-то в этом есть. То есть С6, Е3, конь Ф8. Ну, да, давай. Давай, вот заведи там. Конь Ф8, слон Д3, слон Е7 просто сыграл Василий Михайлович. Ну, я говорю, что тут потерял темп, а если белые идут конь Ф3, то они потеряют 2. Да, но белые, наверное, имеют возможность. Какой-то Ф4, да, что-то... Можно Ф4 и конь Ф3, да? Ну, тогда конь не на Е5 стоит все-таки. Все равно потерял темп, то есть вырадёшь. Не, ну, может быть, Ф3, А на Ф3, Е4 с конем Е2 хорошо, с конем Д2 сложно. Или Ф3, слона на Ф2, потом на Е4? Ну, может быть, белые на чёрзовом фланге будут действовать? Конья через Б3 на Ц5? Мне кажется, там как-то это надо пешку на Б4, чтобы что-то имело значение. В общем, Сергей, если так вкратце говорить, это достаточно резонная реакция для чёрных. За чёрных. А давай посмотрим, какие вообще ещё были реакции. Ну, да, если ещё учесть, что Ц5 сразу, видимо, А3, то это вообще хорошая реакция. Ц5 лишено смысла, это ясно, сразу А3 проходит. Ну, если А3, да, и заставляют брать немедленно, то это лишено смысла. Вторая реакция, слон Е7. Ну, это, в принципе, наверное, та же самая реакция. Вот тут конь на Д2, конь на Д2 развязывает коньян Ц3, на слон Б4, конь Д5. И полный порядок у белых. Но чёрные всё равно сыграли Ц5. И после всевозможных разгрузок соперники, ну, через пять ходов буквально согласились. Ещё били, да? Да, били, 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 конь бьётся 5, 2-0, конь Е6 и, похоже, там Д4. А там ещё Д4. Да, и Д4. Нет, ну, совсем равная позиция, видимо. Вот такие возможные реакции. Ну, сейчас посмотрим, как у нас... Кстати говоря, дорогие друзья, в первом перерыве у нас будет обзор вчерашнего тура. То есть не ролики, как обычно, будет обзор вчерашнего тура, так что не уходите. Те, кто вчера у нас не был в эфире, ну, вы имеете возможность дополнительно посмотреть то, что произошло. Да, Ц6 так и сыграл. Ц6 сыграл Аронян, ой, Мамедьяров, и Аронян сыграл Е3. То есть мы идём в Карлсбад, в Карлсбадскую структуру. Ну, посмотрим, какой план с конём на Д2 продемонстрирует здесь Ливон Аронян. Ну что, я предлагаю пойти дальше, посмотреть, как у нас... Ой, Крамник играет. Сейчас, секундочку, секундочку. Сейчас всё будет, всё будет. Значит, Крамник как у нас играет с Карякиным? Так, ну вот здесь приняты ферзовые, Сергей. Тут тебе, как говорится, и карты в рукав, знаешь, козыри в рукав. Да, самый принципиальный. Я думаю, что Е4-ход самый принципиальный. Да, вот честно говоря, если бы не ход Е4, я думаю, что принято, играли бы все просто. Вот чём я... С удовольствием. Сейчас второй по популярности, мне кажется, переход в Эншпиль потом в ДЦ после Е4. А, ну ДЦ, да. И, кстати, не такой простой, как... Конечно. Ничуть не хуже стальных, на мой взгляд, вообще, если бы выхожешь. Всё-таки там пару лишних темпов в Эншпиле. И, чём Эншпиль такой, скорее, митерспиль без ферзей, очень, скажем так, очень конкретный. Я помню, как в 92-м году, то есть 20 лет назад, все смеялись над Спасским, который так играл против Фишера. А потом, когда Крамник стал играть против Каспарова, смех закончился как-то в шахматном мире. Все поняли, что это очень непросто. Каспаров закончил принятые ферзи выиграть. Да, Каспаров просто прикатил играть. Потому что зачем идти в этот... Да, и там он переигран был в той партии, только этюдом каким-то. Итак, Конь Ф6. Ну, такой принципиальный момент. Да, ну, другой ход Е5. Два равноценных примерно хода. Но есть ещё ходы Конь Ц6. Но всё-таки Е5 и... Но здесь важно, что на Конь Ц3 чёрные играют Е5 сразу. Нет, это правда. Вот надо отключить. Да, на Конь Ц3 чёрные сразу сыграют Е5. Это будет некоторое непростое. На Конь Ц3 Е5, конечно. Это одна из идей. Да, и у чёрных контрыград достаточно весомый. Ну, если Деет взял Конь Ж4, это понятно. Нет, Е5, конечно, надо захватывать пространство. Это, в общем-то, очевидно. Да, здесь Конь Б6. Тоже важный ход. Есть ещё ход Конь Ц6. Но Конь Б6-то гибче. Выясняет, куда белые отходят. Есть два хода. Слон Б3 и слон Д3. При слоне Б3 потом слон на Ф5 выйдет. Свои плюсы и минусы. Но слон Д3 не пускает белопадным слонам. Кстати, вот этот вариант, который не играет долгое время, был самым принципиальным. Самым. Вот это именно слон Е3. Да, и теперь именно Ф5. Но и основной ход долго был ЕФ, ЕФ. Да, ЕФ, ЕФ. Потом Конь Ц3. И здесь на Ф5. А3, да? А, слон Б1, конечно. Слон Б1. Грали слон Ф3. Вроде бы не уравнивали долго. А потом Гельфан сыграл слон Б1. Слон А на А2. И выиграл у Пономарева в матче в каком-то. Видимо, в Хантамансийске тоже, возможно. Скорее всего, так и было, да. Когда Кубок мира выиграл. И с тех пор, ну, скажем так, нашлись уже способы уравнения далее. После слон Б1. В частности, вот Корякин уравнял с Ванхау, насколько я помню. Быстрый, шахматый, удачный. Да, вот А3 ход или новинка, или редкий. Скажем так. Сейчас посмотрим. Всего лишь одна партия. Фантастика. Вот чем хороши претендентские соревнования, вот как в прошлом в Лондоне, да, там от Свидлера F2, F4 видишь, от Крамника Е3, Конь Е2 против Гельфанда, что все редкие произведения шахматного искусства извлекаются на свет, и им придается какое-то новое звучание. И вот, конечно, тут действительно есть над чем подумать. Всего одна партия, дорогие друзья, вот в моей, конечно, несовершенной базе. Я понимаю, что переписочники могут надо мной посмеяться, но у меня обычная мегабаза. Вот, вряд ли она кого-то сможет удивить. Но всего одна партия. Значит, Яншарский, я, ну, видимо, польский товарищ, против Бартеля. Ну, тоже, ну, причем Бартель, видимо, не тот. Это сестра, наверное. Это сестра мужского гроссмистера, да. Так что, ну, не самые сильные шахматисты. Ну, ты знаешь, вчера не самые сильные шахматисты играли бы. Играли бы не хуже наших. Не хуже наших. Совершенно не хуже наших. То есть, Свидлеру и Корякину многому еще можно поучиться. Да, ну, в общем, состоялся отход на Д5 в той партии. Отход на Д5, отход на Д3 и размен на Е3, и потом Е6. Вот образовалась такая структура, ну, можно... Да, нет, я понял, да. Конь Д3 просто мне не очень слон Д3 нравится сразу. Я бы на Ф3 отошел. На Ф3, да? Ну, Е6 нельзя сейчас. Да, вот очень важный момент. Я бы, например, захотел бы. Неплохо смотрелось. Да, но правило, правило. Слон Д3, кстати, толково. Ну, потом, чтобы конь на Ф4 шел, да? Конь на С3, конь на Ф4. Ну, вот у черных проблемы. Кого на Е6 ставят? Слоны или пешку? Ну, слона поставишь, слон на Ф4 закроешься. С одного стол прикроешься, другого, да. Это, типа, когда пространство мало, всегда что-то структурой перекроешь себе. Хотя, в целом, вот, пункт Д5, конечно, абсолютно во владении черных. И они вокруг него будут крутиться, но у них слишком фигур много претендует на этот пункт. Ну, а так бы, если бы пару фигур поменять, то у черных бы просто замечательно. Да кто ж даст-то? Ну, да. Кто ж даст-то? У белых хорошая игра. Конь С3, конь Е2, где-то пешку на Ф4 встанет в будущем. Я, как бы, просто по опыту знаю, что такое получше у белых. Да. Играть очень просто, на самом деле. Особенно черным ковыряться приходится какое-то время. Пока ты найдешь, как это точно растает. Хочется, наверное, слон Е6, ферзь Д7. Потом попытаться одного коня поменять. Слону на Д5, пешку Е6. То есть, ну, не так просто это все сделать при грамотной игре. Вот. Давай, я думаю, что можно эту позицию оставить. Задумался Крамник. Ну, вот интересно, что Карякин задумался, наверное. Нет. А, Карякин задумался. Карякин задумался. Я уж хотел было сказать крамольную вещь, что Крамник задумался на восьмом ходу. Это вообще, видимо, богохульство. Кстати, как сказать, ну, подумает, наверное. Фьехов тоже серьезный. Почему слона не съесть тоже, знаешь. Зато теперь все разогревло. Давай посмотрим, что будет за структура. Вот после А3 взяли на Е4, А, Б, да? Может, просто слон Ф5, Е6 как-то? Ну, вот это, кстати, серьезно. Ну, в смысле, нормально смотрится. Или слон Е6, слон Д5. Вот как-то надо... Нет, нет, нет. Тут уже более конкретная игра. Тут уже слон Ф5, Е6, мне кажется. То есть, если ты выставишь на Д5, ну, давай будем двигать что-то, да? А, слон Е6? Нет, ты же там так предлагал, по-моему, нет, Розик? Нет, нет. Я первый... Давай, первое слово дороже дороги. Слон Ф5. Ну, тут согласен, что после коня, когда конь Ф4 приедет, не понятно, что дело будет, шаг наш пойдет. Ну, можно и конь Е2, конь Ж3, то есть... Ну, да, да, да. Нет, тут я все-таки думаю, что уже пешку рискуем потерять на Е4, поэтому надо как-то побыстрее развиваться. Е6 на Б4, кстати, подвисает. Ну, да. Ну, ферз Б3, наверное, да? Ну, не знаю, может быть, Б5, может. А можно и Б5, да. Очень интересная структура. Структура необычная. Совершенно неочевидная структура, да. Слон Ф5, такой цементер опять. Но именно поэтому Сережа думает, у нее есть два принципиально разных продолжения, и очень трудно оценить. Я поэтому думаю, надо к другим переходить. Тут есть о чем подумать. Да, хорошо. Но оценить крайне сложно, на самом деле. Да, оставляем Сережу Корякина в его задумчивости, идем к другим партиям. Так, ну что у нас Топало-Фанант все-таки? Топало-Фанант. А там, кстати, интересно, там нетривиально все. Вот. То есть, ну, что я Е5, ну, тоже вот, вот, честно говоря, сегодня много будет нового. Или полу-нового, да? Вот мы сказали, что я прогнозировал переход, а на самом деле перехода не произошло на Ферзь-Ц2. Ну, в общем-то, идея кода Конь-Д7, конечно, чтобы на Ферзь-Ц2 сразу Е5 отвечать. Вот, иначе зачем его туда выставлять раньше времени? Вот. Получилась такая позиция. Ну да, ЦД, дело в том, что Конь на Б5 действительно внедряется. Не, ну да, на ЦД-ЦД нельзя, это понятно, да? Поэтому надо Конем бить. Да, но это все-таки определенная уступка, да, со стороны Черных. Ну, тоже получается... Ты знаешь, зато мы Е5 продвинули в один момент. То есть вот эти позиции... А если сейчас переход к изолятору взять на Д5, взять на Е5? Да, ну лишний темп. Обычно переход к изолятору – это одна из основных идей, как в свое время было в Анти-Берлине, Слон-Д6 и Е5 пойти. И, кстати, там большого-то горя не было никогда. Да, а тут черная пешка с Е7 на Е5 в один темп пошла. Тут вообще, наверное, ничего страшного не будет. Так что я бы не торопился с переходом. Вот просто, чтобы получить изолятор, я думаю, будет для ничьи шикарный изолятор. Стало быть, белые должны играть иначе. Вот пытаться сейчас. Может быть, и ничего не получится иначе. Можно поддержать пока еще, пока напряжение. Слон-Д2 пойти. Я, кстати, не уверен, что он правильно пошел Д4. Я бы, честно говоря, при пешке на Д2 стал бы играть ежик. А3, Б3, Слон, Б2. То есть зачем надо пешку на Д4 ставить? Получается очень даже приличный ежик. То есть мне кажется. Но я сейчас посмотрю, конечно, по матчасти, то есть что у нас было здесь. Как? Нет, я имею в виду вот здесь. Вместо хода Д4 я бы посмотрел другие продолжения за белых. Ты просто бы А3, Б4, что ли? Ну да, А3. Ну, может, Б3 просто, Б3, Слон, Б2. Если конь Б4 опасна, тогда играю А3. Так, конечно, опасно. Конь Б4, конь С5 где-то будет. Да, тогда надо сочетать на С3. Ну, погоди, ты, может, я так сказал. Может, и не будет. Ну, А3, знаешь, ты Б4 вряд ли пойдешь при пешке С6. Я где-то ее цеплять буду там. Нет, а зачем? Пешка на Б3 встает. Играем ежика, у которых сделано у черных. То есть я обычно белый. Здесь у черных сделано два стороны хода. С6 и конь Д7. Нормальный ежик. Ну, это просто со стороны своих ежовых позиций. Конечно. Нет, ну, между прочим, тот же Грещук, когда играл против Крамника, тоже именно таким образом. Потом конец С3 переводил на Ж3. Есть и планы, естественно, Фишер. Слон Е2, 2-0, Кроль Аш1, Ладья Ж1, Ж4. Это все достаточно хорошо известно. Хорошо, сейчас я посмотрю базу. План с пешкой Ж4, продвижение, но как-то это, что-то мне он не очень нравится. А, то есть ты считаешь, в турнире президентов это неуместно, да? Ну, он редко проходит. Ну, понятно. Проходит, но редко. Хорошо. Раньше он на ура проходил, я знаю, но когда начинаешь сейчас немножко двигать с компьютером, как-то это все не так. Да, вот с компьютером ежа двигать, оно всегда, конечно, немножко неприятно, потому что иногда начинаются кое-какие сюрпризы. Итак, после Ферца 2 Е5, конечно же, наверняка 100 тысяч раз встречалось. Ну, на счет 100 тысяч... Может, что-то уже произошло. Кстати, на счет 100 тысяч я заблуждаюсь. Всего лишь 10 партий, дорогие друзья. Причем счет плюс 6 в пользу белых. То есть Е5, в принципе, ход не практиковался. Еще Таль Багиров так играли. Кстати... О, Айош был хоть раз? А вон, смотри, был. Бауэр, Кристину. При Синеско с Санжановым я как раз и играли. Вот, вот. А ты меня клеймишь как... Нет, нет, нормально. Как человека, который злоупотребляет ежом. Нет, просто если хороший еж, это не значит, что претензии на перевес. Нет. Задача не в том, чтобы получить перевес, а в том, чтобы получить удобную игру. Так, короче говоря, после Ферца 2 Е5, разбен на Д5, ну, вот люди здесь развивались в основном. Вот, например, можно посмотреть Ферсенек и Санжанов, слон Е2. Там сильнее жали, да. Покажи, слон Е2, слон Д6. О. 4-0 и Б3. Слон Е2, слон Д6. Я понял, понял. 4-0 и Б3. Ну, вот такая игра, она достаточно, ну, стандартная. Конь 7 на Ф6. Ну, вот этот, конечно, хороший уже ежик, если конь не Ф6 приходится ставить. Слон Б2, слон Ж4. Ну, потом Аш3, ладья АД1, неочевидный ход. Д3 белые спокойно сыграли. Аш3 так, да? Да, да, так. И ладья АД1, да? Ну, еще, то есть, подумывал, надо играть Д4. Потом он сыграл, ну, даже не стоит показывать дальнейшее, просто здесь позиционная такая возня. Белые сыграли Д3, конь Е4, конь Ж3, начали там какие-то свои мелкие игры. Ну, партия закончилась в ничью, но, мне кажется, это было вполне резонное суждение. Ну, Д3 черный, пора уже разгружаться, конечно. Давай посмотрим Д4, то, что случилось в партии. И вообще, встречалось ли вообще-нибудь когда-нибудь? Да, встречалось два раза. И так Тальц играл против Багирова, между прочим, в 1987 году. Опять-таки, ты тогда был уже бодричком. В каком году? В 1987 год. Слушай, я в 1991 уже с Сталин в одном турнире сыграл. Ну, да, да, да. Так что я уже был бодричком. Да, Нагейрос так выиграл против Абре Дель Гада в 2004 году. Между прочим, тоже очень квалифицированная партия. Ну, наверное, Таль Багиров стоит показать. Потому что на Д4 последовало размен на Ц3. Нет, неправильно. Да, ну, размен на Ц3 и слон на Д6. Там понятно, что перевесик некоторые у белых. Вот. А вот еще предшественник у нас. А Нагейрос, Абре Дель Гада, там был размен на Д4. Б6 получается просто новинка. Слон Д6 новинка? Слон Д6 новинка, да, я извиняюсь. Слон Д6, вот то, как сыграл сейчас Анант, это новинка. Сергей, не кажется ли тебе, что тут перестановочки ходов сейчас могут возникнуть? Там могут быть. В Антимиран. Сейчас я попробую. В Антимиран с лишним пешкой как? С лишним темпом. Как же может возникнуть? Ну, все-таки Е5 сразу. Е5 сразу, да, да, действительно, лишний темп. Слон Д6 новинка, дорогие друзья. И здесь в данной ситуации начинается что-то новенькое. Знаешь, сейчас вообще Анант, у него концепция игры славянской изменилась. Он теперь проводит Е5 везде и всегда. Везде, да. Я помню, с Мальча Гельфина началось. Мальча Гельфина, он всегда проводил Е5. Вот в Славянской Ц6-А6, слон Б4 шаг обратно, это как бы самый правильный план. Вот, но он сейчас потом умудрялся уже его, как сказать, эту идею перенести и на другие варианты. И всегда у него ничья получается. Да, ну, видимо, его это устраивает. И вообще, если получается играть однотипно, то почему бы так не делать? Это мечта любого шахматиста, чтобы был один план, который бы годился на все. В этом же и суть ежа. Ты расставляешь фигуры по известной схеме. И не смотришь, что делать спортивными. Да какая разница, пусть он делает что угодно, а мы будем строить свою башенку, которую мы знаем. Так, значит, здесь Топалов у нас задумался. Сейчас я посмотрю, присмотрюсь к нему как следует. Топалов у нас вот где-то здесь. Да, Топалов задумался, и что-то пока не видно бодрости в его действиях. Ну, не знаю, судя по всему, не знаю. Я все-таки, ну, хорошо, сочти это ежифилией или, как сказать, чрезмерной любовью к ежу. Но мне кажется, Д2-Д4 не доставляет черных никаких трудностей. Это моя личная точка зрения, может быть, она неправильная. Но по виду черные успешно развиваются. Действительно, если с точки зрения антимирана они где-то наваливают темп, то получается, что у черных все равно похожи. Ну, ведь не всегда же антимиран, скажем так, ход е4 есть. На антимиран уже не похож. Ну, е4, может быть, коемб е4 надо смотреть. Размен на д4 какие-то у черных начинается. Может быть, на е4, знаешь, подвигаем что-то. Может быть, уже вот в такую славянскую не так все плохо. Я бы, знаешь, рассмотрел, может быть, какой-то ход слон Д2. Это по-топаловски, это и нуля, да? Ну, три нуля рановато, нет? Вот что-то, может быть, в таком духе я бы предложил. Вот теперь так. Чтобы пункта е4 не хватить. Вот тут уже три нуля будет серьезно, да? Скорее всего, ладья же один, слон Д3, три нуля. Да, да, нет. Мы настроили фигуры туда, куда положено. Может быть, теперь с версией е7. Все-таки, хотя здесь... Все равно три нуля. Ты три нуля хочешь? Я думал, что, может быть, перейти... Нет, я хочу... Ты хочешь найти, как пойдет топалов? Нет, я хочу не так сыграть белым сам, я хочу увидеть это, понимаешь? А пешка на е5 вести, да? А слон е6 нет хода, конь на е5 вести. Ну, наверное, есть ход слон g4, да, как-то. И ладья c8, может быть. Подожди, а на d5 нельзя здесь бить? А я надеюсь, что что-то будет. А что там, ладья g1 и на g7 идем? Ну-ка, давай, давай. Давай, 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 давай. Ну-ка, интересно. Так. Ну-ка, где? Взяли. Ну-ка, ну-ка. Ага. Взяли. На f3 ладья g1. Иди сюда, сладкий. А что будет на f6? На f6, Сереж, не знаю. Что такое? Я просто надеюсь на какое-то волшебство, на магию. Ферзь f5, слон d3, мат где-то. Но, видимо, не получается. Ну, пока пешка, пока по пешкам до равенства, может быть. Не, ничего страшного. Ну, сейчас видишь, слон е4, я поменяю, если еще белую, то перекрою тебе диагональ, то я уже мат получу. Ну, опять-таки, надо понимать, с кем мы имеем дело. То есть, Топалфин может рассматривать подобное безумство. Для него это... Он, кстати, да. Он... Дважды 24 просто, да. Бурю в стакане можно развивать. Да. Бурю в стакане... Вчера он... Да. На свою голову организовал ее. Ну, правда, отскочил. Но, заметь, чтобы мы не начинали смотреть, соперники уже задумываются в ранней стадии. Давай посмотрим. Это, кстати, радует. Свежая игра. То есть, везде. Пока во всех троих партиях, которые вы посмотрели, что-то свежее относительно, да? Давай тогда посмотрим, что еще. У Свидлера, Санвекиным, да? Там даже первый ход не смотрели. А, нет. Знаем. Да. Так, ну вот я хотел бы напомнить, да, что сам Евгений Линч говорил, что Челябинский – это Челябинский. А вот этот вариант... Это уже вариант Свешникова, да? Это вариант Свешникова, да. А не вариант Калашникова, как это называют на Западе. Ну, а откуда им там разбираться в нашем отечественном оружии? Западные люди этого не понимают, конечно. Так, ну здесь белые захватывают центр, да? Значит, хватает пункт Д5 ученых. Контрыгра по черным. Да, в целом, да. Ну, тут немножко вариант сейчас в другое русло ушел. Сейчас без С4 белые уходятся, знаешь? Да, конечно, конечно. Сейчас основной, кстати, почти... Но это по старинке. А это очень по старинке. Сильно по старинке. Ты знаешь, я тоже человек из старинки. Я до сих пор не понимаю, как здесь у черных может быть равенство. Мне кажется, что здесь все-таки у белых такая приятная по структуре игра. Что бы черные не сделали? Даже если F5 проводят. Не-не, а тут уже не F5 не проводят. F5 они проводят, знаешь, где? Вот в этой позиции, когда есть хитрые ходы, чтобы сохранить чернопол, типа B3. Да, B3, да, С1, B2. Ну, надо сказать, что Разжабов играл этот вариант, он играл почти F5 всегда как-то. И у него получалось. Хотя по структуре мне кажется, что это не совсем правильно все-таки. То есть я бы играл, я считал, что вот здесь надо по черным полям играть. Ну, что и происходит, в общем-то. То есть размен чернопольных, потом пытаться на слабость поля пункта, да, D5, есть какая-то слабость на D4, ну, в перспективе. Если я загружаться на D5 начну, то конь E3 буду ставить, да, пытаться залезть, то на D4 ослабнет. Ну, вот здесь размен на G5, взятие на D6 и на G2 невыгодно, да? А там, знаешь, на размен на D6, там же, наверное, ладья D8 еще есть ход. Да, потом FD2, FB2 и сдался. Да, думаю, что это так. Это неправильно. Поэтому сыграно было, да, так и FD2 внедряется. Не, ну, тут Фютер играет просто, вот это самая старинка, какая была просто. Играли они эти позиции, играли. Да, конечно. Тут причем черные как били, насколько я помню, еще и ходили H6. Был какой-то такой ход, подвешивали слона. Чтобы потом конь F6. Потом конь F6, да, и непонятно, хорошо там пешка на G5 или плохо стоит. Ну, чаще всего хорошо, пока ладья на G8. Да, да, да. Зажмет белый. В общем, там по-разному было. Ну, в целом и со слоном D3 такие же планы были. Часто бывало, что на H6 белый перекрывали конь E3 и дальше развивались. Ну, в общем-то, тут такая, о, смотри-ка, FG5, да? ФG5, это опять попытка соблазнить белых пешкой D6 и схватить ладью на C1. Ну, что на 2-0, вот в чем вопрос. У меня как-то, ну, может быть, я ошибаюсь. Да, ну что на 2-0, вот здесь-то пешка D6 висит или нет? Могут ли черные позволить себе ход конь F6 или конь E7? Можно ли отставить пешку под боем? Или придется, так, играть ладья D8? Ладья D8-то совсем не хочется играть? Да, может быть, ничего. Ну, честно говоря, не хотелось бы. Ну, вот я думаю, что на такие варианты человек должен идти только с серьезной подготовкой. Но быстро пошел FG5. Быстро пошел FG5, хотя бы потому, что это встречалось уже 12 раз. Да, на 2-0, причем играли ладья D8, ты знаешь, спокойненько ладья D8. Ну, в принципе, а что делать? Ну, конь E7 тоже есть ход, но черные после этого успешно погибали после и ферз D6, и конь D5. Любой ход ведет перевес. Ладья D8, наверное. Ладья D8 основной ход. То есть, как оказалось, дорогие друзья, ну, вот сегодня у нас идет проверка на дебютную эрадицию. Ну, не нас, кстати говоря, а вот участников президентского турнира. Причем после ладья D8 фантастические результаты, Сереж. В черных? Да, плюс 7 в пользу черных. Как вот тебе такой? Плюс 7 в пользу черных. Ну, правда, это говорит о том, чтобы черными играли просто более сильные шахматисты. Ну, как несложно заметить, потому что вот глядя на позицию, никак не скажешь, что у черных, ну, такой уж там перевес. Нет, это не перевес, конечно. Я бы вообще сказал бы, что равенство еще не доказано. Я не знаю. Пока что-то еще надо подровнять. Конь D5 ходили? Так, ходили конь D5. И конь F6 на конь D5? Маник Ватава. Вот единственная партия, ну, относительно квалифицированная. Ну, на самом деле, квалифицированных. Это мастера. Это известные чешские мастера. Ватава? Ватава мастер. Нет, ну, хорошо играет. Конечно, хорошо, да. Ну, я просто смотрю, 2 400. Мы сейчас с тобой обсуждаем людей 2 700, 2 800. Нет, нет, ну, хорошо. По сравнению с ним. Так, если эта партия была давно сыграна, вот посмотри, если это в 99-м году, и у него, может быть, тогда было… А, то есть у Ватавы сейчас 2 600, наверное, да? Ну, нет, но он играл со мной в чемпионатах мира за 20 лет, играл неплохо там. То есть мысли там вполне… Я прошу вырезать из эфира вот эти вот слова про относительно квалифицированную шматы. Я его где-то видел пару раз после этого. Хорошо. Все. Вполне. Пану Ватаве мое иское неуважение. Итак, последовал там конь d5, конь f6. Конь c7, черный спокойник, играют королем на еси. Ну, конь f6 надо играть, не надо этого бояться. Ферзь d3, ладья c8, я вернулся на d5. Такая интересная, хитрая игра в кошке-мышке. Разменялся слон d5, еd, конь b8. Слон d5, еd. А еd неправильно. Мне кажется, вот так, честно говоря. Ну, не знаю. Мне кажется, и cd, и еd тоже претендуют на перегрузку. А cd, знаешь, как-то потом пытаться ферзь b3 быстрее ферзь на g5. Я бы здесь f4 попробовал. Нет, здесь тоже ферзь на g5, не особо. f4, конь d4 там не настанет. Здесь луч, я думаю. Это, конечно, да. Все-таки где-то что-то черное не то сделали в какой-то момент. Ты знаешь, вот, возможно, Петру Свидлеру тоже так и кажется, что что-то сделано не то. И вообще результаты этих партий, результаты предшественников, это, в общем-то, какое-то лукавство. Но Петр думает. Слеж, обрати внимание, что Свидлер продумал уже 23 минуты. А вот интересно, у нас картинка из Хантамансийска есть, потому что эмблему мы сейчас видим справа наверху. Но хотелось бы, конечно, посмотреть что-то вот с места событий. Но обрати внимание, вот единственное, что на экране вы можете видеть, дорогие друзья, компьютерную оценку. Видите, между показаниями часов компьютерная оценка 0,72 в пользу белых. А при этом статистика плюс 7 в пользу черных по партиям. Да, вчера у нас был вопрос, каких... А может быть, эту структуру тоже компьютер плохо понимает? А я думаю, что все в структуре как раз. Вот то, что структура... На самом деле, это для компьютера, наверное, самое сложное. Это не динамика, а именно структура. Ну, понятно, как бы, по способу его мышления. И, видимо, опять-таки, пешка на D6 для него это слабость. Да, пешка D6 его просто убивает. Убивает, да. Скорее всего, так оно и есть. То есть компьютер автоматом где-то примерно 0,3 добавляет белым, и все. И дает какой-то перевес. Плюс еще у белых, видимо, после двух нулей просто лучшее развитие. Ну, и плюс, я думаю, что еще, что может, почему такой большой... Ну, оценка здоровенная. Оценка здоровенная. Не соответствует действительности. Я вот, кстати, не знаю, что это за программа, потому что 0,72 мне напоминает какой-то старенький Фридс, Шреддер, Джуниор, потому что современные программы, можно их назвать по именам, они оценку все-таки делают осторожненькой. Большая оценка еще возможна. Почему? Потому что практически вот те варианты, которые мы смотрели, везде черные без рокировки. А, правда. Компьютер тоже может не нравиться. Но опять-таки это все-таки было... Старым, старым компьютером. Тогда сильно не нравилось. Сейчас это уже спокойненько. Раньше, когда теряешь рокировку, все, компьютер говорил, что ты не жилец. Да, сейчас как-то... Сейчас уже к этому я согласен. Ну, все равно, знаешь, все-таки тут инициативка. Конь-Д5, Конь-Т7, ну, компьютер наяривает хорошо, скажем так. Итак, Андрейкин, тем не менее... Андрейкин, тем не менее... Ага, вот мне сказали, с какого именно сайта берется эта оценка. Ну, я... Сайты корректировались, видишь, 0,59 сказали. Это не они корректировали. Это не наши замечательные режиссеры. Нет, нет, я не про режиссера говорю. Это компьютер? Услышал? Нет, он просто дольше думает. Я по нему... Ты что мне объясняешь? Ну, мало ли, Сидор, может, ты забыл. Так, в общем, Свидлер думает. Какая альтернатива? Конь-Е3 можно еще сыграть? Конь-Д5 можно сыграть. Конь-Д5 можно сыграть. Ну, на Ж2 все-таки жалко где-то. Слон-Ф3, Конь-Ц7. Ну, знаешь, ну, вообще Свидлер хочет понять рисунок. Нарокировка, владя Д8, что мне нужно, Конь-Д5 сразу, Конь-Ц7 залазить или пытаться играть позиционно, скажем так. Но все-таки позиционно играть, ферзь на Ж5, я бы думаю, что не так плохо будет стоять. Хотелось бы как раз сыграть по, как сказать, по динамичнее, что ли. Потому что Конь-Д7, Конь-Ц7, Конь-Д5, Конь-Ц7 мы смотрели. Ну, ладно. Значит, Свидлер думает, а у нас очень много интересного в других партиях. Просто вообще какая-то бури. У нас бури происходит. Давай Топалову, чтобы не потерять. То ли в стакане, то ли в пустыне. Значит, у Топалова-то как раз изменений очень мало. Ну, давай, с Топаловым раз у нас... Ну, с первого пойдем, да-да-да. У Топалова изменений очень немного. Он просто разменялся на Е5 довольно скромненько. А как скромно? Давай по ходам, по ходам. Давай-давай, покажем, как это было. В этот момент он... Мы что-то Слон-Д2 считали, что возможно интересно. Да, понимаешь, Сереж, мы с тобой люди старой формации, пытаемся развить фигуры, что-то там, ну, сделать какие-то банальности. А Веселин, он человек из будущего. Конкретно подошел. Да, он просто решил все съесть. И пешку, пешку в первую очередь. Градит Ф4, а кроме ФСЕ7, а другого хода и нет. Или есть? Ну, вопрос нетривиальный, да. Я не вижу. Ну, я не вижу. Ну, я не знаю, тут есть тоже, знаешь, опасно, может быть. Может быть, Слон-Б5 еще пропустить? Да, Слон-Б5, тогда точно не опасно. Слон-Б5 пропускаем. Ага. Ну, оценка компьютера, вот вы видите на экране сейчас, дорогие друзья, 0,24. Но это, вот опять-таки, еще неподтвержденная глубина. Вот мой компьютер, мой маленький компьютер показывает примерное равенство. Он считает, что, ну, Слон-Б5, Король-Ф8 просто. А ФСЕ5 просто Ж6. Ж6, Король-Ж7, у белых Слон на С1 и пешка на Б2. Ну, Король-Ж7, Владиа-Д8, да. Давай, Аркеровка, наверное, да? Аркеровка, Король-Ж7, да. Сложно развить, да, инициатива, конечно, есть, потому что ФСЕ5 сейчас его с темпом прогонят, Слон на Ф5. Ну, вот другое дело, что вот здесь, вот, может быть, вместо двух нулей, может быть, Слон-Д2 какой-то хитрый ход. Теперь на Король-Ж7 можно ФСЕ5, да, побить. Давай покажем это зрителям. Да, вот если Король-Ж7, то здесь белый все-таки пешку. Пешку наваливает. Да, такая слабенькая, но лишняя. Да, слабенькая, но все-таки лишняя. Все-таки лишняя. А если взять на Б2, там Ладья-Б1, Слон на Б4 идет. То есть есть у белых тоже свои какие-то ресурсы. Кстати, тут большие шансы ее отыграть, если честно. То есть, может быть, так черную уравнивают, да, Слон-Е6, Ладья-ХЦ1. Ладья-Ц8, Ладья-Ц5, и что-то я не вижу, как ее защитить. Так, на перспективу. Король-Д2, Король-Ц. Может, Король-Е2? Ну, Король-Е2 так. Ладья-Аш на Ц1. Ой, я так ходил. Ладья-Аш на Ц1. Тогда Ладья-Ц5 и Ладья-Ц8. Ну, как-то уж так. Слон-Д3, да. Вот как только Король на Д2 встает, сразу Ладья-Аш на Д2. На Д2 свяжу, а могу и Ладья-А5. Честно говоря, такое не выигрывается. Ну, все равно, конечно, что-то белый подавит как-то чуть-чуть. Ну да. В общем, это одно из возможных. Да, вот Ладья-Д8 как-то не нравится. Может быть, нам надо было Король-Д2 сразу пытаться не бояться, понять, что все равно свяжет. А на шах? Согласен. Там Солны-Ф5 же еще добавили. Ну, естественно, тоже туда-сюда придется. Ну, вот мы сейчас посмотрели прямой вариант развития событий. Давай покажем, какая все-таки текущая позиция. Даже так можно, да? Вот такая позиция. Ферзь Е7 пошел. А, ферзь Е7 пошел? Ну, а куда деваться бедному крестьянину с индийских полей? Да, ну, приходится. Да, вот теперь этот прямой вариант взятия на Д5. Ну, я думаю, что... Ну, вот ферзь БД5. А так еще хуже же. Да, ферзь Д5 2-0. 2-0 здесь белый за равенство здесь будет бороться. Я думаю, сейчас Ладья-Д8, слон вышел. Там ферзь Фланг вообще не работает. Ну, шах еще пограживает. Да. Так что слон Б5 давать шах надо. Обязательно. Слон Б5 думает, что надо, да. Да, ну и здесь корольев 8-й так приходится. Так, ну, хорошо. Значит, сейчас соперники будут исполнять. Давай посмотрим, что в партии Ароняна с Мамедеровым, потому что именно у Ароняна с Мамедеровым, потому что там вот совершенно структура изменилась. То есть я когда увидел вот сейчас на параллельном экране, у меня сразу брови взметнулись наверх. Я, честно говоря, не понял, как это произошло. Давай, после С6. Да, 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 я показываю пока. Я показываю. Е3 было. Конь Ф8, слон Д3, конь Ж6. Сразу за слона взялся. Сразу конь Ж6, да? Да. Что-то очень быстро играет, нет? 2-0, 2-0. Мамедеров уверен, видимо, что все правильно делает. Ф4, но все-таки вот такая, то есть конь ушел, пешки освобожден путь. Х6. Ну, так достаточно бодро играет. Ну, действительно, слона разменять хочется. Но если белый конь попадет на Е5, будет худо. Слон Ф6, ферзь Ф6. Вот меня всегда учили, что ход Х7, Х6, он очень вредный. Если белый конь на Е5 стоит, тогда вообще с конем на Е5 бороться невозможно. Ну, его не выиграет, на Е6, на КГЖ6, да. Но здесь, я думаю, что здесь немножко другая игра будет. Здесь вряд ли конь на Е5 пойдет. Темпов много дают для этого. Так вот он и сыграл F5. Ну, я вот тоже подумал, что надо вот это иметь в виду. F5 это кардинально другая. Это совершенно другая. То есть это мы играем против коня Е7, против слона С8. Конечно, мы структуру испохабили. Это безобразие, но тут она динамичная. Это динамика, да. Это жесткая динамика. Тут мы где-то будем Е4 проводить и использовать именно это. Что? Преимущество 2,5 пешки? Тоже, давай мы не будем туда смотреть. Нет, я ничего не понимаю. Компьютер оценивает. Может быть, мы выигрыш не видим от ворхода? Нет, ну может быть, тут Е4 проходит, и тогда это очень действительно страшно. Е4 пока ферзь Д4 есть. Нет, ну да. Ну может быть, какой-то конь Б3 и нет защиты от Е4. Так. Ну, правда, на 2,5 пешки так визуально это не тянет. 2,5 пешки, я не понимаю, откуда компьютер взял. А, конь Е4, наверное, выигрывает. А, ферзя съели. Просто ферзя съели, дорогие друзья. Вы знаете... Нет, погоди. А, так все, выиграл партия. Владимир, я Е4 сдался точно. Вот это да, дорогие друзья. Сейчас на наших глазах уже выигрывается партия. А куда он генерал-то торопится? Давай посмотрим, где ошибка-то была. Нет, конь Е4 просто очень простой выигрыш. Ты действительно. Ошибка была конь Е7 на 2, на H8. Когда тебя бьют... Какой кошмак. Надо огородами убегать. Какой кошмак. Ну и думать, честно говоря, побольше. Нет, ну это фантастика. В турнире претендентов вот такое событие. Представляете себе, дорогие друзья, 13-й ход черных исполнен. И все. И стоит строчка. Белый выигрывает просто в два хода. Ты знаешь, чем больше Лева думает, тем больше шансов, что этот ход не сделает. А, то есть думаешь, он не видит просто, да? Ну а что тут, если ты его увидишь, так ты его сделаешь. Да, да. О чем тут думать? Нет, нет. Никакого сравнения нет. Если мы это сейчас вам показали, это не значит, что мы за доской это все исполнили. Нет, конечно. Тут, видишь, надо Е4 проводить же, в голову походу. По структуре кажется, что надо сыграть король H1, Е4 и дальше давить, давить, давить. Возможно, что тоже не хило. Ну потому что черный не успевает там раскрутиться. Нет, ну и черный, чтобы раскрутиться, на ферже 5, конь G8 и конь F6, да? Ну так вот. А это не так просто еще надо что-то делать. А что другого, какие поля для развития? Так, давай все-таки установим причинно-следственные связи. Причинно-следственные связи. Значит, кто и где был неправ? Мне ход H6 не нравится уже, честно скажу. Ну, концепция, честно говоря, может на нее не совсем. В целом, что конь коня на G6 при пешке F4. Ну, шахмата игра конкретная, не исключено, что и так можно. Ага. Ну, я все-таки спросил помощи компьютера, и выяснилось, дорогие друзья, что ход конь Е7 – грубейшая ошибка. Вот ты сказал про конь H8. Ты сказал, что даже конь H8 годится лучше, чем конь Е7. На самом деле, самый точный ответ – ферзь G5. Да, ферзь G5, и теперь взять на G6 нехорошо, потому что черный берет на Е3 и на Д3. И вот теперь ферзь G5, допустим, сыграли ферзь Е2, защитили. Ну, король H11 тоже может защитить. Кстати, опять конь Е7 нельзя играть. Конь Е7 опять не играет. Давай без компьютера. Вот я пойду король H1, почему? Это же ход играет более грамотный. Конь H4. А, и теряется просто. Да, конь H4. Там просто нападение на G2 и на F5. То есть ферзь Е2? Да, ферзь Е2, черный все равно имеет право конь H4 сыграть. Просто попробовать пешку F5 откушать. Е4? Е4, да, вот это мощный ураган. То ли ладья Е8, то ли одно из двух. С шельской точки зрения, это так себе у черных, нет? Я понимаю, что компьютер и не такое удерживает. Но конь на H4 какой-то странный, да? Нет, тут если сейчас сразу что-то черное не смогут сделать, но это кошмар вообще, честно говоря, что творится на доске. Конь на H4 там не ходит. Может быть, C5 надо ход смотреть, там конь на D2 висит. Ну, не исключено, что так и надо. Это такая бита, конечно, надо было так играть. Понятно, что лучше конь H8-то на самом деле. Любой ход лучше, чем зевок ферзя. Ну, в общем, происходит трагедия на наших глазах. Трагедия, друзья, что, в общем... Ну, мне, честно говоря, больше смущает, куда с такой скоростью играть новую позицию, зачем? Ну, это, видимо, нервное. Я думаю, что нервное. На самом деле, вот ты на FG5, K1, ну не знаю, а этот... Ладья F3, я думал. Ладья F3, взяли, взяли, слушали. Не, ну, может быть. Тоже непонятные позиции. Ну, и согласен, согласен, конечно. Черные забрали много пешек, взяли туда. Ну, и структура отличная. Да, и не слон. То есть ферзь H5 однозначно было сильнее. Ну, и на худой конец, ну, сразу конь H4, может быть, сыграть можно было. Ну, это... А что, взять на F5 хочу. Там ферзь H5. Как ферзь H5. Ферзь H5? Ага, и G3 уже угрожает. Да, по ходу? Нет, ну, как тебе сказать. Понятно, что ход конь H7, наверное, самый плохой. Это ясно. Нет, ну ферзь H5 однозначно сильнейший. То есть вот видно, что просто и конь H4 идет уже с комфортом, с относителем. Я просто хочу сказать, что... Ну, конь H8, вот скажи, Сереж, как человек, ты смог бы сыграть конь H8? Если я видел, что конь H7 проигрывается, то он, может, и смог бы. Ну, мне, честно говоря, не нравится вообще уже, если честно. Вот если ход конь H7 плохой, то мне позиции не нравятся. Потому что вот это ферзь H5 с последующим конь H4, это уже какие-то мульки, знаешь. Это может держаться, но это очень конкретно держаться. Ну да, но с шахматой конкретной игрой мы же сами... Ну да, но если бы я видел, что здесь вот так приходится играть, то бы я над ходом H6 10 раз подумал. Ну, конечно. Ну, в этом же... А, кстати, Георг, лучше подумать пораньше, потому что уже грозит F5. Вот если честно. А вот ладья H8, чтобы конь на F8 ушел. Вот F4, F4 сыграл ладья H8, вот так, по-людски. Вот по-людски вот здесь H6 надо ходить, если честно. Ну, все равно взял F4. Какая разница? Какая разница? А, слон F5 успел, да. А, тогда конь D5. Ну, вот видишь, вот не надо торопиться, надо... Человек же играет, конь D2, не понятно, что... Ну, вот поэтому Василий Михайлович здесь сыграл слон Е7 спокойненько. Правильно сделал. Вот слон Е7 сыграл, да. Ну, кстати, конь может идти не на G6, а на Е6. Да, конечно. Потом G6, конь G7. Вот это, кстати, имеет смысл здесь. Вот это стандартный план, то есть конь G6, конь G7 и слон на F5 идет. Да, он такой... Здесь он больше смысла имеет, да. Так, дорогие друзья, мы ждем исполнения приговора черным в этой позиции. Давайте... Он, кстати, чем больше затягивается, тем я как бы настаиваю на своем. Меньше шансов, что он исполнится. Потому что тут, в общем-то, ты или видишь, или уже не увидишь. Нет, самое забавное, вот самое забавное, что, согласно компьютеру, после FG5, просто чуть-чуть в пользу черных. Вот позиция. Но в конкретике. Ну, конечно, только конкретиком. Шахрия? Понял, F4 и F5, ну, действительно же, структура ослабляет. И если у белых не срастается, то тогда могут быть проблемы. Ну, вообще структура-то ужасная у белых. Итак, ждем конкретики в этой партии и смотрим на другие. Давай. А конь Е4 сыграно. Жалко, что нам сейчас не показывают. И вот мы не видим лицо Шахрияра Мамедьярова, потому что конь D2 на Е4 уже исполнен этот ход. И Мамедьярову в пору сдаваться прямо сейчас на 15-м ходу. А, на 14-м ходу. Исполнен 14-й ход белых, можно сдаться. Фактически это у нас в коллекцию Мацукевича партии. Заходит просто, как говорится, без проблем. Это фантастика. Я не думаю, что в турнире претендентов мы можем говорить о каких-то миниатюрах, но именно это происходит. Бои, ну сдаться Таран все-таки. Взял-взял, отдал Ферзя там. Ну, да, конечно, конечно. Как Решевский с Фишером мог бы сдаться сразу после сломания ТВ-7, да? Ну, слушай, там борьба будет. Да? Ну, мне кажется, по-взялу, не намного хуже, чем у Роняна вчера было. Сандартно в какой-то момент. Ну, хорошо, может быть, но ты понимаешь, да, легко догадаться, как сейчас чувствует себя Шикрях. Это другой вопрос. Когда коня на Е4, видишь, в партии, давление подскакивает. А, кстати, давай, погоди. Смотрите, а если мы действительно Ферзя на Ф4 побьем, и потом Ладья Д8 возьмем на Ф5, да? Сразу можешь взять на Ф5. Ага, ага. Там нет беды. А, вот смотри на экранах. Сейчас Шахриар просто схватил Семену Канев. Там, в смысле, не надо сдаваться, все-таки хочется поиграть. Ну, тогда будем надеяться, что в этой партии мы еще посмотрим и попережим. Давай Кравнику Скадекин. Ты вообще сходил? Сходил, мне просто интересно. А, уже. Так тут смотри, сколько ходов. Конечно. Быстро пошло все. Е6 пошел. Да, вот эту партию мы сейчас попробуем догнать. После хода А3. Что последовало после А3? Значит так, черные съели. ФЕ. А, Б. И не слон Ф5, а пошел просто Е6. Ну, Сережа на Б4 хочет скушать, да? Ну, конкретно играет. Конь С3. Взял на Б4. Ферзь H5 шаг. Начинается какая-то легкая динамика. Нет, я думаю, что просто слабость вызвал. Да, черные поля ослабил, конечно. Потому что на перспективу, когда конь попадет на Е4, скорее всего, он попадет рано либо. Если он не попадет, тогда пешка лишняя. Вот сейчас Сережа Корякин играет как программа 90-х годов. Взял пешку, Ферзь Д5 сыграл. Смотри, укрепил белый центр, но пешку-то не отдает пока. А мне кажется, отдаст. Слон Д7. И два нуля. То есть у белых за пешку очень мощная инициатива. Не знаю, вот так по рисунку, мне кажется, инициатива мощная. Черные поля очень слабы. А интересно, куда черный король-то отправится? Ну, 3 нуля будет. 3 нуля на А7 висит. Нет, я не говорю, что это сразу. Может быть, белые сейчас просто хотят сыграть конь Ж3, конь бьет Е4, конь Ф6. И сдаться надо. Ну, почти. И сыграют, наверное, рано или поздно. Ну, не знаю, по-моему, очень большой перевес. А, так вообще не конь Ж3 грозит, грозит слон Ж5. А, то есть вообще... И все, уже обрезали короля навсегда. Я понял, конь Ф4, конь Ж6 грозит. Нет, что-то Сережа здесь не то сделал. Вот по структуре видно, что совсем не то сделал. А если 3 нуля, ладья А7, честно говоря, я не понял, за что черные страдают. Сереж, может, мы с тобой гений, может, слон Ф5 был просто сильнейший ход, и Е6 вообще не туда. Ну, ты знаешь, тут все-таки... Ну, с первой частью утверждения ты согласен, что мы гений? Ну, это... Я вообще не оспариваю. Вот. Все-таки Е6 тоже ход такой. Е6 сомнительный ход. Нет, на самом деле здесь сразу все оценить непросто. Не знаю, но в Ф5 уже есть прослабляющий ход. Да, ну ты знаешь, вот так оценить все. Ну, конечно, оценить не так просто. Вот я хожу в Ф5, и через 6 ходов хочу забрать на Е4. Вот, честно говоря, оценить не... Вот самое сложное, на мой взгляд, самое сложное в шахматах то, что не поддается прямому счету. Вот, знаешь, что, белые не забирают, а слабые... Ну, зачем нужен какой-то счет, если ты видишь, что на королевский фланг превращается у тебя в руины? Ну, ты же сейчас еще нет руины. Ты не бьешь на Ц3. На 2-0 сыграешь, уже аж 4-5 пойдет. Пока я хочу в 3-0, пока не очевидно, что будет плохо. Хотя вот тут с каждым ходом становится все хуже и хуже. Все хуже и хуже, да. Это правда, да. Потому что если конь побьет на Е4, то, честно говоря, проиграли позиционно черный. Ну и так, и так, да. Нет, ну что-то Сережа здесь намудрил, ясно. В общем, дорогие друзья, у нас... Давай, вот сейчас последний, бросим взгляд на еще какая у нас есть интересная позиция, которую мы с тобой... Да, у нас остался Ронян... Нет, Свидлер Андрейкин. Свидлер Андрейкин. Давайте посмотрим, что произошло с Свидлер Андрейкин. Там изменений очень немного. 2-0 ладья Д8, 2-0 ладья Д8, Б4. Так, а вот это интересно. Не конь Д5, вот как мы видели, а Б4 сыграно. Ну что, может быть, пешка на Б5 идет, как ты думаешь? Нет, конечно, идет. Я думаю, что с Сережем на Ж5 очень логично играть непозиционно, а именно пытаться динамично. Хотя в этих структурах это редкость, надо сказать, что они такие, знаешь, более, как сказать, на зажим немножко. Черным для завершения развития остается один ход. Ферз на Ж5, ну, может быть, пригодится где-то. А Б5 ход заслуживает внимания. Прямого. Но последовал Ферз Д3. Б5, может быть, конь А5 просто? То есть вот Б5 не послуживает. Б5, конечно, ход антипозиционный, но мне кажется, не до этого немножко. Конь А5. Ну, здесь Конь Е3 сыграл. Сейчас Ферз А4 будет плохо. Но вот почему-то Петр так не сыграл. Ну, не знаю, может быть, на Е7 просто, на Б5. Конь Е7. А тогда Ферз Б8. Там порвется уже. А Конь Б8, кстати, тоже, может быть, неплохо. Конь Б8? А что, он потом, маршрут у него хороший в перспективе. Все-таки мы ослабились. Все равно, я, честно говоря, не совсем понимаю, как Ферзеву фланг развиваем. Пока пешка Д6 висит. Ну, правда, 2-0 можно просто сыграть. Ну, 2-0 все равно сыграть надо. Да, то есть, может быть, позиция не такая простая. Ну, Ладья Б1 можно сыграть. Через Д2 тоже можно. Да. Но, тем не менее, Петр избрал более сдержанную такую вот манеру. То есть, ну, можно Ладьяев на Д1 поставить. То есть, допустим, сейчас 2-0, Ладьяев Д1, и Белый как-то тихонечку поддавливает. Ну, вот нужно ли играть в Б5, это большой вопрос. Потом, со временем, может быть, не нужно. То есть, я считал, что если Б5, то надо как-то, чтобы немедленно что-то сделать. А потом-то, может быть, можно и без этого. Ну, посмотрим. Итак, дорогие друзья, давайте сделаем сейчас небольшой перерыв. Потому что, честно говоря, события в этих партиях нас захватили настолько, что если бы мне не напомнили наши режиссеры, я бы вообще на перерыв не ушел. Итак, отдыхаем 5-7 минут и смотрим обзор первого тура. Самый ожидаемый турнир года, турнир претендентов ФИДЕ, стартовал в Ханты-Мансийске, Россия. Ханты-Мансийск – известная точка на шахматной карте. Здесь проходили несколько Кубков мира, Чемпионат мира, Парапиду и Блицу и другие соревнования. Опыт в проведении шахматных турниров здесь просто огромный. Участники и гости турнира претендентов могут еще раз почувствовать высочайший уровень организации и гостеприимства Егорской земли. Церемония открытия началась с приветственных речей президента ФИДЕ Кирсана Люмжинова и губернатора Ханты-Мансийского автономного округа игры Натальи Комаровой. Прекрасное звучание органа и представление актеров и танцоров задали тон вечера. Но уже на следующий день началась битва. Первый тур двухкругового турнира начался в 15.00 в зале Шахматной академии Югры. Хотя это был не самый длинный игровой день, одна партия стала результативной. Экс-чемпион мира Вишенатан Ананд выиграл у второго номера в мире по рейтингу Ливона Ароняна. Еще три партии завершились ничью. Первая пара, заключившая мирный договор, Андрейкин и Крамник. Оба играли очень аккуратно. Андрейкин разыграл крепкий и спокойный дебютный вариант, а на пресс-конференции признался, что у него есть специальная философия в подготовке к Крамнику, которую он применил и в этот раз. Владимир ответил на это, что он, пожалуй, раскусил этот подход. Партия скоро завершилась ничью. В еще одной партии двух россиян Корякин-Свидлер у белых всегда был перевес, возможность атаки на королевском фланге. У соперника же не было много путей для контр-игры на ферзьевом фланге. Свидлер отметил, что при переводе коня на Е3 его противник, вероятно, поставил бы больше проблем перед черными. Но Корякин предпочел другую расстановку и позволил Петру повторить позицию. Свидлер воспользовался этим шансом, потому что считал, что его положение нигде не лучше. Партия между Мамедьяровым и Топаловым была близка к тому, чтобы закончиться результативно. Хотя дебют казался очень спокойным, Шахрияр скоро развил серьезное давление на позицию соперника, экс-чемпиона мира из Болгарии. Черным приходилось находить единственные ходы для защиты. Их позиция была довольно пассивна, и вскоре Веселин стал испытывать недостаток времени. Мамедьяров чувствовал, что может выиграть эту партию, но просчитался в варианте, где черным удалось ускользнуть на ничью. Центральной встречей тура стало противостояние Вешенатана Ананда и Ливона Ароняна. Перед началом турнира многие специалисты называли Ароняна одним из фаворитов, но Ананд еще раз доказал, что его нельзя недооценивать. Белые удачно разыграли одну из типичных позиций в атаке Маршала и практически не оставили шансов сопернику после нескольких ошибок, допущенных Ароняном. После первого тура Вешенатан Ананд лидирует в турнире претендентов. Шахрияр Мамедьяров Шахрияр Мамедьяров родился 12 апреля 1985 года в Сумгаите. Играть в шахматы его научил отец в 1993 году. В том же году он начал посещать занятия в шахматной школе. Юный шахматист не раз добивался успехов в детских турнирах и стал единственным игроком в мире, который дважды побеждал в чемпионатах до 20 лет. Семье Мамедьяровых принадлежит еще один рекорд. Старшая сестра Шахрияра Зейнап и младшая Тюркан тоже носители высшего шахматного звания. В последние годы Шахрияр существенно переработал свой стиль. Стал более универсальным и гармоничным игроком. Атака по-прежнему его стихия, но он обновил дебютный репертуар, стал более техничным и гармоничным. Шахрияру удалось выйти на новый уровень, а 2013 год стал для Мамедьярова исключительно успешным. В июне он выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам, а чуть позже закрепил свой успех, выиграв престижный турнир Парапиду в Женеве. Став одним из победителей турнира в Лондоне и выиграв этап в Пекине, Мамедьяров занял второе место в Гран-при Фиде 2012-2013 года. Шахрияр доказал соперникам и болельщикам, что готов к покорению самых высоких шахматных вершин. Ливон Аронян начал играть в шахматы в 9 лет, а уже в 12 стал чемпионом мира среди юношей. Он еще не раз добивался побед в юношеских турнирах, а наиболее важным для молодого шахматиста стал успех на турнире в Гоа в 2002 году, когда Ливон стал чемпионом до 20 лет. К этому времени его семья переехала из Армении в Германию, где Аронян живет и по сей день. Титул шахматного принца помог гроссмейстеру в карьере и убедил в правильности сделанного им выбора. В середине нулевых к Ароняну пришли первые крупные успехи в международных турнирах. Первый этап карьеры завершился победой в Кубке мира в Ханты-Мансийске в 2005 году. После этого армянский гроссмейстер получил возможность регулярно участвовать в претендентском цикле. Вскоре он прочно прописался в элите. В его активе первые места в сильнейших соревнованиях нашего времени. Вей Канзее, Линаресе, Мемориале Таля, Бильбао. В 2009 году Ливон досрочно выиграл серию турниров Гран-при Фиде. Аронян – отличный командный игрок. На протяжении многих лет он возглавляет сборную Армении и трижды приводил команду к победам на Олимпиадах и однажды к победе на чемпионате мира. Аронян – еще и признанный мастер быстрой игры. Он не раз побеждал в Монако и Маенце. По состоянию на 1 марта 2014 года рейтинг Ароняна достиг рекордной для армянского шахматиста величины – 2830. Этот гроссмейстер на протяжении многих лет удерживает вторую строчку рейтинг листа, а чемпион мира Магнус Карлсон называет его своей главной угрозой. Индия – родина шахмат. Но она не блистала сильными игроками, пока не появился Вишванатан Ананд. В соответствии с индийской традицией, его имя можно перевести как Ананд – сын Вишванатана. Путаница с именем началась, когда он появился в Европе. Многие посчитали, что Вишванатан – это его имя, а Ананд – фамилия. Позже Вишванатан был сокращен до Виши. Научившись играть в шахматы в 6 лет, Виши уже в 14 стал чемпионом Индии, в 15 – международным мастером, а в 17 – чемпионом мира среди юношей. С ранних лет Ананд играл не только сильно, но и очень быстро. Невероятная интуиция – сильнейшая сторона его универсального таланта. В начале 90-х Виши выдвинулся в число лучших шахматистов планеты, а в 95-м году получил право сыграть матч за звание чемпиона мира с Гарри Каспаровым. Матч Ананд проиграл, однако в 2000 году победил в чемпионате мира Фиде по нокаут-системе. Это был первый чемпионский титул Гроссмейстера. В 2007 году мечта его наконец сбывается. Ананд выигрывает в Мехико двухкруговой турнир и становится чемпионом мира. Это звание он подтверждает в 2008 году, уверенной победой в матче с Владимиром Крамником. Виши Ананд – единственный шахматист в мире, который добивался звания чемпиона в трех различных формах розыгрыша. Попытка Веселина Топалова отобрать у индийского Гроссмейстера чемпионский титул в 2010 году закончилась неудачно. Ананд выиграл матч со счетом 6,5 на 5,5. А еще через два года чемпион в тяжелейшей борьбе сохранил корону в противостоянии с Борисом Гельфандом – 8,5 на 7,5. Ананд удерживал титул 6 лет до ноября 2013 года, когда в родном Чиннае передал чемпионские полномочия лидеру современных шахмат Магнусу Карлсону, уступив в матче со счетом 3,5 на 6,5. Игрок универсального стиля, блестящий защитник. Виши Ананд остается серьезной угрозой для своих оппонентов в соревнованиях любого формата. Сильнейший гроссмейстер Болгарии родился 17 марта 1975 года в Руси. Веселин научился играть в шахматы в 8-летнем возрасте и очень быстро выдвинулся в число самых перспективных игроков своего поколения. В 1989 году он стал чемпионом мира до 14 лет, а в 1990 – вице-чемпионом до 16. В 1992 году Топалов становится гроссмейстером и практически сразу врывается в элиту мировых шахмат. С середины 90-х искрометный болгарин выигрывает турнир за турниром и вскоре становится одним из претендентов на мировое первенство. В 2005 году Топалов подтверждает свою силу, выиграв матч-турнир за звание чемпиона мира Фиде в Сан-Луисе и завоевав высший шахматный титул. В 2006 году в Элисте Топалов на тайбрейке уступил в объединительном матче Владимиру Крамнику, потеряв звание чемпиона. После небольшого спада, последовавшего за матчем, к концу 2008 года Веселин вернул себе первую строчку рейтинг листа и вновь отправился штурмовать Олимп. В 2009 году он выиграл матч претендентов у Камского и вышел на чемпиона мира Ананда. Матч за высший титул состоялся в 2010 году в Софии. Решающей оказалась последняя партия, которую Топалов проиграл. В матчах претендентов 2012 года Топалов уступил Камскому, но не оставил притязаний на шахматный трон. Выиграв турнир в Лондоне и Цуге, болгарин победил в Гран-при Фиде 2012-2013 года и вновь является одним из главных кандидатов на матч с чемпионом мира. Топалов отличается ярким бескомпромиссным стилем. Он играет каждую партию на победу, а сочетание острого тактического зрения с тонким позиционным чутьем позволяет ему создавать шахматные полотна исключительной красоты. И снова здравствуйте, дорогие друзья. Продолжается второй тур турнира Пятидетов в Хантамансийске. Очень яркие боевые события происходят, уже такие серьезные перепады в оценках. Для вас работают Сергей Шипов и Сергей Рублевский. Продолжаем изучение. Ну что, во встрече Аронян Мамедьяров черный ферзь уже принес себя в жертву, скушал белую ладью. И сейчас белый, то есть Ливон Аронян, выбирает способ, как этого ферзя съесть. Ну вот мы в перерыве обсудили с Сергеем события в этой партии. Ну действительно, судя по всему, Шахриар немножко увлекся этой скоростью игры. И, конечно, явно, я думаю, зевнул. Да, вот просто зевнул этот выпад конь Е4. Но потом выяснилось, что ничего совсем уж страшного не произошло. Сполной беды-то нет. Да, борьба продолжается. То есть черный получают за ферзя слона и ладью. Конечно, шансов на спасение, наверное, меньше, чем на поражение. Должна реализовываться. Должна реализовываться, но борьбы еще много. Но это все очень непросто. Очень непросто, да. То есть еще много борьбы, и так что сдаваться уж точно рано. Мы просто поначалу были шокированы происходящим. Но сейчас, когда неторопливые раздумья наступило, уже можно сказать, что борьба продолжается. И отчаиваться болельщикам Мамедьярова еще рано. И так взял на f1. Собственно, произошло так, то, что мы и сказали. Кстати говоря, действительно, ладья f4, взятие на f4, видимо, здесь просто ведет к большим шансам черным на спасение. Вообще нормальная позиция получалась. Ну а здесь белый обходится без петчатных ослаблений. Вот не знаю. Я, кстати, думаю, что если черные возьмут конем, я думаю, что белые могут разменяться. Вот так все подменять. То есть оставить двух слонов нельзя же, да? Нет, нет. Как и слон потеряется. Ну да. Но мне не факт, что здесь так легко выиграть. Слона на f6 перевел. Ну, ферзовый фланг начали грызть потихонечку. Ну, знаешь, когда все совсем выгрызешь, потом ладья против ферзя ничего сделает. На одном фланге не очень крепости. Нет, я просто надеюсь, что если удастся вот эту пешку свергнуть, тогда прокатная будет. Не-не-не. Слона на f6, ладью на e6 выиграть непросто. Кстати, взял королем. Взял королем. Ну, может, хочет в ферзь b3 где-то прыгнуть, на динамику собирать. Нет, так кажется. Да, но здесь же пешка на этой подвисает. Ну, нет, ну как, погоди. Я вот просто думаю, слон и в ферзь. Ну, если так, наверное, е4. Хочет больше фигуры ставить. Е4? Погоди, а где подвисает? Здесь ферзь b3. Что подвисает? Ничего не подвисает. Опять а3. Ну, правильно ты говоришь, но он оставил фигуру. Ферзь c2, потом конь е4. Я считаю, что это правильно. И конь на c5 пошел, да? Я бы оставил фигуру. Конь е4. Ну, тут у тебя конь d5 тычок есть. Конь е7, да? Конь d5. А вот так вот удачно получается, да? Ну, я не знаю, мне кажется, тут больше шансов все-таки за белых. Да? Нет, я считаю, что какие-то фигуры надо оставлять. Просто совсем, вот как ты предлагал, мне кажется, там как раз слон f6, ладья е6. Такая больше на крепость похожая, что ли? Да, может быть. Реализовать непросто, я честно скажу. Вот надо какие-то еще слабости новые вызвать. Надо сказать, что ферзь, ой, ферзь, компьютеры ферзя до сих пор очень сильно любят. Нет, это понятно. Катастрофическая, скорее всего. Скорее всего, я не вижу ее. Но я скажу, что... Ну, вот компьютер оценивает две с половиной пешки. А мне кажется, на самом деле, полторы пешки. Вот реальная оценка, скорее полторы. Я бы даже поменьше, я думал, пешка там, пешка едва где-то так. Ну, это дело такое уж. Условно. Итак, все, мы снимаем какие-то такие крайние оценки в этой позиции. Борьба продолжается, и все очень интересно. Я, честно говоря, оценка, на мой взгляд, близка к той, что вчера Аронян имел черными. Вот, на мой взгляд. А я бы предпочел эту позицию, чем вчера Аронян, потому что такой безрадостный эншпиль был у него. Ну, сложно, но это дело вкуса. Дело вкуса, да. То есть и то, и другое, на мой взгляд, должно реализовываться при правильной игре. Но, как бы, реализовывать надо. Да. Так, во встрече Топалов-Анант, насколько я понимаю, у нас соперники полностью действуют по заданной нами программе. То есть черный король отошел на f8. На видеокартинке вы, кстати, видите Андрейкина, мы его еще тоже изучим. И вот Анант сыграл g7, g6. Смотрите, как нервничает Андрейкин, да? Борис Гельфанд подкидывает фигуры и совершенно спокойно их ловит, не глядя. Гельфанд сказал бы, что молодой человек еще не научился вращать как следует пешки. Он не отрывается от рук. Нет, у Бориса там просто как космонавт крутится в этой баракате. Топульди? Да, да, да. В Звездном городке вот так космонавтов тестируют на выносливость. Я могу сказать, что при этом он совершенно не мешает противнику. А, он прячет, да. Не знаю, как-то вот он не мешает. А вот у него как-то, ну знаешь, вот так вот. Да, я вот сколько раз с ним играл, не мешал им совершенно, не обращал. Бывают шахматисты делают гораздо меньше телодвижения, но играть с ними совершенно невозможно. Вот есть такой китайский грешат, шахматисты. Ну, наши им иногда тоже отвечают тем же. Я помню, как в Бледе, когда был матч России-Китая, мужской матч, там Гарри Каспаров играл на первом столике с гроссмейстером Е. И в какой-то момент Гарри Кимович начал вот так вот делать. Сейчас я на камеру покажу. Начал в какой-то момент вот так вот на камеру делать и что-то там вот как-то вычислять. А в это время китаец Е, я просто смотрел, он следил за пальцем Каспарова просто. Вот палец Каспарова. Я тебе могу сказать, что этот матч вообще предысторию имел. До этого Гарри Кимович думал, как отучить китайцев мазаться бальзамами, после которых играть. Нет, это проблема женской сборной. Это было в Бледе. Вот это было в Бледе именно перед этим матчем. Я знаю, я знаю. Это и удалось ему сделать. Ну, на самом деле, они мажутся до такой степени, что играть невозможно. То есть аллергия у меня, допустим, я реву в матче с ним частейко. Катя Ковалевская тоже, она очень страдала от этого, поэтому на матч с Китаем просто не хотела идти, потому что там опять будет газовая атака. И именно в партии СЕ он меня колоссально переиграл до партии, подал мне руку, я ее пожал, потом я взялся за лицо. А рука в мальзаме была, да? А, ну все, конец. И все. И потом я бежал, умывался, чтобы только глаза открыть. И на самом деле не так просто с этим бороться. Прямой статьи в кодексе «Почему это делать нельзя?» нет. Ну я поэтому предлагал сделать такой экшен, надо было прийти на матч с Китаем в противогазах. Вот просто сесть и пять минут посидеть в противогазах, чтобы эти фотографии разошлись по всему миру. Да, потому что, ну, слушай, Сереж, ты не знаешь, почему мы сейчас затронули эту тему? Я уже теряю всяческую связь с турниром ПТИ. Отступление, отступление. А, хорошо, лимическое отступление. Имеем право, да. А, кстати, вот, пока, а что нам говорить? Они играют, как мы сейчас сказали вообще. Ничего нового не могут показать. Ну, сейчас Анан сыграет король G7, тот побьет на Е5, получится это ТН3. Кстати, большая вероятность, а что им еще делать? А черный так сделает ничего. Ну, или опасно. Ладья Б1, слон Б4 просто. Ну, слон А3, там слон С3 совсем плохо. Ну, слон А3 не надо за слона ставить. Все-таки мы пешку только отыграли, а не выиграли. А так без Ферзе, а после слона Б4 останешься. Ну, да, да. А, то есть опять-таки можно взять... Ну, может, слон Е6, ну, наверное, ничего не изменит просто, да? Слон Е6, Ферзе Е4, все то же самое. Да. И слон идет либо на Б4, либо на... Ну, да, если на А3, то слон С3 это уже нехорошо просто. Да. Погоди, а вот Ферзь Е5, наверное, ход есть? Ну, есть, нет. Рука не поднимается. Ферзь Б3 тогда, да? То есть слону некуда уходить. Честно говоря, как-то вот... Ну, слон потерялся просто, да? Слон Д4, правда, есть какой-то трюк. Ну, это, конечно, это все от лукавого. Просто сыграли 2-0, слон С3 и съели ладью на А8, да. Ну, в общем, это все не есть хорошо. А на ваших экранах сейчас Петр Сведлер, который прекратил гулять с ходом соперника и занял свое место. Ну что, Петр завершил развитие? Так, давай, давай. Давай посмотрим. Петра и посмотрим. Давай, Петра. Петр завершил развитие, играет нарочито солидно и ладья FD1. Правильно. Как, собственно, и ожидалось? Честно говоря... Ты думаешь, он слишком солидно играет? Нет, нет. Просто я хочу понять, а зачем он в Б4 ходил так рано? Ну, в смысле, а почему Б4? Да. Именно тогда сыграны они... Совершенно неочевидно. Совершенно неочевидно, да. А ладья C8, да? Ага, вот теперь белым предлагается зевнуть Ферзя. То есть... С чего-то, если у пешки на Б4 не было, то шансы... На А3, да, можно было хватать. Хотя там тоже, наверное, какая-то контра есть, да? Ну, то есть Андрейкин сейчас переставляет ладья. Другую он может поставить на D8, да. Ну, конечно, хотелось бы это делать. Это один из, скажем так, явных недостатков Ферзя на G5. Это то, что приходится ладью на D8 ставить, потом на C8 и уводить. Еще хорошо, что получилось. Но здесь пешка на C4 немножко видно, что уязвимая. И уже возникают, ну, если не мотивы для комбинации, ну, в общем, поводы для того, чтобы конь C6 откуда-то ушел. А играть конь Е3 не хочется из-за конь D4. Ну, это всегда, да. То есть получается так, что черные, на самом деле, неплохую координацию фигур получили. Ну, ты знаешь, вот пора, по-моему, конь D5 уже. А что, 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 что? Ну, сломает D5, сломает D5. А мне кажется, вот тут структура ЕД должна... Ну, давай, давай посмотрим. Просто конь D5 взяли и ЕД, да? А мне что-то кажется, Ферзен на G5 слишком как-то, он мешать будет перед своими фигурами. Так вот какое взятие предлагаешь? Я ЕД хотел, честно говоря. Ну, конь Е7 пошли. Ну, конь Е3. Сейчас C5 я быстро не пройду. А может, я, собственно, C5 стартую? Заместо Е3. Не, ну, ладно, это не надо. Ну, там надо D5 хотя бы просто взять. Ну, вот не знаю, конь G6, конь F4. А тогда Ферзь, ну, на конь G6 даже Ферзь F5 есть. Да, Ферзь F5, неприятный момент. Мне кажется, Ферзь на G5 не факт, что хорошо стоит. То есть не исключено, что Чорнам придется как-то пассивно ладья FD8 вставать? А я боюсь, как бы, может быть, и проломлю как-то быстро. Все равно проламывается, да? Слон F3. За счет связки, да? Слон F5 нет. А вопрос, слон F3, если. Б6 придется, да, где-то играть? Ну, совсем не хочется играть. Ну, если после B6 я вдруг проломлю, то я там все пожеру. А такой вопрос к тебе, Сергей. Нет, не обязательно. А обязан черный играть? Не обязан совершенно. Вот что? Вот ладья FD8 тоже, да. А что вообще угрожает? Вот сыграл H6 я. Просто хочу посмотреть на намерения белых. Есть ли намерения какие-то? Конь B6, ладья D8 обратно. Ну, да. А что, конь на B6? Не особо, да. Не особо навар чувствуется, согласен. То есть я даже не знаю, надо ставить ладью на D8. И пока динамика держится, может быть, есть более полезные ходы. Ну, в общем, думает сейчас Петр Вениаминович. Не знаю, лично я оцениваю позицию как маленькое плюс равно такое. Компьютер вот 0,41 пишет. Но это ничего не означает. 0,41 ничего не означает. Может, позиция просто равная. Но он пишет плюс 0,41 по уже озвученным причинам, что пешка на D6 все-таки остается еще, видимо, надолго. Возможно, где-то действительно Петр что-то подопустил. Возможно, были какие-то более жесткие меры. Но вот он сейчас впал в аналитический транс, закрыл глаза, ушел в себя. Не видит раздражающих фигур. Ему сейчас удобнее думать. Кстати, у Петра часто такое встречается, что на доску не смотрит. Смотрит в пол, в потолок. Да, ему просто мешает. И у него глаза постоянно где-то вне доски. Но вот Левона, видите, демонстрирует полнейшую уверенность. Шахляр Мамедиаров уже не склонен ходить, делать быстрые ходы. Но его можно понять. Так, давай посмотрим, как у Крамника с Ковякиным. Дело в том, что маленькое изменение позиции произошло. И мы можем его оценить. Дорогие друзья, я хотел бы напомнить для вас, что можно звонить нам по скайпу, писать по скайпу, задавать вопросы. Сейчас, я надеюсь, что мы выведем на экран наши позывные в скайпе. То есть чест.тв. И, пожалуйста, пишите, задавайте вопросы. Ну, вчера вот нам было задано десятка-полтора вопросов. Только одна большая просьба. Пожалуйста, тематически привязывайте свои вопросы к турниру претендентов, к участникам, к фиде. То есть вот все должно быть как-то вокруг этого. То есть вопросы по дебютной подготовке, про то, как лучше обучать детей, это очень важные вопросы. Но я думаю, что в нашем эфире они не совсем уместны. Так что пишите, звоните. Ферзь С4 пошли, да? Ферзь С4, да. Да, пошел Ковякин, и совершенно очевидно, он хочет... Это значит, я думаю, закрепиться. Разменять, разменять коня на И4, да? Скажем так, я вот думаю, на слон Ж5, может быть... Сейчас, Сереж, подожди, нам надо диаграммы дождаться. А, все, понял. Не все нас вслепую понимают. Понимают, о чем речь идет. А вот зато все понимают, что сейчас делает Владимир Крамник. Вот это правильно. Кстати, с недавних пор он стал очень активно питаться за доской. Очень активно стал Владимир буквально по часам исполнять вот эти вот какие-то перекусы. И он сам в интервью сказал, что он советовался с диетологом. Диетолог ему сказал, что это крайне необходимо. Можно даже. Да, вот просто по часам у него все расписано, все очень серьезно. И уже не маленький, очень следит за собой Владимир Борисович и правильно делает. Лучше это начинать в 30 с чем-то, чем ближе к 50, понимать, что был неправ. Нет, ну тогда вопрос, полезно ли это для игры. Важно знать, что. Вот, например, теннисисты, спортсмены, они по ходу борьбы, например, бананы едят. Они не тяжело для желудка, а с другой стороны быстро усваиваются, быстро дают какие-то калории. Тут важно знать, что есть. Насколько я понимаю, можно есть орехи, шоколад, фрукты. А вот кусок мяса не надо. Шоколад, смотря сколько, полторы дольки, да, плитку. Ну да, вот тут важно знать меры. Я помню, как мой первый, ну достаточно известный ученик Владимир Белов, когда он был маленький, я его снабжал на партию пачку сока и плитку шоколада. И говорю, Володя, ты только сразу не ешь. Да, сразу не ешь, да, вот так, когда почувствуешь голод, и как обычно, вот прихожу на партию, где-то в районе 20-го хода, подхожу, смотрю, шоколады нет, Володя Белов все съел. Не, ну вырос большой, крепкий, красивый парень, ну я думаю, что он съел все это не зря, так что. Вот, но действительно и сок выпивался, и шоколадка сразу съедалась. То есть, вот тем тренерам, которые со своими учениками имеют такие проблемы, тогда есть другая рекомендация, подкладывать им по ходу партии, то есть, потому что, если сначала она лежит, тогда на нервной почве человек съедает все. Итак, ну давай все-таки к шахматам. Ферзь С4, вот мы с Сергеем обсуждали, что конь идет на Е4, здесь на конь Ж3 будет ход С6, видимо, да? Потому что вот эта структура, скорее всего, не опасная, здесь скорее даже белому же скоро можно будет чего-то опасаться. Пешки нет, и позиция очень хорошая. Пешки нет? По виду поровну, нет? По виду поровну? Как? А я думал, что пешка еще лишний ученых. Значит, ты вообще думал, что у них безнадежно. Да, я думал, что безнадежно. Честно говоря, я думал, что просто безнадежно. Нет, нет, ну они только отыгрывают на Е4, это отыграть. Ну, скажем так, вот, я-то катастрофы не вижу особой пока. Скажем, слабые белые поля, там слабые черные. Единственное, что мне не нравится в позиции черных, это тоже король как-то без перспектив. То есть, если мы его прижмем, слон с Ж5, он может и вообще не выбраться. Да, то есть, если прижмут к реке, то... Вот я почему слон с Ж5 и пытался сразу рассмотреть, вот, мне кажется, самое принципиальное. А если два ноля неожиданно, изменить лан? Вот два ноля под матом. Ну, вот, вот, есть ли мат-то? Ну, хорошо, а если позиционно просто? Слон С6. Ну, теперь слон Ф6. Конь Д7. Может быть, ничего страшного. Ну, слон Ф6 может просто рановато. Рано, да? Да, то есть, может, аж 4, аж 5 пока. Нет, я думал, знаешь, на коне Ж3, ой, прошу прощения, на слон Ж5, я почему-то думал, может быть, аж 5 есть смысл. Там на Ж6 же висит. Что? На Ж6 висит. Ферз Е4. А, да, да, точно. Ферз Е4 и нет, кто до С6 хотел. Да, да, там на Ж6. А это остаточный образ. Пешка на Ж7 была, и она осталась, да? Я думал, с темпами. Слон Ж5 прекрасный ход, мне нравится. Ну, скажем так, это то, чего мы боялись больше всего. Конечно. Ну, может быть, здесь надо решаться уже на 2-0? Ну, с другой стороны, а что, нам, в общем-то, никто не гонит, можно из конь Ж3 начинать, нет? Да, можно. Ну, поэтому и думает. Слон С6. А теперь у Слон Ж5 уже аж 5 будет, да, в этом есть минус. Угу. Ну, там Ферз Е4, Ферз Е4, я тоже, честно говоря, не уверен, что это меняется. Дело в том, что после Аж 5 тоже 2-0 совсем, наверное, играть будет тяжело. Зато Ферзену, Конь Д5, Конь Д7 будут стоять. В общем-то, у Черных по белым тополям они хорошо стоят, могут как-то и удержаться. Ну, хорошо, Слон С6, давай, поставим Конь Ж3, Слон С6, вот что делать дальше? Как прорываться? Не знаю, мне Слон Ж5 хоть нравится, по-моему, боевой. По-моему, такой... Сразу? Ну, сразу. Идем, сейчас вот. Да, можно сейчас. Понимаешь, я просто обоссаюсь, что на ход Аж 2-Аж 4, вот я бы, если не Слон Ж5, я бы Аж 4 рассмотрел. Ну, тогда Черные 3-0 в какой-то момент могут сыграть. Ну, а здесь они король Д7, но стоять могут. Больше сильно 3-0 не надо. То есть, ты считаешь, что король на Д7 может ставить? По белым полям почему нет? Вот не встать просто, не укрепиться. Ну, может быть. Ну, может быть. Хотя, конечно, трудно представить, что такое может держаться. Ферз Аж 4 сыграл, хочу на Аж 7 съесть. Ну, как-то так тревожно. Вот, уже там начал Слон Ф6, лезу Ферзем. Ладья Ж8, да, вот так. Ну, стоим пока, держимся. Там ладья потом выходит с А8. Да, в общем, Черным приходится идти на трюки. Ну, скажем так, в общем-то, пока не очевидно. Сложная позиция очевидна. Я вот так, знаешь, не оценю, что плохо. Я, конечно, белыми играл бы, как не то слово. Нет, ну, когда ладьи соединены, и король вот так мечется, это всегда неприятно, особенно играть. Это нужно каждым ходом какие-то шахи рассматривать, тактика. Конечно, играть сложнее. Ну, однозначно сказать, что что-то тут плохо, нельзя. Чем-то, по крайней мере. Ну, а другой маршрут, что конь идет на Ф4 все-таки, а не на… На Ф4, если ты идешь без слона Ж5, ты обязан немедленно там пробить что-то, да? Хорошо, а если сыграли Аж 2, Аж 4 пока? Вот пока Аж 4 я сыграл. Аж 2, Аж 4. Ну, чтобы дисциплинировать черных, да, чтобы они… Ну, хорошо, ну, приготовил я. Три ноль, я не знаю, приготовил я, это не приготовил, правда, чертова знает. Да, то есть теперь при случае черные три ноль, а то могут сыграть. А ты знаешь, а может я и сразу могу сыграть вообще? А все равно Аж 5. Давай посмотрим, это вообще возможно, нет? Да, давай посмотрим. Ты бьешь? Бью. А, или ты можешь на С5 забежать, что тоже нет. Я просто подумал, вот… Конь Ж3? Вот так. О-о-о. Прижму. Ну, я думаю, что Крамник с удовольствием пожертвует качество в какой-то момент. Черт его знает. В общем, позиция неясная будет. БА там, король на А7 станет, какой-нибудь… Ну, хорошо, ладья Ф на А1, допустим, там не знаю, куда пошел. Взял с той ладьей на А6 и комбит Е4. Ну, я про эту позицию и говорил, потом сюда, да? Такая дырявая позиция. Ты думаешь, плохо совсем? Ну, неплохо, но я бы опять… Нет, ну, белый ГГБ, приятнее играть, конечно. То есть вот здесь компьютер, может быть, даже оценит, что ученых неплохо, но по-человечески это играть, конечно, крайне приятно. Ну, это правда, да. Так, хорошо. А давай посмотрим, почему Ливон Аронян так уверенно гуляет у нас по площадке. Наверное, для этого есть какие-то серьезные основания. Ну, смотри, вот Ливон в моем духе играет. Он считает, что надо все ставить на доске, и тогда преимущество выше. Все фигуры, то есть ничего не меняет. Кстати, на самом деле здесь как-то… Очень амбициозно сыграл. Так, дело в том, что еще и фигуры очень неудачны у черных. Вот когда их много, почему я думаю, что не надо менять? И расставить, как, скажем так, расставить так, чтобы было какое-то подобие крепости, пешки не двигались гораздо сложнее. Ну, вот слон на Б4 явно не у дел находится. Вот если бы он стоял на Е7, я бы вот был бы за черных относительно спокойно. Вот он стоит как-то неправильно, да? Ты знаешь, мне бы вообще хотелось слона на Е7 иметь, второго слона на Е6, а коня, как ни странно, на Б6, хотя он здесь перспектив не имеет. Зато он не мешает. Конечно. И Д5 не продвинется, и Е5, чтобы пешки висели. Да, и пешки уже реально, потом ладьи работают, на ладью больше, и тяжелых фигур-то поровну. И, в общем-то, тогда вот уже сложно будет, мне кажется, пробить. Хорошо. Если черные холодно играют слон Е6, вот сейчас. А тут, наверное, уже может быть и Е5. Если что-то конкретное, ну давай заведем, слон Е6. Так, погоди. Вот так. Слон Е6, да, ну то есть пока ничего не боясь. Ну Е5, слон Д5, да, идея? Хотя, что за идея? Пробовать надо, или А3 сначала? Ну можно конь С4 сыграть, наверное, на Е5. На Е5, конь С4. Да, вот ты хотел коня на Б6? Ты его получил, да? Да, я тебе его перевожу. Понял. Вот, да, ну, ход ты развивающий, здравый вроде бы. Вот если не какие-то тычки, там, не знаю, Д5, Е5. Д5 взял, ушел, может быть, конь на Д6 неплох как раз. Да, да. Если не потеряются, то хорошо. Если сразу не выиграли ходом ферзь Ф4. Да, ферзь Ф4, вот там нет. Давай посмотрим. А, там будет А5 и на А3 слон С5. А, там ладец С1 сдался. Может выигрывать. Взяли, взяли. Вот куда ушел? Слон Д7, ферзь Ф4. А, больше на С8, что ли? Ну, пока попробуем культурно. Теперь на слон С5, Б4 не приятно. А слон С5, Б4 я хотел, а на взятие просто ферзь Д6 промежуток. Да. А тогда слон Д4, да? Ну, дай попробуем так. Хотя большой разницы я не вижу, почему здесь не так, допустим. Да, так. И просто ладья бьет С5 на ладец С8, да? Да, плохо. Ну, надо ходить уже Ж5, но это все, ферзь Ф6, это конец. Да, то есть есть кое-какие противопоказания, да? Ну, так, по большому счету. Неприятная позиция, да, да, согласен. По большому конец. А если, а что, ну, все. Ну, значит, слон Е6. Позиция ухудшилась, скажем так. А что делать? Ладью надо выводить. Может, Коми Б5 сыграть неожиданно? Ты знаешь, Коми Б5, я даже думаю, и слон Б5. Я думаю, что да, надо меняться. Взять на Б5 и все-таки проходная, чтобы была. А я там, наверное, взял ферзь Б3 и еще взял просто. Самый простой взял на Б5. Ну, жадность похвальная. Жадность похвальное качество. А почему? Вот хорошее. Для шахмата это важно. Для шахмата это очень важно. Я в своих комментариях без конца пропагандирую, что жадность это первейшее качество хорошего шахматиста. Как только вижу жадного человека, сразу думаю, вот это наш человек, он может хорошо играть в шахматы. Да, у черных проблемы есть, да, вполне очевидно. Причем вот как развиваться? Слон А5, что ли, сыграть? Я не знаю. Слон А5, слон Б6, может, как-то так. Когда слон А5, видишь, мы уже можем пойти Е5, и нет конь С4. Ну да, хоть конь Е8 придется играть. Потом же можно ферзь Е4 можно настраивать, и потом вызвать Ж6, ферзь Ф4, конь Е4, и там манкни за горами уже. Ну что, непростая позиция. Ну как-то ухудшилась, нет, за пару ходов еще? Или она была плохая, просто я не осознавал? Ну здесь слон Ф5 не лучше было? Ну, слон Ф5 с точки зрения развития, если ничего не теряет сразу, то, может быть, было все-таки лучше. Так, по крайней мере, после Е4, слон Е6 все намного лучше. Да, конечно. Невероятно. Невероятно просто. Ну, Шахриар можно понять. Он явно зевнул и хочет сохранить более сложный характер позиции, чтобы, ну, какую-то контр-игру... Это очень обманчивое действие. Оно зачастую приводит к ухудшению собственной позиции. Итак, дорогие друзья, я еще раз повторяю, если у вас есть какие-то вопросы, животрепещущие вопросы, пожалуйста, пишите нам в скайп на ЧЕС ТВ позывные. Ну вот, при желании можно даже звонить. Вчера мы пару раз вывели наших слушателей, зрителей в скайп, так что можно задать вопросы и голосом. Ну, большинство вопросов поступило просто в письменном виде. Я их зачитывал, в том числе и имя, фамилия задающего вопрос, так что это вообще самый такой практичный вариант. Ну что ж, значит, у Ароняна большой перевес. Кого мы еще не смотыли. Так, у Топалова с Анандом есть? Да. Ну что ж, получается так, что эти шахматисты строго следуют нашему анализу. Получается, Эншпиль с лишней пешкой. У Топалова одна лишняя, но реализовать этот перевес будет непросто. Ну, в смысле, если все-таки сохранить, то как-то можно, боюсь, не сохранить, нет? Ну, давай смотрите. Давай еще раз посмотрим. Вот если бы это был бы Ананд десятилетней давности, я бы ставил на ничью в этой позиции. Но сейчас, конечно, все возможно. Ладно, ладно. Ты лидера турнира не обижай. Я лидера турнира не обижаю. Вчера у нас Аронян был самый лучший, а Ананд так себе. А кто вчера сказал, произнес острую фразу, что сопротивляемость Ананда упала в последнее время? Так она, может, и упала, а что? Ну вот, здесь-то ему надо сопротивляться. Да нет. Сопротивляемость, когда плохо, когда она не чувствует скачать. Почему? Хорошо. Значит, произошел размен ферзей на e5. Открути, пожалуйста, пару ходов назад. Покажи людям, как, собственно, это произошло. Просто не все, может быть, это видели. Но вот сейчас перед Топалом стоит задача, как ему удержать эту пешку на c3. Потому что черные, естественно, собираются грубо и цинично навалиться на нее всеми возможными владельцами. Ну, для этого слон e6 наиболее, скажем так. Да, слон e6. Потому что если слон f5, то тогда 3-0, король на b2 встанет и как раз-то может он и защитит. А вот на слон e6 нет хода? Нет, нет, нет хода. Сам подумал. Может быть, слона на b3 перевести? Так не успеешь. Не успеваешь. Нет, идея-то хорошая. Ну, там пешка на b2 подвисает. Нет хода ладят c1, да? То есть на ладят c8. Да, вот не видно, как удержать одну пешку. И при этом... Ну, вот я пока не вижу, как удержать. Я пока не вижу. То есть не исключено, что Анан все-таки уравнял. Ну, это еще надо доказать. Вот сейчас наверняка Топалов... А у нас нет задержки, слушайте. Посмотри, что тут белый. Нет, вот черный, все правильно. Сереж, а если на слон e6 сыграть 2-0, вот неожиданно? То есть слон e6 2-0, ладья c8, ладья f на c1, ладья c5. Как же тут прицепиться-то к ферзевому флангу? Ты хочешь убрать, потом ладья... Не, не, ну не успевай, по темпу просто. То есть вот здесь пешка ct просто теряется сразу. Значит, надо как-то с участием короля работать. Пытаться как короля-то... a4, ладья c8. Давай еще раз попробуем. Вот в этот момент... А, вот такая позиция уже стоит. Слон e6. Король d2 смотришь, да? Ну, тогда ладья hd8. Шах и слон f5, ладья на d2 влезает. Все понятно, да-да-да. Поэтому я король e2 как раз предлагаю. Король e2. Мы ходили hf... Ну, ладья c8, давай пускай, да, на всякий случай. Здесь вроде никто не спрашивает. Ладья hc1, ладья c5. Потому что тут до конца никто не спросит, по-моему, ничья будет. А4, да, надо идти? Все ходы будут. А4, ладья c8. А4, ладья hc8. А, и ладья a3. Ладья a3, вот так вот, да? Так можно еще укрепиться. Кстати, король e2 вот так и сыграл Топалов. Видимо, он проделал все эти умозаключения, которые мы с тобой... О, вот так надо играть. Знаешь, вот лучше такая худая пешка, чем полная... Но это все равно пешка. Потом король на b2 придет, и как-то мы ее будем... Да, 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 да. Вот, вот, вот. Так что во встрече Топалов-Анант битва продолжается. И вот отлично мы идею нашли. Ладью на а3 поставить. Это хорошо. Вот это правильно. Итак, у Топалова все-таки есть небольшой перевес. И пусть... И пусть... Анант... Вот сейчас на экране вы видите, что он из Индии. Пусть Анант найдет четкий путь к равенству. А вот a6, b5, если все попытаться поменять. a6, слон d3, b4... Ну, пешка-то останется. Ладьян с1 просто сыграл. Нет, нет, я согласен. Аb, аb, ладьян b1. Так это 3 на 4, знаешь, без слонов это практически... А, слоны остаются, да? Слоны остаются. А, нет, там слон c4. Слон c4, не остаются. Не остаются. К сожалению. Да. И g4 успеваем сыграть. Ну, тут что-то, мне кажется, король далековато для g4. Я успею поменять, пока ты перекрываешься и ведешь. Ну-ка. Ладья a3. g4. Вот если успеваем g4, короля подвести. Ну, если ты успеваешь по 5-й остаться. А если я вот сейчас вот все разменяю, будет быстрее ничья случится. Да. Даже ладья a1 судей, ладья h1 тоже был не дурной путь, потому что там повторение х1, просто автоматом возникнет. Ну, тут аж 4, да, это все. Ну, вообще ладья a4, все сменяют. Ну, скажем так, тут тоже еще ничего делать надо, но это, в принципе, не так сложно для командистов такого уровня. Да. В общем, ананас сейчас все рассчитают. Хорошо. Есть партии и поинтереснее. Так, Павел Гирей, Павел Гирей-Карасов, так, минуточку. Итак, нас спрашивает зритель, почему в этом турнире не участвуют Гельфанд и Накамура? Ответ простой. Не отобрались, дорогие друзья. Турнир не резиновый, всего лишь 8 мест. И Накамура, и Гельфанд участвовали в серии Гран-при и просто-напросто не смогли занять одно из первых двух мест. Поэтому в турнире играют Топалов и Мамедьяров, а не указанные шахматисты. Все очень просто. Вчера, примерно, такой же вопрос был, то есть, каких шахматистов не хватало, но это вопрос. И второй вопрос, является ли сегодняшний зевок Мамедьярова следствием вчерашней партии? Ну, не то чтобы прямым следствием, но вчерашняя партия стала немножко такой симптоматичной. Судя по тому, как быстро Мамедьяров выпустил вот этот перевес, может быть, он сейчас не в самой лучшей форме, но вот сегодняшняя партия показывает, что это совершенно очевидно, потому что гроссмейстер такого уровня не имеет права зевать такие вещи, как конь Дэйч. Это да, но еще, мне кажется, все-таки подход немножко неправильный был, то есть, не надо было торопиться. Начал думать, когда совсем плохо стало, это как-то не очень профессионально. Шахляр, выражаясь любительским языком, он просто шлепнул. То есть, вот ход конь Е7, это, ну, шлепнуто было по доске, он считал, что другого хода просто нет и не дал себе труда подумать. Но это, конечно, действительно с его стороны было неграмотно. Хорошо. Ну, с другой стороны, болельщикам Мамедьярова не стоит сразу там как-то очень сильно расстраиваться. Во-первых, это только начало турнира, во-вторых, он еще не проиграл. Он еще сейчас будет сопротивляться, неизвестно, чем дело кончится. Так, ищем живые позиции, ищем живые партии. Так, сыграл как-то у нас Шахляр принял решение, вот интересно. Ну, просто раз по порядку идем. Ф6. Ф6. Слушай, нетривиальное решение. Ну, видимо, другого не было. Ну, мы с тобой вообще не смотрели. Мне, честно говоря, пипешки на А6, ход Ф6 совсем в голову не приходил. Мне Ф5 приходил. Во всяком случае, хода Е5 теперь нет, да? Ф5 приходил даже на Е5. Ф5 приходил? Ну, как приходил, когда делать нечего. Такими находками надо было делиться. А я не успел. Нет, я все равно как бы не считаю, что после этого я какие-то проблемы все равно не решал. Ф5, и на Е5 конь Е4. Ну, да, так хотел. Наверное, все равно плохо. А что, это было бы интересно. Ну, интересно, но нам, конечно, интересно, когда ты так сидишь. А вот Шахляра, наверное, не очень. Ну, тут, наверное, уже хорошо быть не может, когда еще и белые поля, да? Наверное, можно играть неторопливо. Король Ж2, ладью вывели. То есть, там, конь Ж4, конь Е4. Король Ж2, конь А3, конь Ф4 тоже так. Ничего. Есть у белых такие планы усиления позиции. Ну, черные зато получили возможность сыграть слон Е6, да? Слон Е6, где-то ладью вывести, может на пешку Д4 надавить. То есть, если вот что сейчас может быть, какая мечта у Шахляра? Вывести ладью на Д8, слона перевести на Б6, надавить на пункт Д4 и съесть эту пешку. Ну, это мечта. А, как сказать, а пункт один, планы, это пока просто, чтобы пешки не продвинулись, удержаться. Конь Е7, слон Е6, как угодно встать. Ну, я думаю, слон Е6, это первейший сейчас ход кандидат за черных. Все-таки доразвиться надо. Вот сейчас мы видим, как Шахляр Мамедяров немножко успокоился. Вот сейчас прохаживается между столиками. И компанию ему пытается составить Петр Свидлер. Но, конечно же, у каждого здесь свои пути дорожки. Во время турниров по швейцарской системе часто можно видеть, как шахматисты ходят между столиками, перебрасываются друг с другом какими-то фразами. Но здесь все настолько серьезно, что шутки-прибаутки здесь неуместны. Каждый погружен в себя. Это значит, что в швейцарских турнирах судьи за всеми следить не могут. Вообще разговаривать-то нельзя. Разговаривать нельзя, но все мы знаем. Да, но тут, знаешь, поговорить уже совсем нельзя. Конечно, все пытаются поговорить. Ты знаешь, если бы в этом турнире был Майкл Адамс, я думаю, Петр Свидлер обязательно бы с ним разговаривал по ходу дела. Они такие друзья. Но вот сейчас нет людей, с которыми можно перебрасываться. Я думаю, Петр Свидлер бы разговаривал с любым англоязычным шахматистом, кто бы не играл. Да, а кто у нас здесь англоязычный? Не помню. Я говорю, что нет. Нет никого. Он уходит одинокий. Давай посмотрим. Мне бы что-то хочется Крамника посмотреть. Крамник там даже долго думал. А вот он сейчас совершил тоже проход по турнирной площадке. Сходил, я и говорю. Думаю, что он принял какое-то решение. Конь Ж3 пошел. Ну, собственно, первое, с чего мы начинали рассмотрение. Да, и на конь Ж3 очевидно, что ждем хода слон С6, потому что допускать коня на Е4, но вот лично мне кажется, что это смерти подобно. Ну, другая стратагема какая может заключаться? В том, что коня на Д5 поставить и ждем коня на Е6 белого, да? Мы его сразу-то не дождемся. Мы получим слона на Ж5, потом мы получим пешку А4, А5. Да. Нет, я все-таки к слону С6 склоняюсь. Немедленно причем. Слушай, Сереж, а на слон С6 нет хода ладья Ф на Б1? А5. Мне уже деваться некуда, мне кажется. Судей ладья Б4 где-то до пешки Е6 добраться. Ну, опять, да? Опять. Опять не портит. Аж 4 пока. И вот я хочу посмотреть, куда черный король пойдет. Да никуда он не пойдет. Где-то здесь он будет, на Д7. Да, вот это правильно. Здесь уже 3-0, а все-таки нехорошо. Ну, ты можешь дальше пойти, кстати. Так, в принципе, достаточно логично играешь. Ладья, что, ладья Ж8, да? Позиция-то жутко неприятная для игры. Неприятная, конечно. Ну, можно взять на Ж6, пока, может быть, и не брать даже. Ну, взять, знаешь, может быть, я... Не, ладьей, наверное, не смогу взять после ФСШ-5. Ты можешь здесь взять, взять, вот теперь взять, да? А, и на Б7 висит, кстати, да? Ну, вот... На Б7 конь Д5 нет хода, да? Ну, ладья А7 приходится. Ну, вот я... Ладья А7... На Рошарагу так как-то, да? Ладья там одна... Я вот терпеть не могу позиции именно играть. Когда у меня ладья вообще не соединены, никаких шансов их как-то заставить играть по какой-то одной... То есть, одна защищает королевский фланг, другая ферзевая, король один посередине. Да, неприятная ситуация. То есть, это всегда неприятно. То есть, координация фигур просто плохая, и, конечно, ну... Что скажешь? Молодой россиянин пока... Например, ФСШ-5, да, надо ходить? Пока гнется под давлением опытного. А может быть, ничего после ФСШ-5? Ну, ФСШ-3 сыграл. Ладья А7-4. Коинь С4. Как раз может быть... А, вот... Как раз по белым полям как-то встал. А если ФСШ-4 зашел? А куда зашел? В печень. Печень. То есть, ладья С6. Ладья Ф7, да? И вроде все держится. Но если все удержится, будет хорошо, кстати. Коинь С4, Б5 будут... Уже на Ж2 провисло. Да, нет, нет. Тогда понятно, почему думает Крамник. То есть, вот если такие легкие ходы набрасывать, то получается, что... И нет такого прямого... Выигрыша. Ну, КНH5 это некорректно, конечно. Жертвы, там король убегает, ладья НХ8 не гибает. Король пойдет на С8. Да. Может быть, тогда ладья А5, я вот думаю. Но ладья А5... Ладья А5 вот здесь, давай за рулем. Ладья А5, сиди и ладью на С5. Это концептуально, конечно, если честно. Да. К тому же всегда жертву качества будет пустым. Ну, это не страшно. Никогда не бывает. А, всегда здесь висит, да? Здесь висит. То есть король d7, конь на d7, конь a4. Похоже, конь на d7 просто надо играть, да? Тогда он на d5 никогда не попадет. Может быть, мы хорошо подманили его. Может быть, даже ладья b1, садил ладья b4 здесь уже есть сильно довольно. Там пешка на e6 просто может пасть неожиданно. Ладья b1. А, вот. И ладья b4. Ну, тогда ферзь c3 я побью уже. Тут как-то может быть слон король f7, что ли? Конечно, страшно это все. Но король f7 чуть ли не единственный ход, да? Думаешь? А тут тогда вот с этой стороны начнешь. Что-то d5 никак? А, d5 с идеей e6, да? Так идея-то есть пока. Я не могу понять, как это лучше сделать. Ладья b4, да. Ладья b4 и ладья d5. Так, все. Ферзь c6 был ход. А, ферзь c6, прошу прощения. Ферзь c6. Ну, здесь еще как-то куда не шло. А, как не шло? Неужели тут ничего не будет? Ну, c4, комбит e4, тоже неплохой путь. Ну, там без форточки. Меня что-то немножко смущает, что форточки нет. Ну, ничего. А где? Где-то сказаться может. Вот тут какая-то тактика, где-то мы пропустили. Мы пропустили. Ясно тактика, да. Что-то тут должно было быть. Да, счастливые обладатели компьютеров наверняка найдут тут какие-то выигрывающие продолжения. Но мы не будем этого делать. Ладно. Да. Честно говоря, это очень. Тем временем Андрейкин потянулся куда-то в белый лагерь. Вот пытается что-то он у Свидлера съесть. Давай мы попробуем предвосхитить эти его действия. О, доктан. Неожиданно. Так, что последовало после ладьяев Д1? Давай по порядку. Ладья Ц8. Ладья Ф1, ладья Ц8. Конь Д5. Тут мы разошлись. Конь Д5. Ну, вот здесь я говорил, что ход А6. Ты говоришь, что она была наоборот. Стоять ничего не делает. Ладья Д8 не трогает. А то все наоборот. В5, да? В5 жесткий ход. А, смотри, какая идея. Эта идея я сейчас покажу. Идея, видимо, на ЦБ. Ну, конем на Б4 пробить, да? Слон Д5. Слон Д5 и конь Б4. Ферс на Ж5 пригодил. Ну, это ловушка сезона, да. Ну, это понятное дело. Так, Ферс на Ж3 последовал ход. Ну, видимо, надо брать. И на Ферс на Ж3 мне показалось, что Дрекин уже взял. И вот Петр думает, надо ли брать на Ф6. Но по виду надо. Почему? Ну, хочется. Хочется. Потому что хочется, да? Ну, наверное, надо все-таки, да? Потому что если взял, то конь Е4, ЦБ. Так же слон Д5. Слон Д5 и конь Б4. Да, опять та же самая. Да, слон Д5. Если БЦ, то конь С3. А если взял, то конь Б4. Ну, то есть, скорее всего, надо. То есть, давай посмотрим, что получится. Взял. Да. И хотим взять на Д6. Но все-таки небольшая структура тут будет. Так, наверное, БЦ. БЦ, да. БЦ, ладья Д6. Пологичнее, чем слон С4. Хотя шахмата игра конкретная. Ладья Д8, да? Взяли-взяли конь Е3, да? А, конь Е3 на Б4 висит. На Б4 висит. А что же делать-то? Ну, тогда, значит, не взять, и надо сглаиваться. А все равно, тогда конь Д4 висит. Не, ну, ладья С, Д1. Да, король Ф8, король БС. Да, я боюсь, что конь Д4 и проскочит пешкой. Пешка С прошла, да? А тут, кстати, это, вполне возможно. Ой-ой-ой. Да, так без фигур можно остаться просто. Ну, то есть, покажу, конечно, до конца. Ну, Андрейкин молодец тогда. Андрейкин тогда просто молодец. Просочилась пешка. Вот. Но ход Б5 оказался достаточно мощным ресурсом, да. Ну, давай сразу скажем так, это, может, пока нет катастрофы. Не надо только углубляться белым на Д6. Может быть, какие-то, что-то здесь в своем лагере. Ну, взять и король Ф1 просто пойти. Да, да, да. Взять и король Ф1 потянуть батю в центре, да. Вот. Хотя, честно говоря, не выглядит, что именно в плане борьбы за перевес, что это как-то глобально. В плане борьбы за перевес, вот, я случайно подсмотрел, что здесь компьютер рекомендует ход Ф2, Ф4. Вот, ничего себе. Ну, с идеей Ф5 просто задавить. Да, конь Ф6 сыграно. Да, вот интересно, видит ли Петр этот ресурс. Взяли-взяли, аж же. Заведи, Сереж. Новый ход, да? Ага, все-все-все. Братец просто. Новый ход. Ф4, да? Ф4, да. Идея Ф5 сыграть. То есть, взяли-взяли. И вот теперь не ладья бьет Д6. Вот, дорогие друзья, вот сейчас этот момент. Вот, если Андрей Кен берет БЦ, то Ф4 какой-то неприятный ресурс, потому что от Ф5-то как защищаться? А, слушай, а может быть, это слоном на Ц4? Тогда можно слоном взять с этой же идеей. Но Ф4 такой неочевидный ресурс. То есть, вот, издалека действительно хочется ладья бьет Д6 автоматом взять, а Ф4 с идеей Ф5, ну, во всяком случае... А это вот, скажем так, ну, давай дальше-то посмотрим. Е, Ф, Ж, Ф, Ф5. Насколько все трагично? Ну, не трагично, просто разрыв пешек получается. То есть, взяли на Ф5, конь Е3, конь Ц4. Может, тут вообще Ж4 есть еще? О, ну, это совсем лихо. Не бывает так? Да я бы просто взял на Ф5, конь Е3, а зачем вообще мудрить-то? Конь Е3, конь Ц4 просто... Нет, так тут играть нечем скоро будет, я просто из этих соображений. А-а, там на Б4, правда, висит, да? Нет, ну, в смысле, может быть, так можно, я не знаю, не исключено. На доминацию сыграть, да? Нет, ну, до этого-то мы вообще считали, что Чоном чуть ли не лучше. Здесь все-таки белые играют на перевес. Да, да, согласен. Ну, можно посмотреть слом бьет Ц4, да. Альтернатива, почему сейчас Андрейкин думает, он смотрит слом бьет Ц4? То есть вопрос в том, вот в чью пользу вот такое изменение структуры. Вот так чисто визуально, конечно, в белых. Вот в смысле слоном или без. Здесь просто ладья Д6, ладья Ф6 где-то грузит. А, ну, надо динамику посмотреть, ладья ФД8 все равно. Можно, да. Здесь уже, слушай, здесь все-таки и это не так страшно, нет? Потому что это конь Е3 для белых. Может, так вообще надо? Может, так вообще надо? Да, попробуем. Ладья Д8, конь Е3, да. Взяли на П4, вот А3. Может, ладья все-таки, и ладья зашла в тыл туда? Чтобы Ладья А3 тоже оставить пешку нехило. Я просто знаю, что при коне, когда ладья с конем, и один конь на Ф5 около короля, это может вообще опасно всегда быть. Даже когда пешек почти нет. Так, а что еще? Если не ладья ФД8, то что еще? Ладья Д4, но это не равен. Ф3 больше сильно не меняет, потому что конь Ф5 и все то же самое. Ага, то же могут быть проблемы у черных. Скажем так, вот чисто визуально, конечно, оставить слонов-то хочется для черных. Конечно, слон на Е6 такой крепкий, укрепляющий. Кстати, БЦ-то наиболее вероятно, объективно говоря. Вот так, с позиционной точки зрения, БЦ просто напрашивается. Если не задумывался и не искать хода Ф4, то, конечно, БЦ надо бить. Вот просто плотненько так, слон на Е6 защищает. А если здесь начать с король Ж7, тогда... Под конь Е3 все равно встанешь. Конь Е3 и даже... Конь Б4, конь Ф5. Да нет, там на А6 висит, на С4 висит. Да. Нет, ну надо терпеть. Вот смотри, конь Е3, ну надо терпеть. Вот мы же все правильно смотрим, а Три, ну надо терпеть. Ну а что делать? Ладья С4, ну конь на Д4 пошел. Ну терпеть надо. Погоди, ну хорошо, ну ладно, я отдам на А2, попробую на доминацию. Я так говорю, что... Интересно, да, конь А2. Ну, во-первых, конь Д5 и попытаться поймать, это первое, что... Второе, конь Ф5 и просто на доминацию. Или это мало, ладья А8, да? Ну ладно, что-то надо делать, давай, конь Д5 пойду. Ну, может быть... Все равно А5, да? А5. Теперь белым будет не так-то просто съесть и на Ф6, и на А5. Это да. Одну из пешек съедим, конечно. Ну да, я пробовать съел. Да, король Ж7. Шах. Король Ж6. А если конь Д5 вернулся просто? Конь Д5, ну... Что тут, Ф5 или что-то? Надо как-то рвать здесь, рвать ситуацию. Ф5 как бы себя не порвал после влади А7. Ф4 сыграл. Все, БЦ, Ф4 сыграл. В общем, альтернатива не понравилась, и вот теперь Свитля, конечно, очень сильный ход. Ф4 сделал, и теперь у Андрейкина... Андрейкину надо искать упрощение. Вот то, что... То есть ЕФЖ, Ф5, кстати, выглядит достаточно резонно. Ну, давай смотреть. Давай, да. Да, так, наверное, и будет, честно говоря. Да, так и будет, потому что... Самая типовая реакция, да. Взял, 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 конь Е3, наверное, да? Ну, слон С4, там на Б4 провисает, наверное, не то. Так, теперь ладья Е8 есть ход. Вряд ли. Ну, он ничего не меняет, виду, король Ф2, на самом деле. А, еще и ничего не меняет. Еще и ничего не меняет, да. Нет, ну, там бы, знаешь, там бы сгодился. Там бы слон Д3 был. Ну, давай все-таки посмотрим, вот это, насколько опасно. Взял, взял, и конь Д5 вроде бы как, да? Или конь Ф5, или конь Д5. То есть один из заходов. Нет, конь Ф5, цедей ладья Ц6. Конь Ф5 тоже ничего. Но конь Д5 на Б4 с сил вот тоже неплохо. А после конь Ф5 как играть вообще? А ты думаешь, конь Ф5 в ходу не найдем, да? Нет, я не то, чтобы не думаю, я просто пока не вижу ответа четко. Ладья Ц6 грозит, да? Хоть королев Ш8 играет, да? Король Ш8 за конь Д6. Да, ну вот я и говорю, что что-то какие-то... А это доминация не осталась. А ладья Е8, конь Д6, да? То есть чем ходить вообще черным? Я не совсем понимаю. Ну, в общем, где-то вот в таких вариантах, наверное, Петр Свидлер... А здесь и конь Д5, здесь что-то как-то сразу не то. Ну вот, вот есть проблема черных. Тогда давай будем смотреть ладья Е8. Какая только. Ну вот это. Конечно, это тогда конь Ф5 попадет. Ну, попробуем. Что-то подвигать надо. А если конь Ф5 и ладья Б4, там развяжется вообще черный? Может, нет. Я почему-то и хотел. Ну, то мне что-то другое не нравится. Давай посмотрим. Ну, а так я бы король Ф2 сыграл спокойно. А король Ф2? Да, тут мне король Ф2 не нравится. Теперь слон Д3 нет, на С6 провисает. Да, ну вот ученых проблемки. Проблемки, проблемки. Так, если... На слон С4, конь Б4. А конь куда уйдет? Вообще конь с Б4 куда идет? Если мы ладья Д6 и ладья С4. А, вот так, да? Ладья Д6 и ладья С4. Там никто не запутается у черных. Ладья Д6. Мне вообще не нравится у черных уже совсем. Ну, да. Ладья Б4 просто побел. И дальше ладья С4, да? Ладья С4, да. Тут все поровно еще. А фигуры все висят, да. Если пешку на А2 нельзя съесть, то можно где-то остаться... А на А2, наверное, нельзя просто от ладья А6. Ладья А6, да. Ну, как-то это выглядит очень, очень уж совсем без... Так уже все. Ну, да. Без фигуры уже ставим где-то просто. Так что, в общем, дорогие друзья, похоже, что Свидлер поймал Андрейкина. Вот этот ход Ф4 оказался очень мощным. Очень мощным. И теперь у черных есть сколько? Угрожает Ф5. Просто слон на Д7, ладья Д6, совсем другой калинкор. Совсем другой калинкор. А может, С3 сыграть здесь? На А2 съесть? Там на А6. На А6. Да. Слон А6, Б5, ладья Д6. А если посмотреть, вот, что будет, вот, совсем играет УПА. Да, он Ф5 отошел. Ага. Ну, откушал на Д6. Или на С4. Ну, как-то и так, и так перспективно очень. Да, С4 еще и на А6 зависли. Да, С4, наверное, еще лучше. На А6 зависло, Конь Е5 не дал, Слон А6. Совсем неприятная позиция. Да, да. Ну, в молоде Д6 еще, как-то Конь Е5, а может, какую-то активность там. Ну, на А6 же тоже отдал. Ну, там что-то, знаешь, Конь Д3 начинал. Вот так-то вообще непонятно чего. Да, да, конечно. На С4 это жирная пешка съела, и все. Так, ну, мы что-то немножко увлеклись, дорогие друзья. Давайте так, мы сделаем сейчас перерыв. У нас сейчас все-таки небольшой затишь есть. Мы делаем перерыв, и я вижу, у нас поступили еще вопросы. Мы после выхода эфира, мы их огласим и ответим. 5-7 минут можно расслабиться и выпить чайку. Дмитрий Андрейкин появился на свет в 1990 году, который оказался богат на шахматные таланты. Его конкуренты-ровесники были очень сильны. Магнус Карлсон, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Ильдар Хайрулин, Иван Попов. Однако Дмитрий не только не затерялся в этой звездной кампании, но и стал одним из лидеров своего поколения. Вершиной его успехов среди юниоров стало звание чемпиона мира до 20 лет, завоеванное в 2010 году. В 2012 году Дмитрий выигрывал почти все турниры, в которых принимал участие. Стал победителем высшей лиги чемпионата России, а затем и суперфинала, опередив на тайбрейке Сергея Карякина и Петра Свидлера. Выиграл матч чемпионов у Яна Непомнящего. В том же году он взял несколько первых мест в сильных турнирах по быстрым шахматам. Летом 2013 года Андрейкин впервые пробует свои силы в супер-турнирах. Мемориал Таля Дмитрий проходит без поражений, показывает лучший результат среди россиян и делит третье место. В Дортмунде поражений избежать не удается, но Андрейкин наращивает мускулы для самого значительного успеха своей карьеры – выхода в финал Кубка мира. В норвежском Тромбсе Дмитрий обыгрывает Дреева, Карякина, Свидлера, Томашевского, но в решающем матче уступает Крамнику. Быстрый и точный расчет сложных вариантов, трезвая оценка позиции, грамотная турнирная стратегия и психологическая устойчивость – главные качества, которые позволяют Андрейкину рассчитывать на самые высокие достижения. Ливон Аранян начал играть в шахматы в 9 лет, а уже в 12 стал чемпионом мира среди юношей. Он еще не раз добивался побед в юношеских турнирах, а наиболее важным для молодого шахматиста стал успех на турнире в Гоа в 2002 году, когда Ливон стал чемпионом до 20 лет. К этому времени его семья переехала из Армении в Германию, где Аранян живет и по сей день. Титул шахматного принца помог гроссмейстеру в карьере и убедил в правильности сделанного им выбора. В середине нулевых к Араняну пришли первые крупные успехи в международных турнирах. Первый этап карьеры завершился победой в Кубке мира в Ханты-Мансийске в 2005 году. После этого армянский гроссмейстер получил возможность регулярно участвовать в претендентском цикле. Вскоре он прочно прописался в элите. В его активе первые места в сильнейших соревнованиях нашего времени – Вейконзее, Ленаресе, Мемориале Таля, Бильбао. В 2009 году Ливон досрочно выиграл серию турниров Гран-при Фиде. Аранян – отличный командный игрок. На протяжении многих лет он возглавляет сборную Армении и трижды приводил команду к победам на Олимпиадах и однажды к победе на чемпионате мира. Аранян – еще и признанный мастер быстрой игры. Он не раз побеждал в Монако и Маенце. По состоянию на 1 марта 2014 года рейтинг Араняна достиг рекордной для армянского шахматиста величины – 2830. Этот гроссмейстер на протяжении многих лет удерживает вторую строчку рейтинг листа, а чемпион мира Магнус Карлсон называет его своей главной угрозой. Петр Свидлер родился 17 июня 1976 года в Санкт-Петербурге, где живет по сей день. Петр начал заниматься шахматами в 1983 году. Быстро пришли первые значимые успехи. В 1991 году он разделил победу в чемпионате СССР среди юношей и первые третьи места на чемпионате мира до 16 лет. В 1994 году стал чемпионом мира среди юношей до 18 лет и получил звание гроссмейстера. В том же году он впервые стал чемпионом России. Это звание он завоевывал еще шесть раз – абсолютный рекорд. Петр быстро выдвинулся в число сильнейших шахматистов России, а впоследствии и мира. Много лет петербургский гроссмейстер выступал за сборную России и, как правило, очень удачно. В его активе пять золотых и две серебряных олимпийских медали, а также победа на командных чемпионатах Европы и мира. Несмотря на впечатляющие результаты, многие специалисты считают, что Петр мог бы добиться еще больших успехов. Настолько велик его шахматный потенциал. Свидлер – превосходный тактик. В его активе множество красивых партий и победы над лучшими шахматистами мира. Шахрияр Мамедьяров родился 12 апреля 1985 года в Сумгаите. Играть в шахматы его научил отец в 1993 году. В том же году он начал посещать занятия в шахматной школе. Юный шахматист не раз добивался успехов в детских турнирах и стал единственным игроком в мире, который дважды побеждал в чемпионатах до 20 лет. Семье Мамедьяровых принадлежит еще один рекорд. Старшая сестра Шахрияра Зейнаб и младшая Тюркан – тоже носители высшего шахматного звания. В последние годы Шахрияр существенно переработал свой стиль. Стал более универсальным и гармоничным игроком. Атака по-прежнему его стихия, но он обновил дебютный репертуар, стал более техничным и гармоничным. Шахрияру удалось выйти на новый уровень, а 2013 год стал для Мамедьярова исключительно успешным. В июне он выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам, а чуть позже закрепил свой успех, выиграв престижный турнир Парапиду в Женеве. Став одним из победителей турнира в Лондоне и выиграв этап в Пекине, Мамедьяров занял второе место в Гран-при Фиде 2012-2013 года. Шахрияр доказал соперникам и болельщикам, что готов к покорению самых высоких шахматных вершин. Владимир Крамник родился в Туапсе в семье художников. В шахматы его научил играть отец. Владимир быстро стал перворазрядником, затем кандидатом в мастера, чемпионом города среди взрослых. В 11 лет его партии попали в руки Ботвинника, который высоко оценил талант юноши и пригласил его на сессию своей школы. Крамник стремительно прогрессировал, был чемпионом мира среди юношей до 16 и 18 лет, а в 1991 году стал международным гроссмейстером. Его первый громкий успех связан с выступлением на Олимпиаде 92-го года в Маниле, когда юный гроссмейстер набрал за команду 8,5 очков из 9. С этого времени Крамник стал постоянным членом сборной России. Побеждал на Олимпиадах в 92, 94 и 96 годах, а в 93 он уже был претендентом на шахматную корону. В 1995 году Гарри Каспаров пригласил Владимира Крамника помогать ему в матче за мировую корону с Виши Аннандом. Этот опыт впоследствии пригодился Крамнику, когда он в 2000 году в Лондоне обыграл Каспарова и стал 14-м чемпионом мира по шахматам. Владимир Крамник удерживал титул с 2000 по 2007 год. Он сыграл матчи за первенство мира с Петром Лека, 2004 год Бриссаго 7 на 7, и Веселином Топаловым, 2006 год Элиста 8,5 на 7,5. В 2007 году Крамник разделил второе место на турнире в Мехико, где чемпионом стал Виши Аннанд, с которым Крамник впоследствии сыграл матч-реванш. 2008 год, Бонн, 4,5 на 6,5. В 2013 году Крамник поделил с Карлсоном первое место в турнире претендентов, но дополнительные показатели оставили его на втором. За свою блистательную карьеру Крамник выиграл более 50 турниров. Ему принадлежит своеобразный рекорд. Супер-турнир в Дортмунде Крамник выиграл 11 раз. В 2013 году в норвежском Тромсе Крамнику покорилась, пожалуй, последняя неизведанная вершина. Владимир выиграл Кубок Мира, подтвердив свою силу в нокауте. Как и большинство выдающихся гроссмейстеров, Крамник обладает универсальным стилем игры. Но все же эксперты отмечают его блестящую дебютную подготовку, редкий дар позиционной игры и исключительный профессионализм. Как и многие другие звезды первой величины, Сергей Корякин родился в урожайном 1990 году. Когда Сереже было 5 лет, отец показал ему, как ходят фигуры. Через два месяца Корякина отвели в шахматный кружок Дома пионеров в родном Симферополе. Талант Сергея проявился рано, и для его огранки Корякин переезжает в Краматорск, чтобы заниматься в знаменитой школе шахматных звезд. В 2002 году Руслан Пономарев включил Корякина в свою команду для подготовки к матчу с Иванчуком в финале чемпионата мира ФИД. Бесценный опыт помог Корякину стать самым молодым гроссмейстером в мире. Он получил звание в 12 лет. Классический вундеркинд. Он рано связал свою жизнь с шахматами, и всю ее подчинил достижению главной цели – стать чемпионом мира. В 2009 году молодой шахматист поменял украинское гражданство на российское. Он прочно вошел в состав сборной России, а с 2011 года обосновался в мировой десятке. Сергей регулярно выигрывает супер-турниры. Самый большой турнирный успех пришел к нему в мае 2013 года в норвежском Ставангере. Чистая победа впереди Карлсона, Ароняна, Ананда. Корякин силен не только в классике. Быстрые шахматы – родная стихия Сергея. Он становился чемпионом мира Парапидо в 2012 году. Два экс-чемпиона мира – Веселина Топалова. Здесь есть лишняя пешка. Классический эншпиль 4 на 3, но выиграть практически невозможно. К тому же черные могут сыграть аж 7, аж 5. Я думаю, могучей рукой. Так сейчас Ананда и делает. В эфире для вас работает Сергей Шипов и Сергей Рублевский. Ну что, ничейное окончание. Сереж, я думаю, не лишним вспомнить, что его проиграл Каспаров Пикетту в конце 90-х. Знаешь, как он его проиграл? Белые поставили. Изучали на сборах женской сборной. Пока пешка стоит на H2, еще его можно было выбирать. H2, G3, F4, E5. И дичащий запас прочности. После того проигрыша Каспарова я видел статью Авербаха на эту тему. Он тоже показал 15 способов сделать ничью. Но все равно с практической точки зрения шансы еще маленькие есть. Но я не верю, что Анант повторит такой вот печальный опыт Каспарова. В общем, здесь нас ждет урок техники. Я знаю, это Павел будет играть почти до голова. А вот, кстати, он сыграл H3, лишив себя всяческих шансов. Ну, тут, скажем так, шансов чуть-чуть. Там и там их не густо, если знаешь. Нет, ну, после H2, H3 видно, что человек не изучал окончания пикет Каспарова. И, соответственно, уже нет. Мне кажется, здесь Ананду трудно проблему же поставить. Можно стоять и смеяться. А ты объясни, кстати, зрителям, в чем разница? Разница в том, что когда черные и белые поставят цепи и пешку на E5, ну, это они могут сделать пешку на F4. Вот, скажем. Вот. Да, да. Вот здесь, чтобы понятно, о чем. Вместо H3, ну, можно просто подвигать ходы, да? Ну, дольше будет. Мне кажется, я объясню, безыски будет нормально. Ну, давай, давай словами. Пешку белую переставят на E5. Этому черные, наверное, подвятывать не смогут. Потом поставят пешку на F4, пешку поставят на G3. И король имеет шанс просочиться на G5 через G2 на H3. Да. Теперь такого шанса уже нет. То есть пешка должна, когда при пешке на H3, и вот этой цепи просто белые на G5 не попадают. А Пикет как раз попал с Каспаровым, да? Пикет вот так вот и обошел. Он попал еще. Там уже надо короля на G5 не пускать и встречать король H6. Один самый правильный путь. Или уже правильно расположить ладью, Каспаров ее расположил вот так, как не надо. Ну, скажем так, там уже надо что-то думать. А здесь, скорее всего, просто H3, да. Здесь белые хотят, видимо, проходную, не проходную, пойти G4, разменяться, поставить пешку на G5 и дальше пытаться. Ну, честно говоря, там все заканчивается. Потом 3 на 2, потом 2 на 1 получается. И достаточно, скажем так, примитивный. Сидеж, меня смешит оценка компьютера. Просто видите на экране. 1.75. Почти две пешки в пользу белых. Более неадекватные оценки трудно придумать. На самом деле, позиция легко ничейная. Ну, знаешь, там бывает еще слона белопольного добавить. Можно вроде в голову короля. Нет, сейчас компьютерные программы равенство пишут. Да, вот раньше, в середине 90-х мы так смеялись над этим делом. Но сейчас 1.75, но это совершенно неадекватная оценка. Я не знаю. То есть, я замечал, есть такая оценка владельных. Нет, ну, мне кажется, это просто недостаточно. Я даже не знаю, как объяснить вот эту оценку. Она просто настолько не соответствует истине. Ну, понимаешь, все-таки компьютер. Вот сейчас пешку Е3 переставляем на пешку Д4. Ничья уже очень непростая. Конечно, да. Переставленный на артикаль Б, можно сдаться. А разницы большой для компьютера, по-моему, нет. Ну, ладно. Хорошо, не будем эту тему поднимать. Итак, гораздо более интересные события происходят в других партиях. Храмник Корякин. Давайте посмотрим вот эту ладью на Ц5. Присмотримся. Ну, что у нас было? Мы долго и упорно здесь смотрели все ходы за белый. В конце концов, доходы ладья опять дошли. Три нуля. Вот этого мы не смотрели. Ладья Ц5, ферзь Б3. То есть Корякин демонстрирует хладнокровие. Ну что, жертвовать ли качество на Ц6? И делать ли это прямо сейчас? Вот в чем вопрос. Ну, я бы, конечно, сначала форточку сделал. Ладья 1, аж 4. С4. Вот это да. Погоди. Ты как-то переоценишь позицию. Я думаю, все-таки на Аш 3 нет времени. Слон Д5. Черные же одну из основных проблем решили. Убрали короля центра. И на А7 даже не отдали. Мне кажется, Владимир, правильно делать. Если что-то хочешь делать, надо это делать немедленно. Ну, концептуально правильно. Опять-таки, может быть, конкретное провержение. Ну, по ситуации, конечно, да. Просто на слон Д5 я думал, конь Е4 можно уже съесть. Раз черные потратили темпы, потом уже заниматься своими делами. Ну, хорошо, он сыграл С4. Не пускает черные фигуры на Д5. Но это очень жесткий путь. То есть теперь белый угрожает ходом Д4-Д5. Вот она, пешечка идет на Д5. Но если черные, допустим, холодно сыграют как-нибудь Король-Б8. На Е6. Взял. Да, взял, действительно. Не, ты знаешь, может быть... Король-Б8 уже сыгран. Между нами, вот... Тем не менее, да. Вот, да, ты будешь смеяться, но Король-Б8 сыгран. Не на Ферзь Е8, Владимир, Де8. На Ферзь Е6, Владимир, Де8. А почему Владимир, почему не Владимир? А так, Ферзь Е7, что-то мне не хотелось на Ф7 пускать его. А если еще повторить? Нет, ничего страшного. Можно, да. Конь С4. Конь С4, да. То есть вот здесь совершенно непонятная позиция. Конь на Е3. На Е3. А если слон ушел, на Д4 повисает. Ну вот пока призадумался. Крамник, ну, очень сложная позиция. Безумно сложная позиция. Ну, а с другой стороны, альтернатива какая ходу Король-Б8? Слон-Д7, что ли, играет? Совсем просто. Я Е8. Д5, слон-Д7. Но это еще хуже смотрится. Нет, нет. Ну, Король-Б8, ну, нормальный, здравый такой, инстинктивное решение. Мне кажется, позиция очень конкретная. Я согласен, что здравая, но слишком конкретно тут все-таки надо. Нет, ну, если хоть Король-Б8 не проигрывает сразу, то его хочется сделать. Ну, если Ферзь Е6, да, есть Ладья Е8. В общем-то. Ну, возникает вопрос, зачем? Что пешка-то на С4 делать? Вот, если пешка на Е6 мы не съедаем. Почему? Ну, ничего же особо не изменилось. В общем-то, плохую за сторону для Белых. Ладья АШ Е8, да? А я что-то думаю, что жертву-то качества никто не отменял. Или мы уже бросили? Нет, почему не бросили? Только пешка на С4, конь на С4 войдет. Вот, меня как-то это немножко смущает. На Е3 повесит. Если войдет туда, это тоже всех смущает. Ну, давай смотреть, Ладья АБЦ6, просто грубая и тупая. И Конь Ёт на С5, да? Есть ход Конь С4 или нет, да? Ну, Конь С5 вот здесь вот. Ну, ничего, может быть, устоим. Ну что, опять-таки Ферзь Е4 с идеей Ладья Б1. Может быть, С5, С5, Ладья АД5. А Ферзь Е4-то не выигрывает сразу? А почему? Ладья Б1 еще раз. А как ходить? Как пешку С6, как пункт С6 держать? Ладья Б1 и взял на С6. Я что-то не понимаю вообще способов продолжения борьбы. Так, Сереж, ты пока подумай, я попробую ответить на вопросы. Слушай, я тебе оставляю самое тяжелое, а себе самое простое. Конь А3 я нашел. Конь Е3? Конь А3. Конь А3, блестяще. Итак, Илья Марков, вопрос из Ижевска. Повысились ли шансы Ананда стать президентом после вчерашней победы? Ну, я буду капитаном очевидность и скажу, что немножко повысились. Но, по-моему, немножко. То есть, этот один тур нельзя уж ему придавать такое большое значение. Ананда показал, что он по-прежнему опасен, что он очень силен в дебюте. И вообще хорошо играет в шахматы. Ну, лично я после первого тура не считаю его все равно фаворитом. Это моя личная точка зрения. Сереж, согласен. Согласен. Дальше. Арсен Газарян спрашивает. Как вы думаете, часто ли в данном турнире будут побеждать игроки, играющие черными фигурами? Ведь заведомо им победить чуточку сложнее, нежели белому. Ну, мой ответ. Если белые будут жечь мосты за спиной, если белые будут играть слишком рискованно, то побед черных будет много. Но все-таки я ставлю на белых в этом турнире. Я считаю, что... Белые побеждать, ну, в последнее время разницы практически не стало. Ну, с учетом того, что черные уверенно уравнивают в большинстве дебютов, ну, я все-таки ставлю на белых и вряд ли сильно рискую проиграть. Так, значит, Илья спрашивает. Как признался недавно Владимир Крамник, он наполовину украинец? Я читал, кстати, интервью короткое, да, что Владимир Крамник готовился с Захаром Ефименко в Закарпатье. Вот, сказал, что там красивые места, признался, что он наполовину украинец и собирался заскочить в Киев к Кличко. Но Кличко сейчас не до него. Вот. Не знаете ли вы, насколько себя считает украинцем Сережа Ковякин? Ну, это надо обращаться к Сереже. Насколько я понимаю, Владимир Крамник тоже в интервью в 90-х годах писал прямым текстом, что он русский. Сережа Ковякин тоже писал, что он русский, но разница между русским и украинцем, ну, это родные народы. С моей точки зрения, я не знаю вообще, как тут можно разделять, насколько ты русский, насколько украинец, настолько перемешаны наши народы. Если для кого-то это принципиально в свете каких-то событий, ну, это уже, наверное, другой вопрос, не имеющий отношения ни к шахматам, ни даже к этому турниру. Как, по вашему мнению, сможет ли он, то есть сможет ли Сергей... Подождите, вот у нас вопрос насчет Крамника и насчет Ковякина. Как, по-вашему, сможет ли он проявить свои лучшие качества в этом турнире и добиться желаемым? Кто его основной помощник? Итак, если речь идет о Владимире Крамнике, его помощник Захар Ефименко, если речь идет о Сереже Корякине, то у него непосредственно в Ханты-Мансийске Рустам Косымжанов. Но, вообще-то, долгие годы он работает с Дахаяном, с Мотылевым, да? Там много, у него штаб большой. Да, штаб. У Сережи Корякина помощников так много, что, ну, вот даже Сергей Рублевский, видимо, всех не знает. Нет, сейчас дело в том, что помощников стало не обязательно с собой возить еще. Да, они в скайпе сидят. А Владимир Крамник, у него, насколько я понимаю, помощников немного. И вот Захар Ефименко есть. И вот на турнире в Тромсе с ним вообще никого не было. Он просто, видимо, Захар выполнял какие-то задания по скайпу. И, вероятно, вот нет у него такого большого штаба. Но, что касается Ковякина, ему важно сегодня не проиграть. Вот сегодняшняя партия между этими упомянутыми шахматистами как раз очень многое решит. Ну, во всяком случае, уже покажет, кто как стартовал. Если сейчас Ковякин проиграет, то, конечно, его шансы уменьшатся. Ну, и, соответственно, у Крамника шансы увеличатся. Так, ну что, ну это мы завели какой-то кооператив, да? Почему кооператив? Так, позиция совершенно не ясная. Так. Ой-ой-ой. Ну, а на коньетве, если ФЕ холодно, ответил бы. Другой вопрос. А, нет, ну... Ты мне такой не задавал. Да, ну вот я задаю. Зачем белым надо разменивать все, если можно не менять? Вот как от ладья Б1 защищаться? Что так много вопросов-то? Ну, вот я Д5, ладья Б1, С5. Конь от Ви надо было. Конь от Ви, да. Ну, в общем, непростая у черных позиций. На конь-любом случае непростая. Я, честно говоря, думаю, что катастрофы может не быть. Играть ее, конечно, белыми-то. Что, белые вперед ходят? Каждого хода. Да, а давай посмотрим. Может быть, ходы уже какие-то последовали? Король Б8? Нет, задумался, Владимир Борисович. А судя по позиции, что-то последовало уже? Или как пешка на E4 оказалась? Ничего не понял. А дело в том, что мы видим только часть позиции. Пешка на E4. Да, не, все правильно. Это на E4. Это знак сдвинутого. Да, да, сдвинутый. Я сейчас посмотрю из альтернативных источников. Значит, так. Ну, вот все идет по тому, как мы видели. Ну, вот я могу сказать, что, да, думает пока Крамник. И я предлагаю посмотреть, что там у Ароняна. Потому что Аронян добился явного прогресса, на мой взгляд. Явного прогресса. Давай отмотаем вот отсюда. Давай покажем. При нас пошел. Да, при F6 слон C2 последовал. Вкратчивый ход. Но, видимо, тут батареи где-то готовятся по диагонали. Нет, это конь D3, конь F4 готовят. B1, H7. А, вот так и было. Да, совершенно точно. Конь D3. Конь D3. Конь C4, да. Конь C4, чтобы слона не на А5 посылать, а куда-то на D6, да? Так. Король H1, слон D6. И конь F4. Конь F4, да. Но здесь вся тонкость в том, что нет хода слона F7 из-за E5. А, и на F4, F4. Да, и на F4, F4. Вот здесь как раз сказывается эта батарея. И вот здесь сразу наступает, ну, как бы это сказать повежливее, конец. Наступает конец. Е8 просто, шаг какой-то, и конь G6. Да, конь G6, ладья на F1 пошла. Ну, видимо, техническое действие по добиванию черных. И, соответственно, черным пришлось бить на F4. И GF, конечно, очень грамотно, просто белые пешки накатывают. Ну, потом где-то F4, F5, E5. То есть белые пешки вперед. Это уже совсем близко. Это безнадежно. Тут уже никаких про крепости речь будет не может. Мне кажется, да, тут даже политез какой-то не нужен. По-моему, просто пролегу. Это уже похоже на то, как было вчера. У Анандоса Зараняна, уже когда ладья на B8 стояла. Здесь, да, здесь плохо. Да, а чтобы, значит, ладья AD8, ну, я так полагаю, ладья AD8 последовала уже, да? Ну, можно просто Fc3 сыграть, потом F5, ладья E1 и где-то пешку E3. Fc3, кстати, угрозка слом B3 еще. Ну да, коня придется... А там, в общем-то, потом надо просто наладить F5, E5. Там, правда, следует, что на Fc3 конь D6 надо посмотреть. Там к пешке D4 никто не прицепится. В крайнем случае можно всегда A4 сыграть. Ну, тогда F5, да? И как-то... Ну, хорошо, начнем с F5. Давай с F5 начнем. Вот тут F5 или сразу F5? Нет, вот сразу F5, чтобы черные не прорезали. Ага, слон F7, ферз C3. Конь D6, A4. Ладья E8, ладья E1. Ну, ладья E8-то уже E5 можно. Ну, а, или сразу E5. То выигрывает. А, E5, E6. Да, сразу. Ну, здесь уже, честно говоря, в спешку F5 я не верю. Конь еще лучше не стал совсем на D6. Да, да. Тяжелая позиция. Но, с другой стороны, Шахриар сам расплачивается за свою, конечно, дебютную халатность. Ну, молодец Ливон, кстати. Очень жестко ведет борьбу и создает очень серьезные проблемы. Реализует перевес, по сути, да? Так, вот. Смотрим Свидлера. Смотрим Свидлера. Мне кажется, что... Ну, нам кажется, что Свидлер наращивает свой перевес. Давайте посмотрим. Да, вот только что посадил, кстати, да. То есть на F4 вот мы здесь ушли на перерыв. Не стал бить Андрей Киньев, сразу пошел F5. Ну, непонятно, что меняется. Потому что EF... Ну, тоже возможно. Я говорю, не знаю, что лучше, хуже. Все равно пошел Коньев 5. Коньев 5, как мы смотрели. Мы этого EF же боялись. Как мы и смотрели. Там оказалось страшно. Сейчас тоже, в общем-то, вопросы. То есть белые занимаются материализмом. Они хотят все есть. Пока угрожает Ладья бьет C6 с выигрышем фигуры. Заодно угрожает Конь бьет D6. Кстати, после этого неразмен на F4 может еще хуже черным оказаться. Просто на E5 еще пешку съедят. Вы сейчас видите на экранах, дорогие друзья, горюющего Дмитрия Андрейкина. Ему позиция вряд ли сейчас нравится. Вот вы видите, как он сейчас рассуждает, размышляет. Я так понимаю, не бриться он решил до конца турнира. Но не знаю. Если какая-то из партий закончится неудачно, то, наверное, Дмитрий что-то изменит. А E4 можно попробовать, нет? Или это сильно красиво так не было? Ну, давай посмотрим. Я уж не знаю. А там король на F2 вроде подойдет. Давай смотрим. E4, Ладья бьет C6. Взяли, взяли. Король пошел, видимо, на G7. Да, Конь бьет C6. И что, Ладья C8, да? Ну, допустим, Конь D4. Киножурнал «Хочу все съесть». Нет, мы неправильно пошли. Ну, наверное, правильно уже нельзя было. Ладья C4. Посмотрим. Она хотела на G8 сказать, ну чего мы пошли. Да. Шах, Король F6 или Король G6. Конь D6. Король F2, да? А, Король E6 тогда будет. Минуточку. Это не так просто. Конь не в G6. Даже без пешки. Ну, без пешки, нет, но конь не... Ты хочешь выиграть сразу, да? Конечно, конечно. Хорошо, я что-то тогда, может быть, подкорректирую. Пойду-ка я сюда. Так. А мне как раз казалось, что выход короля в центре это прекрасная идея. Ну, знаешь, пешку на D6 сохранить тоже неплохо. Ну, конь ушел там, допустим, на... Может, на А5 неожиданно? Нет, ну хорошо, на Е7. На Е7. Давай куда-то в центр. Конь Е7. Ладья C4, да? Почему? Теперь-то я могу и на С4. А, вот так, да? Конь Е5. Ну, ничего. Наших много. Конь Е3. Не так уж много, да? Нет, ну важно, что белый король остался вне игры. А что, интересная контр-игра. Ну, и белый, и черный пока. Фантастика. О, вот у нас Лабурдон. Где Лабурдон? Ну, конь Е5, правда. Ничего не так все. Погоди, погоди, только начало. Д2 же сейчас. Д2, король Ф2. Король Ф2? Да. Король Е2? Д3. А, взял. Король взял на Д2. Ну, это как-то близко было. Близко, да. То есть, близко к тому, чтобы сочинить ШД. Не работало, но вот тут, может быть, что-то и... Так, подожди, а давай открутим чуть-чуть назад, значит. Ну, не чуть-чуть назад. Нет, ну, конечно, совсем не обязательно. А погоди, а почему ком бьет Д6? Не знаю, я с самого начала хотел сказать. Ком бьет Д6, конь Е4, белых... Я в таком же духе хотел что-то здесь предложить. Е3? Ну, а что? Ну, Сереж, у тебя сегодня был обед сырым мясом, судя по всему. А почему? Может быть, кто-то. Прекрасно. Ну, ладья бьет С6. Е2. Конь Е7 шаг. И? И ладья вернулась на С1. Ну, и ладно. Ничего. Давай, давай, давай. Е2, конь Е7. Ну, не знаю, куда сюда. Вот, ладья. С1? Да, да, да. Скорее всего... Взял-взял ладья Е8. Взял на С1 и ладья Е8. Видишь, я чувствовал, куда надо королем отвечать. Так, ладья Е8, король F2. Взял. А3. Ну, наверное, да. Позиция все равно безнадежная, я думаю, да? Позиция была безнадежная, даже просто ладья Е1. Да, позиция все равно безнадежная. Да, там без пешки B4, честно говоря, скорее всего, проиграл. Ну, это все, да. Я просто считаю, что позиция что-то тяжелая совсем стала, поэтому ищу такие хирургические методы. Ну, в общем, что-то не то сделал Дмитрий Андрейкин. Я не мог вообще изъявнуть и конь F5. Потому что конь D5-то хочется пойти, а конь F5 можно... А вот смотрите, Сережа, на экране сейчас все видят эту компьютерную оценку 2,5 пешки. Вот потому и предлагаю Е4. Потому что, мне кажется, так вот просто... Если просто играть, то черную партию проиграли уже. Вот мое ощущение. Да. Но сегодня у нас кровавый день намечается, дорогие друзья. Топалов у Ананда, конечно, не выиграет, но в остальных партиях кровь ведется рекой. А если не Е4, это вот что, вот эта позиция? Ну, эта позиция выглядит, на мой взгляд, более ужасно. Что тут? Да дальше что? Дальше нет хода и... А, стоп, подожди, подожди. Как? Конь D6 и надо Е3 играть. Так мы и играли. А, да-да-да. То есть тут... Ну да. И на конь D6 конь D4 подкрепить? Ну, это все равно все-таки две зати за двумя пешками не заберешь. Вряд ли. Да, ну не видно, не видно. Альтернативы, наверное, все кончается именно такой. А где черные могут сойти с этого пути? Где есть какие-то альтернативы? Е4, конь D6. Вот как эти пешки реализовать энергию? Здесь F5. Кстати, здесь F5-то вполне, кстати. F5? Ну, а что, по крайней мере, оставляем это все. В живых. Еще ладей и 8 ход есть. А как черные развяжутся вообще? Вот мне просто король F2 сыграл. Ну, как не развяжутся? Будут тактику какую-то мутить. Сейчас, погоди. Ну, одесса 7, видимо, надо играть, да, просто? Да, тут-то пока, да, пока не горит. Там что-то делать. Ну, ладья F5, ладья C5, берем на F5, доедаемся. Погоди, ну, я не уверен, что вот так вот все тут, какой-нибудь ладья E7. Погоди, ну, непонятно совершенно, а что? Ага, и E3 угрожает, да? Ну, все-таки цепь-то серьезная. Так на нее плевать резки нельзя. Ну, хорошо, тогда король E3 сыграл вот здесь. Вот здесь вместо ладья C5 король E3 сыграл жестко. Ты думаешь, это сильно жестко? Ай, B4. Оп, все съел. А, да, вот смотри, как неожиданно все происходит. Так, это как раз тут как раз может быть дежурно. Хорошо, давай тогда прямой вариант смотреть. Вариант. Хорошо, F5, взяли. Взяли. Нет, а ты вот не хочешь сразу взять ладья C6? Мне кажется, более опасно выглядит, нет, разве? Что, что, что? Ну, мы вариант досматриваем. Нет, нет, а ты же начал придумывать за белых зачем-то еще что-то, нет, разве? Нет, мы же конь D6 с тобой смотрели. Мы смотрели именно конь D6. Нет, ладья C6-то мы считали намного лучше, нет? Нет, мы именно конь D6 смотрели, Савюш. Это красота была в конь D6, но мне казалось, что это не лучше. Ладья C6 вначале смотрели. Хорошо, взяли, взяли, взяли. Я не понимаю. Хочешь и так, да? Ну, король Е2 тоже похоже на правду. Так, здесь уже ладья Е8 не рулит. Ну, там король Е1 просто встанет. Да можешь на Е3 встать. Нет, я на ладья Е8 беру на C6. А что, собственно, почему не взять-то? Да, возьмешь и король Е1 просто. Нет, я понимаю, что они не пройдут, да. А ладья C7 я не вижу, что меняет. А4 сыграли. Просто ем. Просто черные погибают сразу. Ну, конь Е7, что ли, здесь играет? Ну, белые там G4 порвут и к пешке Е4. Не-не, ну, так, конечно, если ничего не зевнут, то выиграют. Ну, в общем, дорогие друзья, мы сочиняем сейчас какие-то фантазии, квази-уно-фантазии по Остапу Бендеру, но похоже, что у черных близко к поигранным. Ну, конечно, Е4 надо играть. Иначе просто большие материальные потери, ну, как минимум окончание там с лишней пешкой и с большим перевесом у белых, вот то, что на выходе у нас получается. Судя по всему, Андрейкин допустил серьезную, серьезную ошибку. Везде, везде, везде нехорошо. Так, Андрей спрашивает, скажите, пожалуйста, какая партия сегодня самая интересная, по вашему мнению, и, может быть, самая важная с точки зрения развития теории? Ну, мне кажется, Крамник Корякин, потому что в принятом Ферзовом действительно очень редкое продолжение. Ну, там на восьмом ходу новинка. На восьмом ходу, да. Практические новинки. Соперники начинают там изучать нечто новое. Ну, Владимир Борисович Крамник подтверждает свой статус ледокола дебютной теории, показывает вот новое направление, и, конечно, именно эта партия, вот с теоретической точки зрения, на мой взгляд, самая важная. А остальные, честно говоря, кроме партии Топалафанан тоже все хорошие, нет? Ну, да, вопрос в том, насколько мы впечатлены, да. Аронян Мамедьяров, Конь Д2 оказал совершенно не новый маневр, и причем... Ну, тут не в новинке дело, зато... Да, там не в новинке дело. Честь выигрывается на десятом ходу, тоже забавно. Хорошо. Ну, давай посмотрим, что еще у нас, какая ситуация. Анант Топалов, честно говоря, ну да, то есть соперники... Даже... Топалов пока ничего даже не предпринял. Он просто стоит, а в это время Анант надвинулся. Ну, надо это или не надо, я думаю, большой разницы нет. Ты знаешь, я один раз со мной человек надвинулся, просто все выставил по пятой, пошел аж 4 сам, и вообще ни одной идеи у меня не появилось. Я даже думаю, что так даже можно. Ну, конечно, да. А что, белый и черный сейчас могут сыграть аж 5, аж 4? Были там проблемы какие-то? Я думаю, что нет. Потому что по второму ряду белых полно слабости, и предпринять вообще нечего. Невозможно, да, это правда. Ну, это битая ничья, на самом деле, называя вещи своими именами. Так, ну что, Владимир Борисович? Владимир Борисович никак не может решиться после король Б8. Надо ему сейчас съесть еще немножко орешков, немножко шоколада, немножко бананов и так далее. Есть у него варианты, скажем так. Владиа С1, Ферзь Е2, кстати, если мы хотим потом жертвовать качество, Ферзь Е2. Ферзь Е2, Ферзь Д3. Но все равно Ферзь Д3, Ферзь А2. Знаешь, Ферзь все-таки на Ж4 он смотрит на все пешки, на Е6. Ты думаешь, а мне кажется, если ты собираешься Владиа С6 жертвовать, то на Е2 Ферзь может быть... Сереж, а чем плохо ход Владиа С1, вот то, что мы сделали? Потому что ход здравый, крепкий. Я пытаюсь объяснить, на чем он думает, что есть альтернатива. Нет, конечно, если Ферзь Е6 ничего не дает впрямую, то ход Владиа С1 подключить Владью. С другой стороны, правда, после вскрытия может быть первая где-то чуть-чуть слабая. Ну, пока вроде бы конкретно ничего. Пока вообще центр ни разу не проламывали в черное. Ну, при коне на Ж3 нигде мата нет, коньев 1 все время будет, так что... Ну, с кем на Е4 ты уйдешь, скорее всего, да? Ну, не проломите, пока линия Д ни разу не вскрывалась. Мы не видели, где это. Ну, в общем, по ощущениям, судя по всему, у Крамника остается игровое преимущество. Но, понятное дело, что позиции сложные. Здесь на каждом ходу есть разветвление и можно ошибиться. Пока он без пешки. Без пешки? Без пешки. Ну, все-таки. Ну, пешку на Е4 не считаем. Нет, да. Так, ну, давайте посмотрим, как Аронян методично. На ладья Д8. Ура, Сереж, нам удалось сыграть в силу Ароня на один ход. Ф5. Ну, покажи дальше, что было. Значит, Ф5. И Ф3. Тоже. Тоже вроде предсказывалось. На конь Д6 А4 мы здесь. Поэтому ладья Е8, чтобы Е5 сразу не проломили, да? Слон Д3. Конь Б6. И пешка А пошла, да? Конь на Б6, кстати, хорошую позицию занимает. Я же вот мечтал туда поступить. Ну, он, правда, на белый центр не воздействует. Понимаешь? Пока. Но он зато на Е5 будут прыжки. А, то есть, если белые играют Е5, тогда пункт Д5 понадобится, да? Как ты видим, если немедленно, то это преждевременно, скорее всего. А4-то вот всегда положение коня на Б6 уязвимо, потому что после А4 непонятно, что с ним делать. Вот. Да. А6. Ну, иначе опять А6 белые бы прошли, еще и пешки разрушили. А5. Да, сейчас, если конь Д7 стоять, то, наверное, все равно где-то пройдут. А может быть, Ф4 сильно. То есть, пешка Б7 еще поработает. Знаешь, а если черные сейчас где-то пожертвуют пешку? С6, С5. Нет хода? Нет, это было бы хорошо. Ну, наверное, конь Д7. А если Б4, да? Б4, самое грамотное. Да, чтобы черные вообще здесь не могли ничего. Ну, может, правда, сдвоение. Может быть, здесь вот как пункт Е5-то продавливать? Ладья Е1, а конь С8 он сыграл. А вот это мне... А, конь на Б5, что ли, идет, да? Ну, это тоже было бы неплохо, если пройдет. Я, честно говоря, как-то тут Е5 смотрится. Конь Е7. Е6, слон H5, да? Ну, мне что-то кажется, там должно... Ну, может быть, это китайская стена, может быть, это что-то китайское. Конь Е7, да? Да, конь Е7. И слон H5. Слон H5, да. Если ферзь Б4... Ну, я не вижу угрозы, потому что на Д4 висит, но... Нет, это профилактика, на конь Д5, ферзь Б7. Ну, слон Ж4 пока. Д5 не страшно. А, Д5, слон Б5, слон Б5, там все-таки пешки могут начать сыпаться. Ладья Ф1, ладно. Ну, Ладья Д5, наверное, ничего не меняет все равно, да? Взял. Вот я не знаю, кого брать. На Ф5 нельзя, там на Ф7, там ферзь на Ф7 идет. На Д4 бьешь. На Д4, да. Ну, тогда я просто тут, наверное, возьму. Тут пройдет по себе. Ладья Ф6, да, просто. Ферзьем может. Да, пешка должна пройти, конечно. Думаю, что не самый точный вариант, но, в общем-то, наверное, хорошего нет ничего. Ну, а если белый подговор... Хорошо, если мы здесь за черных не спасаемся, значит, именно за черных надо искать. Да, подожди, давай вот чуть-чуть доработаем вариант. Ферзь Б4, вот я делаю ход, конечно, очень некрасивый. Ладья Б8. Но хочу понять, как белые здесь пробиваются. А я пробиваться-то пока не собираюсь, если честно. Ну, не знаю, Д5 даже. Вот, и сразу пробивали. Я просто хотел вторую ладью на Д8 перевести. Мне кажется, что даже если ты нападешь, ты уже не развяжешься никогда. Да, Е5 уже сыграно. Я бы уже бросил. Ну что, дорогие друзья, Е5, то есть мы идем как раз по конве, и... Ну, а какие альтернативы здесь? Что тут может быть? Ну, Конь Е7... Знаешь, если какую-то стену действительно выстраивать, просто тупую, я бы ее так делал, строил. По крайней мере... Конь Е7 уже сыграно. Конь Е7 сыграно, да? Сидеж, похоже, у нас с тобой есть какое-то сенсорное влияние на участников педетского турнира. Все, что мы не смотрим, все они исполняют. Хорошо ли это, плохо ли это. Конь Е7 уже сыграно. Конь Е6, Слон, Аш-5, судя по всему, вот такая позиция будет. Ну, сосредоточен и хмур. Ливон. Я не знаю, может быть, здесь какая-то тактика. Е6, Слон, Аш-5, Ферзь Б4. Никаких не найдется здесь тактических деталей динамического плана. С5, ДЦ невозможно. Ферзь С5, ладья Д5. Как-то пешку на Д4 быстрее съедим. Ферзь С4. А. Ну, да, вот, зная... Так тоже тут, наверное, после Ферзь С7 должно быть плохо. Зная Шахряра как творческий схематист. Не, ну что, что-то он будет. Да, да, нет. Мутить. Шахряра обязательно что-то такое придумает. Ну, честно говоря, позиция, я вот уже тут совсем не верю. Мне кажется, я, честно говоря, еще думаю, что совершенно не обязательно что-то белым сразу Ферзь Б4 или что. По мне позиция, ну, там, после ладья Ф1, я не верю, что можно какую-то стену наладить здесь. Ну, ладья Д5, слон Е4. Что? Тут Е4. Очень печально для черных, что сейчас белые могут сыграть Аш-3, и слон Аш-5 вообще никогда никуда не пойдет. Итак, Илья Марков спрашивает, почему вы не включаете в тройку соискателей первого места Петра Свидлера? По-моему, он имеет не меньше шанса, чем Корякин или Крамник. Дорогие друзья, все, что мы здесь высказываем, наша личная точка зрения. Сколько людей, столько мнений. Я знаю людей, которые Петра Свидлера причисляют к числу фаворитов. Вот, ну, жизнь покажет, кто был прав, кто не прав. Вот сейчас Петр одержит победу, выйдет в лидеры. Ну, и тогда, Илья, ваша точка зрения будет укреплена фактически. Ну, посмотрим, что будет дальше. Поймите, мы не желаем зла Петру Свидлеру, наоборот, верим в него. Наш всероссийский чемпион, семикратный. И, ну, он, кстати, всегда выступает успешно в пятидетских соревнованиях, все время занимает в районе второго-третьего места. Вот, может быть, действительно сделает шажок вперед, но просто Корякин моложе, и как-то вот так изначально казалось, что у него гипотетически больше шансов. А только жизнь покажет, кто был прав. Посмотрим какую-то. Да. Крамник Корякин думает. Давай посмотрим, вдруг сыграли. А, смотри-ка. Ферз бьет Е6. Ага, вот резко меняется картина. Мы как-то быстро отбросили это продолжение, да? Ферз бьет Е6, побил Владимир Борисович и не стал церемониться. И сейчас Сережа Корякин на ваших экранах, вы видите, как он изучает позицию. А вот теперь задним числом, Сереж, задним числом, вот перед Ферз бьет Е6, я включаю компьютер, первая линия, ладья бьет С6. Все-таки сразу. Вообще без... И ладья С1 есть... То есть мы смотрели все грамотно, но Ферз Е6 действительно первая линия. Пока. На глубине 19, Ферз Е6 первая линия, так что Крамник, во всяком случае, с компьютерной точки зрения сыграл туда, куда надо, но, видимо, долго считал, что там будет. Ладья Аш Е8 на... Ладья ДЕ8. Сереж, ты предлагал этот ход, кажется? Я сразу предлагал. Блестяще. Так же ошибался, как Корякин. Да, так же ошибался, так же, как и Корякин сейчас ошибся. Итак, ладья ДЕ8, Ферз Е7. Это совершенно даже... Тут, честно говоря, эта позиция, я считаю, что даже для компьютера очень сложная. Но что дальше? А мне кажется, как раз и компьютерная позиция, потому что все тактически же. Нет, в смысле, компьютер здесь сильнее человека, но, мне кажется, варианты настолько длительные, разлетляются на каждом ходу. Здесь можно Аш, дальше Е8. Тут надо ждать очень большую глубину, чтобы истину узнать. Итак, после Ферз Е7, что же делать? Давай мы сейчас отменим вот это. Ферз Е7, конечно, вот что делать дальше? Ну что, просто отдавать пешку нельзя. Можно Аш, Ф8, можно Е8. Аш, Ф8 мы отдаем все пешки, зато пытаемся после Конь С4 что-то забежать. Ну вот это считали, что не так ясно, и Конь С4, да? Так, теперь угрожает Конь Е3. Но, правда, на Д4 не висит. Вот помнишь, мы когда ходили другой ладью, и там... Да, теперь можно С6 куда-то пытаться. С6 под Ладью H8, не знаю. На Ж5, а тут где-то Е3 при случае не пройдет. Вот это очень важно. Это я просто так сходил, честно говоря. Я конкретно киневижу. Ну так и надо просто ходить. Ну это как-то грамотно немного. Ну как-то вот что-то слона вскорить, да? Хотя, может, это не работает. Может, а мне же в наглую и не сработает. Ну, Конь Е3, если побил. Да и Конь Д20 заслуживает внимания. Не знаю. Ну хочется с хрустом идти ходить. Конь Е3, да? Да, ну просто съел, да. А что, там Белый Король, кстати, не чувствует себя не очень. Да, конечно, сейчас Король Черных случаю стал уже просто. Так, тогда это мысль. Ферзь H7, значит, Ладья H8. Ферзь H7, Конь Е4. Да, вот здесь тогда надо думать серьез. Ну давай действительно уберем эту Ладью. Какой-то ход, кстати, сделан. А, нет, это Владимир Борисович просто вернулся за стол. За стол. Итак, слон H6, Ладья пошла на H8. Еще запустить? Ну, допустим, взяли, да. Так, ну что-то все фиборы уже активны. Давай пополню. Так, так, так. Ферзь H6, да. И теперь так. Что угрожает? Не особо что-то угрожает. Да, Ладья H6 на всякий случай треснул, честно говоря. Ну, на всякий случай, чтобы там не было ничего лишнего, да. А потом аж 4 слон G5 поставил бы так. Ну, эту-то возьмешь, наверное. Ну, на F2 Ладью это возьму, что вроде там все крепко у нас. Много что-то дали, и координации нет, как ни странно. Да, да, да. Здесь не надо на Ладью на G8 загонять. А все равно белые хотят взять на C6. Взять на C6 и взять на Е4. В этом же идея. А там пешек так много, что, мне кажется, это вот проходная по А вряд ли. Хотя она проходная по А быстро пойдет. Да, позиция безумно сложная. Ох, не хотел бы я сейчас быть на месте любого из участников. А, погоди. На G6, видишь, я выгонял. Я чувствовал, тут же еще Ладья B1. Где-то при случае. То есть ЕФ обязательно. Еще не факт, что король H1 нельзя. Король H1, интересная хорошее. Король H1, ладья H6 нельзя. Ой, еще безумно, безумно, да? Сложная. Можно король H1 действительно сказать. Ладья H8. Фирь B1. Все вот так подвисает, но как проигрывать не видно, да? Да. Фантастика какая-то. Ну, тут, думаю, мы что-то зеваем. Конечно. Неоднократно. Да, да, примерно раза три уже все было зевнуто. Потому что что-то уж слишком много висит. Не знаю, мне, честно говоря, казалось, что надо ладьей с H8 ходить, играть, чтобы пешка на D4 подвисала. Ну, могу ошибаться, конечно. Это, понимаешь, ты конкретный, как сказать, конкретный... Да нет, я на два хода считаю, а одни шахматисты там на 20 ходов считают. Конечно, так вроде бы из общих соображений. Тут совершенно не работа из общих соображений. Да, да. Ну, в общем, здесь мы рискуем, ну, скорее где-то просчитаться, показать вам что-то нереальное. Карякина, кстати, опять 20 минут на 20 ходов. Очень сложная позиция. Так, у кого, кстати, время мало? У Карякина. У Карякина, да. Крамник начал думать о... Вот это, кстати говоря, тревожный симптом. То, что молодой человек уже вторую партию подряд идет в жесткий цветнот. Вот фактически в жесткий цветнот. Так, зрители. Значит, Богдан Мандрик. Если Виша Анант выиграет турнир, какие шансы у него на шахматную корону в борьбе с Магнусом Калсоном? Не повлияет ли на результат прошлый матч? Ну, мы вчера, дорогие друзья, уже отвечали на этот вопрос, да. И, ну, не знаю, мы скептически оценивали. И оцениваем шансы Ананда. Ну, извините нам наш скепсис. Мы помним, что Ботвинник обыграл матч реванша Талли, но мне почему-то кажется, что эта история не повторится. Там все-таки матч, который не реванш, а на первенстве мира друг другую все-таки окраска была. Ну, там уже Талли играл тот матч больной. Талли совершил преступную ошибку. Он просто больной сел играть матч. Ну, это было просто с его стороны, ну, мягко говоря, наивно и неправильно. Вот. А Карлсон, конечно, таких ошибок не допустит. Так. Ну, давай посмотрим, что в других партиях. Может быть, что-то произошло. Например, у Свидлера с Андрейкиным. Е4 сыграно. Так, ну, сейчас позицию мы выведем на экран. Е4, что же мы там не досчитались? Ты ничего не досчитаешь, все мы досчитали. Это просто чисто практический шанс. Что у Петра голова просто опухнет от количества выигрышных возможностей. Но, с другой стороны, Петр... Правда, Петр считает Пепу очень быстро и точно, наверное, один из лучших, может быть, лучший просто счетчик на земле. А что тогда мешает ему стать чемпионом мира? Может быть, предыдущий наш читатель, может быть, ой, зритель, может быть, прав? Ну, мы вчера, в принципе, понимаешь, я не хочу повторять, потому что получается, что мы, как бы, Петра списываем и списываем. У него другие недостатки в игре есть. То есть, вот, с аншпилями, как бы, технические аншпиля он проводит, бывает блестяще, просто их все просчитывает. Но когда игровые, он просто на них не идет часто. Не нравится ему, не любит. Не знаю, я вообще 10 лет назад обратил внимание, что Петр Свидлер значительно усилился в окончании. В какой-то момент он стал бороться с этим недостатком. То, что ты говоришь, он его прекрасно знал и стал идти на окончании. И стал, кстати, играть очень-очень достойно. Но, вот, вообще, при попытке найти пятна на солнце, это, вообще, всегда очень непросто. Ну, чего-то не хватает, значит, Петру. Не хватало, во всяком случае. Может быть, час он исправился из своей ошибки. Вот, ну, не знаю, иногда он был слишком философически относился к шахматам, как-то очень спокойно воспринимал свои поражения. На мой взгляд, не хватало амбиций просто каких-то, не знаю. Во всяком случае, человек, который сдается в ничейных позициях, а у Петра это было и не раз. Вот, ну, это говорит о том, что все-таки недостатки не шахматного свойства. Это не шахматный момент, потому что... Подожди, но он только из-за, где он сдался к Крамнику, он думал, что она проиграна. Ну, правильно, думал, что... Нет, ну, естественно, ничью выиграли в трех ходах. Нет, понимаешь, просто люди чемпионского плана, чемпионского характера, они не сдаются, они боятся до конца. Зачем доверять сопернику настолько, что... Вот тебе показалось, что проигран, но поиграющую. Вот тому же Пономареву тоже регулярно казалось, что проигран. Да, он без фигуры играл. Он продолжал спортивную, извини, вот в матче с Иванчуком это и сказалось. Потому что Иванчук потом говорил, что Пономарев не знает, когда вовремя надо сдаваться. Вот Пономарев не сдавался и даже выигрывал партию. То есть это же спорт, это борьба, надо бороться до последнего патрона, до последнего солдата. Так, ну что, Петр у нас действительно взял на Д6, ну как мы и рассматривали. Здесь мы рассматривали ход Ф5, здесь мы рассматривали ход Е3, и везде получалось одно и то же. Дорогие друзья, белые побеждают. Так что сегодня у болельщиков Петра Свитлера может быть праздник. Сегодня Петербург будет гулять. И не только. У Петра много болельщиков. Так, значит, смотрим, есть ли какие-то еще у нас новости в других партиях. Давай, нам проще вот так на спортовой доске сейчас посмотреть. Давай, выбираем какую. Аронян. Вот. Итак, случилось то, о чем мы говорили. Пешка встала на Е6. Аронян сыграл практично. И сильно, видимо. Конь Д5, наверное, его просто не смущает. Просто из-за хода Ферзь С5. А можно и Ферзь С5, наверное, лучше, чем Ферзь Б3. Поплотнее, да? Так, а тут нет крепости же. Нет полей, на которых черные не держаться могут. Слишком тесно. А если черные сейчас двоятся, строятся, исчетырятся? Или тогда Ферзь Б4, Ферзь Б7, да? Да. А, вот здесь, да. Просто совсем сразу. В чем неприятность, да? Что вот здесь у черных сразу начинается конкретная неприятность. Ладья Д4 просто взяли на Е7. И висит на Д8. Там, правда, Ладья Е8. Банкет продолжается. Ну, давай вот еще до конца. До конца. Ладья Е8. Небогатый банкет. Ну, да, да. В прежние времена нас угощали больше. Кризисный. Кризисный. Не знаю, за пешкой А6 зайти или за... Давай я за А6, наверное, зайду. А вот, чтобы выбор был. Да, Ладья бьет Е4. Ферзь бьет А6, наверное. А я могу передумать. Погоди, секундочку. Не знаю. Добери на А6. На А6 не боятся, да? Да, шах. Наш 1 тоже не боятся такие. Да, что, ну, отошел на Ж1. Ладья Ж5. Ай, тогда Ферзь с А6. Ну, я так все. Ну, все. Просто белые все съедают. Но не похоже на счастье. Сейчас просто пешка А пройдет. Ладья А3, да? Вот компьютер вот так бы и играл. Я не знаю, как бы правильно это ленит. Нам же не страшно, понимаешь? Нам не страшно. Мы играем спокойно. Если просчитаемся, мы же вернемся назад все время. Скажем, что, извините, фокус не удался. Церковь обычно старается не давать шахов таких. Ну, допускай, не допускай таких шахов. Ну, компьютер по прямой все действует. И кратчайший путь показывает победе. Так, слушай, а там же переход Пеш-Шнэншпиль произошел, кажется. Фантастика. Я не верю своим глазам, дорогие друзья. Топалов, Анант, кажется, играют Пеш-Шнэншпиль. Так, а там это же теоретический началь, наверное, нет? Так, давай просто, давай быстро покажем. Сюреж, давай отмотай ходы, покажи, как это происходило. Мы просто уже не... Топалов ничего не делал, даже дождался, пока Анант выставит цепь. Цепь сдвинулась. С F7, G6, H5 на F6, G5, H4. Ну, вот изменение пешечной структуры трудно назвать. Так как тут ее уже невозможно не изменить. У белых никаких шансов по-другому, в общем-то, как что-либо усилить. Ну, по сути, это чистое упрямство со стороны Топалова. Ну, Топалов просто играет до голых королей. Зачем? Когда-то он по глупости это сказал, теперь он этому придерживается. А теперь вынужден это делать, да, да. Вот, я не знаю. И теперь вот пытается тут что-то сделать. На КРЖ3, F5 просто. На КРЖ3, F5, да. И Ф5, по-моему, это теоретическая ничья. Да, конечно. Простая, да. А если КРФ2, по-хитрому, допустим. КРФ4, может, на победу покатали? Нет, я имею в виду, что тут какая-то хитрость существует. Может быть. Хотя, наверное, все равно КРЖ6 стоишь и ничего не добиться. Тут важно на И4 дважды не брать. Да, да, да. Ну, в смысле хитрость об этом заключается. Вот это как раз можно проиграть. Ну, чтобы это вообще в корне ничего не допускать, можно пойти так. И следующий ход F5. А погоди, а если так, то КРЖ3, да? Ну, да. Съели пешку, а что? Чем плохо? Согласен. Съели пешку, да, и вперед. Да. А если КРЖ2, то просто... Ну, вернулись на Е5, да? Нет, вернулись на Е5, да, тоже можно. Ну, или F5 сыграли. Ну, тут то же самое, то есть та же песня, да. КРЖ3, КРФ6. КРЖ4, КРЖ6. Ничья. Ну, тут, да, чтобы еще белый выиграть, им нужна пешка на H2. Да, чтобы было запасной. Чтобы оббежать там, да, и еще на F2, по-моему. Ну, да. Ну, там запас хороший. Запас хороший у черных, да. В общем, позиция абсолютно ничейная, да. Ну, Топалов, конечно же, действительно до голых королей попробует доиграться. Но я надеюсь, что с одинокой пешкой он не будет, да, идти до пата. Вот смотрите, как у нас быстро происходят события. Давай вот сейчас перетверуем, перетверуем, посмотрим. Ну, Крамник Корякин, что у нас произошло? Не, не отходит, пока Владимир с поля Е6 еще думает. Ну, возможно, думает, не вернутся ли на базу, на Ж4, да? Тоже возможно. Тогда конь С4 все-таки, не знаю. Там на Е3 сразу повисает. А может быть, он хочет... Нет, ФФ7 играть надо все-таки. Ну, надо все-таки, чтобы черные на С4 съели не просто так, а еще что-то отдать. Хотя, может быть, ему на ФФ7 ладья Е8 не нравится. И если здесь стою? Конь С4. Ну, хотя бы пешки какие-то. Хотя, я понимаю, что пассивные позиции черные здесь получаются. Даже слон А6 можно сыграть. Все-таки... Неприятно все подвисает. Е3. Е3, а если... А что ты тут в связи стал? Нехорошо тоже, на мой взгляд. Ага, может быть, да. Тоже, кстати, может быть, вариант какой-то. Нет, теперь может быть на Е7. А, на Е7 и на конь С4. Теперь слон А6 все-таки с нападением. Да. Это может быть теперь ладья Ц6. Возможности там много противного? Огромное количество. То есть, ход туда, ход туда. Ладья Ц6, потом слон А6. Какая-то полупозиционная возможность. Да, а там ферзь на С5 потом идет. Да, на С5 или на Ф7 ставить. Там уже вообще его не сдвинул. Сложная позиция, Кравник думает, и есть над чем подумать. Значит, кого мы еще... Давай пробежимся, да? Да, Свидлер Андрейкин. Давай посмотрим, что там. А, да. Е3. Е3 сыграл Андрейкин. Идет по нашему анализу. Вот здесь мы считали, что можно сыграть комбио Ц8. И на Д2 сыграть ладья Ц6. Ладья Ц6. И на Е2 вернуться на базу. Так, стоп. Отписывал тут ладья Е8. Все равно вернуться на базу. А, ну, это то же самое, видимо. Ну, да. На Д2 пешка уже висит, да? Ну, в общем, не видно здесь, как реализовать преимущество вот этих пешек имени Лабурдона. Ну, вот я не вижу. Погоди, если взял... А, это на две пешки, да? Ладья Е8. А, да. Ладья Е8, король В2. Ладья Е8, король В2. Ферзь. Ну, да. Взяли, взяли. Ну, вот у нас тоже варианты. Так и получалось. Да, у нас варианты так получалось. У нас как-то даже лучше или черный получался. Да, ну, в общем, позиция, видимо, безнадежная, да. Для Андрейкина. Итак, Ананда Топалов уже подписали бланки, дорогие друзья, партия закончилась в ничью. Ну, что же. Да, так все и закончилось. Для Ананда это достаточно успешный результат. Он черными держал оборону, остается в лидерах. Вот сейчас соперники обмениваются мнениями, а мы уходим на перерыв. Индия, родина шахмат. Но она не блистала сильными игроками, пока не появился Вишванатан Ананд. В соответствии с индийской традицией, его имя можно перевести как Ананд – сын Вишванатана. Путаница с именем началась, когда он появился в Европе. Многие посчитали, что Вишванатан – это его имя, а Ананд – фамилия. Позже Вишванатан был сокращен до Виши. Научившись играть в шахматы в 6 лет, Виши уже в 14 стал чемпионом Индии, в 15 – международным мастером, а в 17 – чемпионом мира среди юношей. С ранних лет Ананд играл не только сильно, но и очень быстро. Невероятная интуиция – сильнейшая сторона его универсального таланта. В начале 90-х Виши выдвинулся в число лучших шахматистов планеты, а в 95-м году получил право сыграть матч за звание чемпиона мира с Гарри Каспаровым. Матч Ананд проиграл, однако в 2000 году победил в чемпионате мира Фиде по нокаут-системе. Это был первый чемпионский титул Гроссмейстера. В 2007 году мечта его наконец сбывается. Ананд выигрывает в Мехико двухкруговой турнир и становится чемпионом мира. Это звание он подтверждает в 2008 году, уверенной победой в матче с Владимиром Крамником. Виши Ананд – единственный шахматист в мире, который добивался звания чемпиона в трех различных формах розыгрыша. Попытка Веселина Топалова отобрать у индийского Гроссмейстера чемпионский титул в 2010 году закончилась неудачно. Ананд выиграл матч со счетом 6,5 на 5,5. А еще через два года чемпион в тяжелейшей борьбе сохранил корону в противостоянии с Борисом Гельфондом – 8,5 на 7,5. Ананд удерживал титул шесть лет до ноября 2013 года, когда в родном Чинная передал чемпионские полномочия лидеру современных шахмат Магнусу Карлсону, уступив в матче со счетом 3,5 на 6,5. Игрок универсального стиля, блестящий защитник, Виши Ананд остается серьезной угрозой для своих оппонентов в соревнованиях любого формата. Сильнейший гроссмейстер Болгарии родился 17 марта 1975 года в Руси. Веселин научился играть в шахматы в восьмилетнем возрасте и очень быстро выдвинулся в число самых перспективных игроков своего поколения. В 1989 году он стал чемпионом мира до 14 лет, а в 1990 – вице-чемпионом до 16. В 1992 году Топалов становится гроссмейстером и практически сразу врывается в элиту мировых шахмат. С середины 90-х искрометный болгарин выигрывает турнир за турниром и вскоре становится одним из претендентов на мировое первенство. В 2005 году Топалов подтверждает свою силу, выиграв матч-турнир за звание чемпиона мира Феде в Сан-Луисе и завоевав высший шахматный титул. В 2006 году в Элисте Топалов на тайбрейке уступил в объединительном матче Владимиру Крамнику, потеряв звание чемпиона. После небольшого спада, последовавшего за матчем, к концу 2008 года Веселин вернул себе первую строчку рейтинг листа и вновь отправился штурмовать Олимп. В 2009 году он выиграл матч претендентов Укамского и вышел на чемпиона мира Ананда. Матч за высший титул состоялся в 2000 году. Первый вопрос обоим игрокам. Вы сыграли очень много партий в славянской защите. Сегодня она опять была на тоске. Ведете ли вы до сих пор какие-то теоретические споры в этом дебете? Ну, когда мы обмениваем ноты, мы узнаем. Но после того, как мы сейчас обсудим, мы поймем. Обменяемся ли своими записями? Ну, вообще, я думаю, что этот рейт, я думаю, что Най-Би-Ди-Серен сразу немного другая, потому что почти все идет на E6 автоматически, и это сделало изменение, потому что Понголы 3-5 в 1-мыве. Поэтому уже на 5-мыве, это было немного разнообразно. Ну, уже на пятом ходу были некоторые отклонения от обычной игры, потому что было сыграно конь на D7, а после чего пешка может идти напрямую на E5, обычно в этой позиции все автоматически играют E6. И Блэк felt quite comfortable today during the game, and it seems that you played quite quickly, and just we were wondering until which moment you knew this position. Казалось, что у черных все была очень комфортная позиция, и вы играли очень быстро, поэтому нам интересно до какого момента в этой позиции вы знали, что делать. Ну, я не могу точно помочь, но когда я в этой позиции все мои движения были очевидными. Я должен играть G6, чтобы играть КГ7. Также проблема, если БФ5, то просто Ф4. Когда я пришел к этой позиции, то все мои ходы были довольно очевидными, то есть мне нужно сыграть G6, чтобы брать фигуру на G7. А в случае слона Ф5 есть фото. Yeah, well, maybe worth mentioning that F6, F4. And I thought Bishop A3 is just winning, so it's hard to fall into this. So it seemed to me that I had to play G6, KG7 and then either Bf5 and Rd8, Rc8 and have full compensation if I can do all that. And for F4, I mean Bishop F6, we both thought it was reasonable for black. No, but maybe I should start, if I want to, I should start E4. E4 and F4, but it's too risky, I thought. Well, E4, KG7, F4, but I thought that if I played Bishop C7, I should have enough compensation. Well, but now I can, yeah, also. I'm not 100% sure, but it seemed to me that black is basically sort of doing off. What I didn't like was Bishop F6. Mm-hmm. Bishop F6, then check, and some Queen B4. Yeah, no, something like this is very unclear. And before Queen B2, and then... Some Rd8, Bishop F5, Rc8, well, you never know. You might get into some problems. Yeah, it can even be even better for black, so... You might be able to play E4, F4, but it's too risky. And Visha said that after C7, he proposed that he had enough compensation. Well, Visselin showed the option, which he looked at. So, F6, E5, H4, and then Black will be able to get B4, and perhaps it will be better for black. Actually, Kg2 is very exact. Sorry, Kg2 is exact, but then this 4 versus 3 is the maximum white can get. Because otherwise, I'm actually just winning the pawn. But after Kg2, I cannot win the pawn. But it seems that... I didn't see any big improvements for him, and we end up here. And the 4 versus 3, I knew that I'm in time with H5 always, so it was okay. And I have a question also to Visselin. You spent quite a lot of time after G6. Did you really feel that this position might be dangerous for white, so you have to go to Queen E5? Well, obviously, I didn't want to play this ending, because it's obvious that black has enough compensation, or it's much closer to a draw, and it's very difficult to win, or if not impossible. But simply, I couldn't see what to do, because somehow blacks play is very easy. And, okay, it's only one pawn, but the two black bishops on E6 and E5 are simply stronger, and somehow it was for me better to, you know, to have these weaknesses and to develop, but not to try to save the pawn and not to develop something. Would you like to add something about this game? Okay, just one funny thing, that this position is mutual as a zone. If it was black to play, it's lost. But luckily, it's white to play. So I thought there were really real details after that. It's funny that this position is a match with Csvang, and, of course, it's good that it's white for me, of course. Thank you very much for comments, and I have one kind of philosophical question. Both of you were world champions, and you played many matches, also between each other, and I was just, we were just wondering, I mean, when you play with the opponent, whom you played in the match before, does it influence somehow your next games? Well, my next question is somewhat philosophical. My next question is somewhat philosophical. You played a lot of matches in your life. You both are ex-chempions of the world, and you both played in the match between each other. Let's say next game, after this match, after the match is finished, I mean, you played a few years ago, but still you continue playing against each other. Okay, in general, I guess it's hard to forget, no? It's a world championship match, so, obviously, of course, it's not that it affects you, but, of course, you remember. Yeah, I guess that's basically it. I mean, it's not like we're continuing a theoretical battle, but, of course, we remember the result. And I have one question coming from Twitter, because we use also official Twitter in this... the tournament, and the question was to Veselin Topalov. One of the spectators, he saw your bracelet, which you wear in different events, and he was just asking if it brings you some luck. What is the meaning? What is the meaning? No, it's just Bulgarian tradition, and you have to wear it in the spring. Why especially in spring? That's a long story, but first of March, you have to do it. But for the moment, no, it doesn't bring me much luck, but okay, still I'm okay. Do we have questions to players? Yes. Yes. There are some questions? Yes. A. 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 What? What's up? A. 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 Как в шахматах. Нет, нет, нет никакой связи. Спасибо. У нас есть еще вопросы? Спасибо за ваши комментарии. Я желаю вам счастья. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья. Мы, комментаторы, находимся в Москве, но наблюдаем внимательно за тем, что происходит в Хантамансийске. Второй тур Пятиденского турнира. Итак, одна партия у нас закончилась. Я надеюсь, вы сейчас смогли услышать комментарии Топалова и Ананда. После их партии она завершилась ничью. Остальные три поединка продолжаются. Причем, если во встрече Аронян-Мамедьяров большой перевес Ароняна сохраняется, то в партии Крамник-Корякин, которую мы с Сергеем изучали в перерыве, все очень неясно. Вообще непонятно, кто играет на победу. Так что, возможно, все что угодно. Ну и в третьей партии из оставшихся Свидлер по-прежнему владеет большим преимуществом во встрече с Андрейкиным. Давайте посмотрим и покажем на доске, что произошло. Потому что ходов, кстати, очень много было исполнено. Давай, вот Аронян стоит. Да, Аронян-Мамедьяров. Вот сейчас нам... Вот в момент пошел Мамедьяров. Сейчас, подожди, сейчас, секунду. Вот, да. Вот давайте начнем с хода слон Е4 и дальше. Что произошло дальше? Кун Д5, ферзь Б3, ой, ферзь Х3, слон Е2, король Е2. Выгнал Ливон слона с Х5. И, судя по ходу, ладья Ж1 собрался дать мат. Да. Да, и тут, возможно, ладья Ж7 немедленно выиграл. Да, немедленно выиграл. То есть взяли на Ж7, ферзь Х5, просто зашли на Ж6 вот туда. И, видимо, собирали всю капусту, которая на этой грядке цвела. Возможно, его ждать нельзя его за такое. Во-первых, как-то нечеловеческий немножко выглядит Тарас. Во-вторых, все-таки 37-й ход был. Да. Наверняка был цитнот. Я смотрел, что у Леона времени было не густо. И когда есть возможность, вот, скажем так, он походил на месте по большому счету. Потоптался, да. И ничего черные не могут изменить. Почему бы это, в общем-то, не сделать? Ну, все равно, рано или поздно, белые, конечно, фигуры на королевский фланг перестроят. И все равно будут пытаться. Да, я думаю, что силы пешки Е6 рано или поздно скажется. Да, она как раз все силы черных на две части разрубила. Да, и можно там поиграть, там поиграть. И, в общем-то, черные... Если белые ничего не зевнут, черные никак не исправят свое положение. В общем, выигрыш белых – это вопрос времени по большому времени. И какой-то техники, конечно. Давайте посмотрим... С Крамника, да? А, давайте Крамника посмотрим. Там просто произошли некоторые... Мне кажется, там еще под цитнот все делалось. А, 12 минут. Да, вот сейчас Сережа Корякин сделал какой-то ход. Взял на... Взял на... Взял на... Он взял на C6, он не взял на E3. Вот видишь, он не видел. Во-первых, мы здесь смотрели все-таки отход белого ферзя на 7-ой ряд. Мы много отходов смотрели, кроме отхода на H3. Да. Ладья на E8, вот надо поставить ладья на E8. Ферзь H3 вообще мы не изучали. Пошел ферзь H3. Ну, давай покажи, что мы сейчас смотрели с тобой в перерыве. Конь C4. Конь C4. Ладья C6. Ладья C6. И вот здесь мы изучали ход конь Е3. Да, я кстати практически уравнивал. То есть мы даже не видели перевеса совершенно. Ну, конь Е4 практически вынуждена. Конь Е4 вынуждена. Ну, вообще идея такая, что на БЦ пойти и ФЕ... Конь C5 сначала. А, конь C5 сначала. Конь C5, да. Конь C5 тоже неплохо. Да-да-да, все равно у белых подавляющих. Здесь конь C6 совсем плачевная позиция, несмотря на то, что без качества. Не знаю куда, ферзь B3, ну, по-разному. Теперь можно и ферзь Е3, но, наверное, на ФЕ лучше, да? Да-да. И на Ф8 никогда нельзя, конь D7. Да, еще и пешка Е6 подходит. Ну, и они, может, не сразу проигрывают король А8. Ну, вот эту позицию идти нельзя, черным, очевидно. Но, возможно, оба противника, скажем так, издалека, это запросто, вероятно. Вот зевнули такой промежуток. То есть мы просто не берем качество и готовы играть как раз с равным материалом. Но с хорошей пешкой структурой, да. С хорошей структурой здесь все определяет. Да, и теперь на Ладе Ц5. Ну, нормальный ход, да. Да, если ФЕ3 уже ферзем, конечно, на Ц6 бьем. Да, конечно. Ну, пешки выглядят грозно, но король рядом. Я вообще считаю, что здесь не хуже даже у черных. Да, вот такое ощущение, что у черных здесь очень достойная игра. Там пешки ферзевого фланга покатятся, а пешки белых вроде бы никуда не идут. Ну, скажем так, при нормальной игре и черные не пойдут никуда. Но если белые что-то будут ломиться напрямую, король-то рядом у черных. Да, король рядом. А потом, если вдруг отвлекать очень просто. Б6, А5, и эту пешку-то королем не догнать никогда. То есть это важный ресурс. Да, но это уже оказалось за бортом, потому что Сергей не взял у нас на Е3, а взял принципиально, забрал вот эту ладью на Ц6. И вот, похоже, он сейчас получит именно ту позицию, о которой мы говорили. Может быть, пока не будет бить. Мне кажется, что та позиция совсем как-то выглядит плечевно, нет? Так уже побито же. А, побил на Е3? Он побил на Ц6. Нет, ну, может быть, не побьет на Е3. А, ну все равно конь на Ц5 идет. Да в том, что конь Ц5, там ладья еще подскакивает. Мне кажется, что Сережа сделал что-то не то. Да, что-то не то, Сережа, сделал. На 19 минут на 17 ходов, 18, очень мало. Да, очень мало. То есть, видимо, под воздействием цветноты вот как раз такое действие предпринимает Корякин. Ну, конечно, честно говоря, немножко странно. Видите, он считал единственным, для него было, что конь Е3, конь Е4, БЦ бить, ФЕ. Что вот здесь, вот он тут еще как бы считал, что здесь еще как бы шире. Он еще подумает, бить ему на Е3. И не видел Ферзь Д5. То есть, как бы проскочил мимо возможности. Время сэкономил. Ну, так вот часто и бывает. Там, где пытаешься сэкономить, там как раз нечто очень важное и проскакиваешь. Ну, мораль-то какова? Нельзя в цветноты такие залазить. Да, нет, ну, партия не закончилась. Да, ну, то есть, если мы не бьем, то тогда можно как-то там с пунктом Д5 работать, да? Ну, скажем так, все равно партия... Можно прикрыться, да, конь Б6 сыграть и где-то Ферзя вернуть на базу. Ферзя на Д5. Да. Тогда знаешь, тогда слон опять пойдет куда-то в район Ф6. Мне тут не нравится. Ну, неприятные позиции, конечно, да. Ничего не скажешь. Мне кажется, что бы ни говорил компьютер, здесь достаточно солидный перевес у белых. Вот по ощущениям. Но, понятное дело, что только анализ сможет потом показать, кто был по-настоящему прав, а кто виноват. Видим, что сейчас оба российских шахматиста напряженно думают, в то время как Свидлер гуляет. Давай посмотрим, почему, собственно, Петр разгуливает по площадке. Ага, ну, получилось то, что, собственно, и рассчитывали. Смотри, какой еще ход в конце сделал. Так просто практически вариант. Все по нашему анализу. Да, давай посмотрим. Угу. О, так это чуть ли не первый вариант, который мы начали. Да, да, который мы смотрели. Знажили, да. Ну, ладья идет на А5, да? Да, и защитился косвенно. Не взял ладья Ж3 из-за ладья Ж5. Да, ладья Ж3, ладья Ж5 сдался сразу. То есть пешечное окончание сразу безнадежное. А так ладья идет на А5. У белых две лишние пешки. Это что-то нужно. Это самое здоровое положение ладьи всегда бывает. В ладейных начеколях ладья перед пешкой максимально еще отрезает. Ну, еще одно интересное, ну, чуть-чуть более интересное пешечное окончание возникает после размены на А5. Вот нет ли здесь хоть каких-то, хоть мифических ничейных шансов? Давай, Ф5, да? Ф5, допустим, да. А что, король Ф2? Может, короля в центре? Нет, на край как раз нечего там делать, да? Запасные темпы есть у белых? У нас запасных темпов много? Нет, немного. Ну, давай просто прямой вариант. Король Ф2, король Ф7. Король... А, так теперь много. Вот. А, вот надо король Ф3 обязательно вызвать ход А5, король Е3, король Е6. Да, так, так и А3. Да нет, А4. А, ну, нет, меня учили, что запасные темпы надо... Я Б3 сыграл. Какие запасные? Я тебя не пускаю на Б5. Запасные пешки не надо, не запасные темпы. Хорошо. Итак, выигранная позиция. Ну что, Мамедьяров, судя по всему, признал свое поражение. Давай покажем, как это было. Может быть, пару ходов сделали еще. Так, что здесь было? Слон Ф3. Все-таки какая-то конкретная... Сейчас мы просим диаграмму на экран, потому что там уже покидают игроки. Да, значит, слон Ф3, конь Ф4 последовала, ладья Д1, так крепенько, да? Ладья Д1. Король А8 и Д5. А, неожиданно, пешка Е пришла просто с ходом с лопастом. Да, просто пешка Е идет, потому что ладья бьет Д5. Вот давай покажем, ладья Е7, ладья бьет Д5 и черные сдались. Или ферзь Е7. А, ферзь Е7, да, совсем. Даже не знаю, что лучше. Ну, что сказать, катастрофическое поражение сегодня случилось в этой партии. Мамедьяров в дебюте уже допустил очень грубую ошибку. Но потом, кстати, вот мне понравилось, как Ранянд реализовал. Очень жестко, очень мощно. Потому что если все-таки дал бы перестроиться, могла партия затянуться, а то и вообще... Вот Мамедьяров на Ф5 побил не той фигуры. Слон бьет Ф5, побей. По-нормальному развейся. Мне кажется, было бы гораздо больше шансов на спасение. А так он даже не успел консолидировать фигуры. На него накатили сразу. В общем, констатируем факт. Фаворит этого соревнования, во всяком случае рейтинг фаворит Ливон Аронян возвращает себе комфортное турнирное положение. Он сумел сразу же отыграться. Вернулся на отметку 50% очков. Ну, а Мамедьяров опускается вниз. Так, у нас осталось две партии. Причем одна из них вот-вот закончится. Если сейчас, вот я обращаюсь к нашим инженерам, если сейчас будет пресс-конференция Ароняна с Мамедьяровым, то мы готовы уйти из эфира и послушать Ароняна и Мамедьярова. Так, тем временем Андрейкин тоже сдался. Дорогие друзья, я информирую, что Андрейкин после хода ладья Д5, как сыграл Свидлер, мы просто показали тут Сергею пару пешечных окончаний, Андрейкин все понял и признал свое поражение. Итак, у нас остается только одна партия в эфире. Это Крамник против Карякина. И мы можем на ней сосредоточиться. И, конечно же, ждем пресс-конференции. Я думаю, что Петр Свидлер порадует нас сейчас своими откровениями. Уходим на пресс-конференцию и смотрим, слушаем. Приветствуем вас на второй сегодняшней пресс-конференции. Первая партия с решающим результатом между Ливоном Ароняном и Шахриаром Амедьяровым. И моя вопрос к игрокам, что произошло сегодня. Нет, я знал 92, я играл вновь против Иванчук. И, если я помню правильно, идея с 96 не была так хорошей. И это очень хорошо. И, когда игрокам я поняла, что может быть, Ф4-коррект. И вот я думал, что РК-8, Ф5-кн, Ф8. Я имею в виду, что выглядит пассивно для Блэка. Но есть такие идеи в коньсер-конференции. Вариант с ходом конь Д2 я уже играл с Василием Иванчуком. Ход конь Ж6 считается не самым лучшим в этой позиции. А Ф4, все верно было. А6. На Ф4 есть вариант ладья Е8. И после Ф5 конь Ф8. Такая позиция получается. Да, чуть-чуть пассивная, но... Немного пассивная, но при этом довольно крепкая. Запас прочности у черных есть. У меня несколько удивил ход Шахрияра А6, но потом я понял, что он зебнул эту простую тактику. на Ф6. Но так не... Видимо, часто случаются с игроками тактического плана. Я бы не сказала, что играть и за белых, и за черных эту позицию легко. Кажется, что у белых перевес, но однако черным удается консолидировать свои фигуры, и путь к выигрышу для белых не так прост. Например, после Е4, это очень непросто для черных, что он не может играть на Ф5, а если он будет хорошо, например. Но здесь я решил, что он не может играть на фигуры, и за черным не следует играть на Ф5. Поскольку следует Е5, конь Е4, сломит Е4, ФЕ, ферзь Б3 с шахом, я забираю на Б4 и при этом нападаю на ладью Ф8. Шахриар сделал лучшее продолжение, на мой взгляд. Здесь так же Ф5 не очень хорошо, ввиду Д5, СД и ЕФ. Хотя, может быть, были шансы черных именно в этом продолжении. Может быть, здесь стоило бы съесть ЕД из ИД и Д6. Да, и после Ф5, я думаю, что, хотя я не уверен, что эта позиция полностью потеряла для Б4, но, как я чувствовал, что, если он стоит, я просто хотел избавиться от времени, и я думал, что там должно быть какой-то план, чтобы победить. После Ф5 позиция черных не очень хорошая, однако в цейтноте, я думал, мне пришлось провозрить усилия, чтобы найти наикратчайший путь к выигрышу. Ливон, вы упомянули о цейтноте, но вы считаетесь игроком, который всегда играет очень быстро, и вот во второй партии вы испытывали нехватку во времени. Как вы думаете, в чем причина этого? Вчера, наверное, причина была в другом. Я просто не мог понять позицию, и поэтому подразделием много времени, и дело слабое. Я не понимала позицию, и я провела много времени, и делала сильные движения. Но этот день я знал, что Шахрияр очень хорошо защищается, поэтому я не хотела создать противопоставку для него. Мой вопрос к Шахрияру, рассматривали ли вы вариант здесь, видели ли вы конь d7, который произошел в партии, после хода конь d7? Нет, вместо хода конь d7 вержи 5. Конечно, я рассматривал ходы ферзи 5 и конь h4, но... Конечно, я рассматривал ходы ферзи 5 и конь h4, но... Да. Может быть, h4, но он выглядит... Я не знаю. Может быть, если он говорит, что именно в этой позиции он предпочел бы играть белыми? Что Шахрияр предпочел бы играть белыми? Нет. Оба, оба. Да. Ну, окей. Ну, I missed абсолютно 94. I don't know. I forgot my analysis after 92 and absolutely forgot... Не видел ход конь d4, и после хода конь d2 я уже забыл свой анализ. Конечно, после 94 позиции черных были как проигранные. Есть ли вопросы? Do you have any questions? Я хотел спросить, вот в этой позиции я уже примерно понял, что зелнул только когда видел ход конь d4, либо сразу после d5. In this position, did you understand that you made a blunder after night d4 or before it? When I took a knight and made a move, I saw it, but it was too late. Кон H8 пойти и мучиться, особо не было желания, и решил. Then move, knight H8 leads to suffering, but I did not want to do it. Есть ли еще вопросы? Do you have any more questions? Thank you very much for your comments. Спасибо. Это Петр Свидлер и Дмитрий Андрейкин. Но в паузе мы хотим вам быстренько проинформировать о том, что происходит во встрече Крамник-Кавякин. Там борьба продолжается в жестком цветноте Кавякина. У него лишнее качество, но сильнейшая атака сейчас у Владимира Крамника. И если нам будет возможность показать диаграмму, давайте посмотрим. После конь b6 мы уже ушли из эфира. Белые сыграли конь c5, ферз d5. И здесь у белых огромное количество выгодных продолжений. Согласно нашим анализам, ладья 1 вообще вело к очень жесткой такой атаке белых. Потому что... Прыжок слона куда-нибудь в район h6, ферзь a3. Да, слон уходит, ферзь a3. Но спасение мы не нашли. Но последовала ладья c1, король a8. Вот теперь Владимир, судя по всему, решил полакомиться пешкой c6. Он сыграл конь a6, угрожает взятию на c7. Например, на ладья e7. Последует конь b4, белые съедят пешку на c6. Ну, возможно, как-то немножко все-таки черным удастся здесь еще подержаться над пропастью. Ну, значит, тут такого сразу... Да, конь b4, c6, конь a6. Конь a6, ладья e7, черные перестроились. Пешки c7 не стало, но где-то от этого может полегче. В каких-то вариантах, по крайней мере, уже мата не предвидится. То есть, таким образом, Ковякин сможет дожить до окончания цитата, во всяком случае. Да. Ну, так или иначе, Крамник сохраняет перевес. И, соответственно, мы готовы уходить на пресс-конференцию Петра Свидлера. Это всегда интересно и всегда познавательно. Мы будем готовы к этому турниру специально. Вы ожидали только от Дмитрия, что он будет приготовить что-то специальное? Нет, но, в основном, Дмитрий – довольно новый игрок. Вопрос от Анастасии. Вы ожидали чего-то нового только от Дмитрия или вообще от всех участников турнира? Петр отвечает, что, конечно, все готовились очень сильно к этому соревнованию. Но дело в том, что Дмитрий – это один из новых участников турнира претендентов. И его дебютный репертуар еще не столь известен. И, соответственно, даже на первом ходу уже можно было ожидать всего чего угодно. Что случилось позже? Первый движок? Ну, это было много времени, когда я посмотрел на эту позицию. Очень много времени прошло с тех пор, как я последний раз смотрел на эту позицию. И выбор, который я сделал в этой позиции, не самый принципиальный. Но дело в том, что после, допустим, конь С3 можно начать играть очень острые какие-то линии. И я не хотел ввязываться в эти осложнения, потому что я, конечно, смотрел это, но когда-то очень давно. Это все теория. Насколько я помню, черных здесь должно быть хорошо. Но мне казалось, что просто мы войдем в игру и будем играть. Может быть точнее нужно было начать с аркировки, потому что ферзь g5, ход довольно хорошо расположен в ферзь на g5, и не стоило его допускать. Может быть и после аркировки взять НСА один черный могут сыграть ферзь g5, я не уверен. Ну, здесь я практически уверен, что у черных комфортная позиция у меня, наверное, не хуже, поскольку я ничего плохого не сделал, но и не лучше. Дмитрий, а как вы оценивали эту позицию после дебюта? Да, я тоже был очень доволен этой позицией, особенно ходом ферзь g5. То есть если этот ход не делает, то, конечно, у белых есть позиционный перевес, такой достаточно ощутимый, ясный плак. Ферзь d2, ну, даже вот если бы где-то белые успели, скажем, вот здесь следующим ходом пойти ферзь d2, то, конечно... В общем-то, не так понятно, что делать. План был крайне трудно найти, да. Потому что, ну, конечно, рано или поздно где-то должен произойти размен ферзей, но тогда будет абсолютно рано эндшпорт, мне кажется. Тут есть вот такой наскок, с виду он может показаться опасным, но здесь можно... Может, нахватить и нахватить, а нахватить и нахватить. Ну да, здесь не имеет значения, в общем-то, вот этот размен, он, конечно, только черным на руку, поскольку слон едва не играет. Слон жуткий, да. Ход b4 мне тоже откровенно не нравится, потому что... ну, как-то я цели не видел особо. Ну, я так понял, единственное, что вот, например, если сразу белые ходят ферзь d3, тогда у черных есть ход конь g7. Ну да, идея была, как бы, иметь в запасе ход b4, b5 в каких-то позициях, может быть. Но понять, где так ходить, я потом так и не нашел ни одной бойцы, в которой мне этот ход нравился. То есть, честно сказать, игра такая немножко рваная. До какого-то момента я делал ход за ходом, просто, грубо говоря, вот какая-то позиция, надо сделать ход, сделал ход. Вот какая-то новая позиция, надо снова делать ход. Но бойцы надежные, поэтому ее сильно испортить невозможно. Конь f6, ну, как бы, b5... Последнее, что меня окончательно отбило желание проходить, я понял, что даже если черные просто... Ой, прошу прощения, ab, cb и конь e7... Basically, I was... I'll switch to English. Basically, I was half-planning to play b5 at some point, but the final nail in the coffin of this plan was I realized black can even take and go knight e7, and I cannot stop d5 on the next move. And I might even be worse, for all I know. So, that was the final reason for me not to do this. Yes, I would just like to mention that all this discussion started when Dmitry said that he didn't quite like b4 moves. Yeah, no, I don't like it myself. Basically, I played it because I thought maybe there will be some positions in which I can play b5 profitably, but then I couldn't find a single position in which it worked. So, yeah, it's a bit of a waste of a tempo. Actually, also commentators, they mentioned that probably b3 is more typical, yes, in this position. B3 is a bit more safe and a bit more reasonable, but it shouldn't be ruining white's position just yet. Commentators also pointed out that b3 was probably possible. It was more typical. And Piotr said that it's really so. And it doesn't break the position of the white's position. It doesn't break the position of the white's position. It doesn't break the position of the white's position. Yeah. Generally speaking, if nothing happens, the queens will come off and the position will be completely equal. and some kind of a, let's say, you know, a normal way of continuing in this position would be, let's say, b3, I don't know, knight f6, queen... A typical, I don't know, some move here, I don't know. And then we go queen e3, takes, takes, let's say, I don't know, rook f8, although this move doesn't really make much sense. Queen e3, takes, takes, knight d4, rook bf1, and then I will play knight c2, then I will go back to c6, I will play knight e3, then I will come back to d4. This is how things generally go in this position. But, yeah, after b4, at least I created some, you know, potential targets for black to aim against, and this created some excitement potential. After b4, I tried to create some of the points for black to aim against. I tried to create some of the points for black to aim against. I tried to create some of the points for black to aim against. But, yes, I tried to create some of the points for black to aim against. But, so or the point, here, basically, I'm not threatening anything, but on the other hand, you know, I can imagine some moves which might improve my position. I want to play a3 at some point probably, and then I don't know, queen g3, queen e3, I don't know. 95 maybe in some positions, and I'm quite solid, but I have no real plan of improvement, and I think black should be perfectly fine here. Yeah, rook c8, I expected this move, and then I realized that apart from it being just a very decent move in general, black also creates, let's say, if I pass here, I think black just wins, wins material by takes, takes 94, and queen d3 loses to rook c3, oops, to rook c3, obviously, not rook c4. In the case of a variant that demonstrates Peter, apparently, the white just lost the material. Yeah, so basically rook c8 creates a very concrete threat of bishop takes c4, which has to be addressed, so I'm more or less forced to go 95. And this is maybe the critical position of the game, because black has a very attractive option of b7, b5, which is what Dmitry did, but it turns out that, you know, in concrete complications there, I think maybe white actually comes out slightly on top, so maybe black could just play rook fd8 here and ignore it for a while. Or also black could, black could potentially take with the bishop and go knight e7, but... Maybe e4 instead of knight e5. E4 is, e4 is generally not such a, e4, I think, here, oh no, queen e3, I can't even play queen e3, maybe I can. Yeah, I can. Here, it might lead to huge problems because takes, takes, you cannot take on b4 because the knight will, ah, there's knight d3, sorry. But even, even fe3, uh, knight e5, knight d4, the pawns, oops, keep on doing this, knight e5, knight d4, the pawns might run. And, ah, in general, I'm not sure black should be aiming for this structure, but after knight e7, knight e3 and some move, I don't know, knight d7, for instance. Uh, or maybe b6 and, ah, black has some play on the king side which has to be addressed somehow, because if black gets, let's say, a 5e4, f4, he will be much, much better. So, it kind of depends on what's happening after c5 here. So, ah, this was a possibility. Um, I couldn't really assess what's going on there. After knight e3, there are many moves, there's, let's say, knight g6 and maybe I have to play queen f5, I don't know. It's a strange position. And after rook d8, once again, I can play knight b6 if I want to, and maybe drive the rook back to b8 or somewhere, or I can play a3 just generally strengthening my position, but I have no idea what's going on, and I think black is fine. I have no idea what's going on, and you need to ask the king of the king. Well, I think it's a bit of a position in the party, because there's a very interesting B5, that's why Dmitrius is doing, that looks very принципiall, but, perhaps, after this everything is changing, and, maybe, it's not being able to do the objective, although it's hard to say, maybe we have to go that way, but we don't see. Но можно, скажем, пойти слон Д5, ЕД, конь Е7, мне кажется, что Е4 хайти рано, пока конь Е7, и после, скажем, конь Е3. Если черный успеет, скажем, отвести коня с Ф6 и начать какой-то штурм на королевском, там, Ф5, Е4, Ф4, у них понятно, что будет великолепная позиция. А если белый успеет что-то на ферзьевом фланге, сами начать первыми, у белых будет хорошая позиция. Довольно конкретная игра начинается. Ну или можно просто пойти ладья ФД8, и, ну, как бы коня на Д5 поставил, является ли это большим достижением, непонятно. Но в черную довольно простая игра, ничего не висит по-хорошему. То есть партия продолжается, я думаю, что бойцы по-прежнему где-то в границах равны. Но дело в том, что здесь, например, у белых есть ход А3, и тогда уже Б5. Б5 уже не будет больше работать, да. Если выходить Б5, то проходить надо сейчас, это правда. Есть вот окошко, в которое можно пойти Б5. И здесь вот у белых два основных хода, Ферже3 и Ферсье3, видимо. И, может быть, и Ферсье3 тоже было неплохо, но я, поскольку посчитал Ферже3 до какого-то момента, и мне нравилось, что там происходит, я решил, что я не буду тратить слишком много времени на второй ход. Мне кажется, был довольно интересный вариант. Вот здесь еще конюш 6. ЖФ мне не нравилось. ЖФ, естественно, да. Может быть, даже пожертвовать качество. Может быть, даже не стоит это делать. Просто взять... Да, Петр просто отметил, что позиция белых в этом случае... Да, я не знаю. Очень много... КОНГ-Г3. КОНГ-Г3. Очень много... Да, это не знаю. Я не знаю, что происходит здесь. И еще может быть, вы можете начать по-каку х3. Я не знаю. Очень сложная позиция. И как я сказал, maybe I would have spent half an hour and went for this but I found Qg3 and I realized it seems to me that I'm doing very well here and I thought let's just stop and play this move because I quite like what's coming out. If knight takes c4 I think Qg5, knight g5 and knight b6 is quite strong with the idea of Rb8, rook takes d6 rook takes b6 and c5 and at this position if knight d4 then rook takes d4 and I think I'm fine. Well, I'm better and I think the critical move is knight e4 and now rook e6 f6, cb6 and the pawn on b6 will probably fall but I will definitely get something for it so I don't know knight d6 some kind of strange position. I'm at least not worse here and maybe I'm fighting for an advantage. It's difficult difficult to work out what's going on. So I expected Qg3 and now takes takes h takes g and black has a choice between two captures on c4 and and the critical thing is after bc4 I play f4 if I hadn't seen f4 I would have continued searching for other moves but f4 I realized that this is a very attractive opportunity and I just stopped here and thought this is very interesting I should be going for this. Да, и важно что после взятия пешкой на c4 у меня исход f4 очень такой важный ресурс если бы я его не видел то наверное я просматривал какие-то другие продолжения. Если славно просто что if black takes with the bishop on c4 I take take rook d6 it seems like rook fd8 has to be played and now takes takes and knight e3 and because of the spoiled pawn structure on the king's side I think I have some pull here after knight takes b4 I can play e3 for instance. I don't know if white can actually win this position but white will be pressing it's quite clear. And after f4 I think what Mitri did was the most critical reply but then he just basically he forgot about a square and his game just collapsed. I think f5 is correct because the threat of f4 e5 is just too strong. Black could try c3 but then I take on a6 rook a8 is impossible because of bishop b7 so black has to play rook c7 and for instance I can play b5 here and it seems to me I'm the only one that I'm playing for a win here. I think I'm the only one who plays here for a win here. Regardless of where this knight goes I think I should be better here. In the зависимости от того куда уйдет конь у меня лучше. So I expected f5 and now takes takes knight d3 and here basically I understood that Dmitry basically black completely controlled the f5 square for such a long time that Dmitry forgot that I can put a piece there. He went bishop d3 takes takes and he only thought about knight d5 when in fact knight f5 maybe just wins on the spot. f5 I ожидал дело в том что в этот момент я понял что черные так долго контролировали f5 что видимо Дмитрий просто в какой-то момент уже забыл что я тоже могу у меня тоже регулярно выпадают так клетки я очень хорошо знаком с этим феноленом когда я бы еще назад вернулся чуть-чуть что произошло я значит пошел b5 и был очень доволен потому что я думал что Петр пойдет g4 и я построил вот такой вот кулак и все будет отлично к сожалению здесь меня Петр который зачаровал чуть-чуть но unfortunately here Петр made me upset but this is still not not a very clear position I think and black had a choice here black could play b4 b6 for instance after b6 I think 9d4 is interesting 9d4 I think it's not really working because take take yeah I spent some time calculating this and finally I think what I settled on is check takes you want to take and I think bishop g4 wins here d2 rook c2 and then I come with the king c3 for instance I go king f2 and the king comes over to d3 and I think this is winning I spent some time looking at this because there are a lot of positions here where I have to control pawns like this if I play d3 where c3 here it's kind of the same actually you can maybe play h5 but I think I can just play h3 the point is that I get the king to e3 just in time I think before the second pawn arrives on d4 this is hugely important because if black had a third pawn on d4 he would be doing obviously very well but I think I'm just in time so I thought either bishop e4 or bishop e6 and for instance bishop e6 I cannot play f5 well I can but I don't like it much because there's knight d4 and if bishop g4 bishop d7 I think I misplaced my pieces quite horribly but after bishop e6 I can just take on d6 and if I can just take on d6 and if e6 f5 d4 g4 and after knight d4 I can just play bishop f1 and I won back this pawn and the pawn on e5 is hanging and the pawn on e6 is hanging there's actually quite a lot hanging in black's position and for instance let's say c3 f5 I'm probably already almost winning although now that I think about it there's knight f5 which I didn't see which I didn't see during the game but maybe even here takes takes bishop takes a6 I have my own trumps here rook c7 b5 my own pawn starts running and basically the rook on d6 controls the very important d5 so maybe even here I'm doing okay so maybe objectively maybe I'm actually better here but I'm not entirely sure I was just happy enough to get this position because I realized I'm the only one playing for a win here and bishop d3 is obviously a gift because here here I think this is more or less resignable because there are just too many threats I thought what Dmitri did was the only chance but it doesn't help either because basically if king h8 the simplest way is just to take on d6 and after rook c7 for instance fxc5 black is completely tied up and I will play a4 and b5 next and I am already I think a pawn up here so everything is collapsing and moves like knight d4 knight b4 don't work because black doesn't have enough pieces on the board to start running with those pawns so if 4 i thought was the only try because there are enough figures to start b with the horses and here I needed to make a choice because I think objectively rook c6 wins as well takes takes 97 takes 94 I think this should also be winning but after rook c4 knight f5 check black goes king g6 king g6 not king f6 because it's very important that after knight d6 black has rook d4 and the pawn start running so I have to take on e4 probably and this is a rook ending with one less pawn in the game and if knight e3 rook takes b4 I think objectively this has to be winning for white but it's a little bit tricky and I thought that the rook endgame I'm getting in the game is simpler so I took on d6 I think black goes f5 here I think the most precise way is to take take and play g4 straight away and Вероятно, наиболее точный путь заключался в этом варианте, здесь должно быть выграно. Я думаю, хотя после 5-8, это все 8. Я думаю, что это должно быть выграно. И если Нф5, я думаю, Ру-Е1 будет выграно здесь. Я думаю, что это будет выграно. Мне кажется, что я это смотрел во время партии. Детунок Диван, Е3, КФ3, и теперь я буду начинать бегать с А и Б пауны. Детунок Диван, я начну бежать с Аб. Это должно быть достаточно. Это было бы возможность. Я думаю, что я нужно обращать внимание на все прыжки конем, но я думаю, что это должно быть выграно. И после Е3, мы получим эту позицию Макдональд-Лабурдене, после Ру-Е6, Е2, Ру-Е1. Но я думаю, что я думаю, что Лабурдене было 3. Так, позиции Макдональд-Лабурдена было 3 пешки, а здесь... И мы получим этот Ру-Е3, и, конечно, Ру-Е3 это ошибка, который начнет время. Но я думаю, что, объективно, это должно быть выграно. Итак, дорогие друзья, продолжается наш вечер. Ну вот сейчас уже действительно вечер. Три партии закончились, осталось последнее испытание. Ковякин черными, в общем, с большим трудом держится против Владимира Крамника. И давайте мы сейчас, мы, Сергей Шипов и Сергей Рублевский, покажем вам, что происходит в этой партии. Потому что пресс-конференция Петра Свидлер, это всегда очень, хоть и увлекательное, но долгое занятие. Мы боимся, что партия просто закончится вот-вот. Так, давайте сейчас отмотаем до момента 27-й ход, ходом конь А6, белый напал на пешку С6. В общем-то, лобовая игра напала на С7 и так уже на С6, по сути дела, поскольку С6 не защитить. Вот. Таким образом продолжалась игра. Сейчас уже пешка-пешка закачивается, но вообще-таки у белых перевес, понятно, что очень достаточно хлипкая позиция коня на Д5. Да, вот как удержать этого коня, это большой проблемой. Да, Ж4, в общем-то. Давай покажем вариант, вот этот с ладья Ц5. В смысле, сразу с ладья Ц5, да? Да, вот здесь, если сыграть ладья Ц5, ладья Д8, конь С6. Да, конь С6. Вот такой тонкий был, ладья может куда-то уйти. Да, ему на его. На Е8, да. И вот на ладья Д5 есть ход Ферзь Д5. Да, после чего белый просто получает мат по первому ряду. То есть рассчитав такой вариант, Владимир принял такой... Да, Владимир пошел в Ж4. Ж4. То есть где-то в каких-то вариантах еще, кстати, правда, честно говоря, мы сразу не нашли. Где-то, почему Ж4, скажем так, а не Ж3 или не Аш3. Где-то, возможно, там, после конь С6, Е6 нет хода Ферзь Ф5. Хотя, честно говоря, где конкретно, мы что-то не смогли обнаружить. Ну, такое впечатление, что у Сергея очень мало времени оставалось. Он вообще не понял, в чем идея хода Ж4. Поскольку здесь ходом ладья Е8, да, мы смотрели? Нет, ладья Д8. Но ладья Д8, покрепче, покрепче. Да, ладья Д8, скажем так, он качество обратно не проигрывал. То есть мог оказать сопротивление. На конь С6 ладья Е8. Он просто проигнорировал ходом Х5, получил ладья С5. И теперь тот же вариант, о чем мы показывали до этого, только форточка есть. Поэтому на ладья Д8, конь С6, уже нет хода ладья Е8, потому что мата нет просто. Ладья Д5 выигрывает. Мы нуждим было отдать. Ну и получилось совершенно безнадежная позиция. Просто без двух пешек. Вот еще Владимир пошел в ладья Ф6. Как мы считали, что не надо давать размен ферзей. Ну теперь, не знаю, наверное, как угодно можно. Можно ладья Ж6. Да, ладья без Ж6, наверное, самое простое решение. На ладья Х8. А, ферзь З5 просто же. Да, ладья Ж6, потом ферзь Ж4. Лучше ферзей оставить, чтобы были комбинированные угрозы пешкоедок. У нас мощнее продвигается. Ну и к тому же Черный Король по-прежнему под шахами остается. В общем, осталось три хода до окончания цветноты. Сейчас Крамник думает. А, подожди, кстати, смотри, на показание часов. Две минуты у Крамника не так много. Ну, три хода. Да, мне кажется, в этой позиции три хода Крамник сможет сделать. Может, сразу Е6 вообще толкнуть пешку? Е6, ладья Ф7. Давай посмотрим. Ну, может быть, это слишком грубо. Недостаточно технично, но зато очень конкретно. С6. Ладья Ф7. Ну, ферзь Ж8, что ли? Куда вот идти здесь? А как арест, все ружи Е7. Ну, Е7, ладья Е8 как-то. Ну, там ферзь Е6 где-то будет ход какой-то. А, там правда... Нет, так может быть, тогда, знаешь, чтобы не так пассивно было. А, это не помогает мне. Ну, там на Ж6 будет взятие, да. Ну, а тут, мне кажется, как-то совсем пассивно. Ферзь Е6 осталось. Ферзь Е6. Нет, ферзь Е6, кунь Е7 есть ход. Странный такой. И устояли? Ну, давай посмотрим. Да, может, устояли, действительно. Ну, слон Ж5, похоже, все. Пешка на С6 подвисает. Я понимаю, что... Просто нет хода ладья Е7 за ферзь Е6, да. Ну, а теперь вот все, просто сразу сдаться надо, да. Ну, в общем, мы не видим, честно говоря, каких-то... Не видно. Интригующих факторов в этой позиции. Можно Е6. Да, то есть Е6, ну, такой он очень жесткий ход. Вот лично мне так напрашивается. Но, не знаю, может быть, Крамник найдет более что-то сухое, спокойное. Хотя, как раз иногда самый простой способ успокоить позицию, просто грубо ее выиграть в полтора хода. Слон Ж5 пошел, судя по-другому. Слон Ж5 пошел, да? Нет. Погоди, не-не-не-не-не. Это мой вариант. Он побил на Ж... А, все, партия закончилась. Слон Ж5 пошел, да. Слон Ж5, ферзь пошел на Ж8, а ладья бьет Ж6, еще и на Д8. Да, все оказалось взято. А на слон Ж5 защиты... А, ну, а что делать-то? Ну, наверное, ферзь Ж8 не надо было, да, но... А как ходить-то? Не, ну, позиции плохой нет. Сейчас даже эффектный ход ладья Д6 угрожает. После чего белые съедают вообще все. С шахом, да. Ну, в общем, позиции безнадежные. Здесь Карякин признал свое поражение. В целом, надо сказать, что победа заслуженная. Крамник, он в дебюте преподнес достаточно серьезный сюрприз. Карякин долго думал и попал в достаточно неприятное положение. Конечно, по ходу дела были определенные качели. В анализе, я думаю, можно найти какие-то способы лучше сопротивляться за Карякина. Но, в целом, вся партия проходила под знаком давления старшего товарища. Крамник молодец. Наверное, неточности были. Но, вообще, тенденция была нехорошая. Позиция была настолько сложная, что требовать от людей компьютерной точности это вообще безграмотно и невозможно. Так что Крамник молодец. В общем, показал себя во всей красе. Ну, а Сереже Карякин еще надо будет поработать. Впрочем, я повторюсь, наверное, в 15-й раз скажу, что турнир, дорогие друзья, только начинается. Итак, у нас есть сейчас три лидера, насколько я понимаю. Это первая Анант, вторая Свидлер и третий Крамник. Два наших и один не наш, но очень тоже горячо любимый всеми нами шахматист. Аронян исправил вчерашнюю оплошность, вернулся на отметку 50%. И, соответственно, в числе отстающих у нас Андрейкин, Мамедьяров и Карякин. Но они отстают на пол очка. То есть у всех уже есть очки в этом турнире. Это очень важно. Никто не проваливается. Сегодня у нас получился кровавый день. Три белых победы. И вот нам сегодня задавали вопросы. Вот как вы думаете насчет черной фигуры, будет ли они побеждать? Ну вот вы видите, что белые нанесли очень мощный удар. Все-таки право выступки имеет достаточно серьезный вес. Давайте посмотрим, возможно, к нам прибыли еще вопросы. Так, ну вот вопрос от Станислава Суханицкого в Полтавской области. Как вы думаете, сможет ли Карякин удержать свою позицию против Крамника? Вопрос запоздал. Ну, извините, вот у нас так сложилась трансляция. Если не удержит, сможет ли Карякин претендовать на победу в этом турнире? Я считаю, что никто еще не потерял шансов стать первым. То есть даже и ни Карякин, ни Мамедьяров, ни Андрейкин. У всех шансы есть. Все может измениться довольно быстро. Так, Олег Кравченко спрашивает. Как вы объясните феномен Петра Свидлера? Он почему-то может побеждать только в чемпионатах России. Ну, простите, а Кубок мира кто выиграл? Кто выиграл Кубок мира в Кантамансийске? Ну, это, конечно, не совсем правда, да? Пару лет, но нет. Он побеждать может любых. Петр выигрывал из супертурнира, причем с участием Каспарова и Крамника. То есть, ну, правда, это было в Тилбурге в 2007 году. Тут какая-то есть доля правды. Скажет, что, может быть, Петру турниры со смешанным составом, ну, где есть, кто послабее, посильнее, даются проще. А кому не даются, не проще. Нет, ну почему? Кто-то играет с сильными только очень хорошо. Вот. Ну, вот так его. В общем, вот такой вот он шахматист. Хорошо, может быть, Кубок. Ну, на самом деле, Петр очень много черными выигрывает. В Грюнфельде у него победы очень много черными. На самом деле, с сильными, скажем так, с Грюнфельдой у него как раз проблемы. Если они его по дебюту решили. Ну, хотя даже Ароняна, он не раз побеждал в том же Грюнфельде. Ну, в общем, суть такова, что у Петра, конечно, есть, в общем, еще резервы для роста. Может быть, он их сейчас вот реализует. Посмотрим. Ну, кстати, вот интересно, что вокруг Петра Свидлера и до турнира, и сейчас очень много разговоров. Я, ну, с одной стороны, приятно, что ему оказывает такое влияние, внимание. А с другой стороны, я немножко удивлен. Мне кажется, что в этом турнире есть и другие шахматисты, заслуживающие обсуждения. Ну, Петр сегодня победил, он молодец, и, в общем, он находится в шансах. Молодец. Так, значит, Владимир спрашивает, имеют ли право игроки не появляться на пресс-конференции на этом турнире. Ну, вот мы с Сергеем обсуждали этот вопрос. Раньше было, скажем так, по усмотрению игроков. Если человек проиграл, то он мог не приходить. Но пока, тем не менее, все проигравшие ходят. То есть это по усмотрению. Если в случае нищие обязаны оба приходить, так всегда было. С точки зрения болельщиков, конечно, приятно слушать мнение с обеих сторон. Но каждый из нас может забраться в школу проигравшего шахматиста. И понятно, что совершенно нет никакой возможности психологически, физически выдерживать вот это давление пресс-конференции. Мы тут точно сказать не можем. Это в контракте только. Контракты не разглашаются. Вчера был вопрос насчет призов. И мне немало сил хватило, чтобы найти, где призы. Давайте послушаем, Сергей. Какие призы у участников? Действительно, на сайте турнира ничего призов не сказано. Давайте мы вернемся в эфир, а пока слушаем Крамника. А мы еще вернемся, мы не прощаемся. И скажем о призах. Думали ли вы, Сергей, готов к нему или нет? Нет, но я понимал, что это возможно. Я понимаю, что это возможно, что Квинс Гамбит будет acceptен, потому что я не имею в виду много опыта, и как я играл против него, не было очень амбициозно. Поэтому я подумал, что он может попробовать это. И, ну, вообще, я приготовил эту идею для Лондон один год назад. Так что я думаю, что мой новый идея А3, это очень интересный. И я думаю, это абсолютно новый вариант. Потому что весьма стоит относиться к Ефу, и есть много хорошее. А3 является новым, который я приготовил, уже более чем один год назад. Но это, конечно, всё было трудно поменять. Я посмотрел это очень shortly вчера, я просто повторил это очень буквально, но очень тупо для возможного missions. — Ты уверен, что есть один игрок с А3 в Беларуси? — Да. — Но женщины игроки, я думаю. — Ты не можешь назвать это игроком. — Владимир Артургий ответил, что он этот вариант, принятый Ферзевой, довольно давно не играл, и что он рассматривал такую возможность, что Сергей может его применить за черных. Но также он добавил, что весь этот дебютный вариант он готовил к прошлому претендентскому турниру в Лондоне, но перед партией лишь кратко его повторил, но интересная новинка — ход А3, который он применил в этот раз. — Я здесь добавила, что встречался ход А3 в партии, и это играли женщины. — Или одна из соперников была женщина. На что Владимир ответил? — Ну, не будем говорить. — Ну, не скажем, что подшитил. — Окей, so we can continue. What happened later? — А3. — Что произошло дальше? — Yeah, okay, I didn't expect this move. — Сергей сказал, что не ожидал этот ход А3. — And, okay, I was thinking that 95 holds solid, but slightly worse for Black, and I decided to play principal. But, of course, I understood that Vladimir is prepared better than me, but still I wanted to fight and to play principal, but, okay, I don't know, it's hard to say what is the best. — Okay, the position is very complicated, and I believe that it will, you can play lots of games, just a new variation. I mean, both 95 and FE are very complicated positions, and you need lots of games to understand what is going on there. — Сергей сказал, что здесь он рассматривал ход конь BD5, но решил применить более принципиальный вариант FE, чтобы завязать борьбу. Хотя понимал, что Владимир готов в этом продолжении, возможно, лучше, чем он. — Владимир ответил, что чтобы хорошо играть такой вариант, он должен быть сильно наигранным. — В смысле, чтобы понять, что происходит. — Чтобы понять, что происходит, нужно его часто играть, поскольку позиции очень сложные. — How do you like this position, let's say, when you were entering this position? — Well, I wouldn't enter it if I wouldn't like it. — But actually, I think that Sergei played the best defense according to computer, at least. — If I remember well, I was not really remembering, but I think this is exactly what computer is trying to do. It's taking on C3 and Qd5, d7. — 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 Здесь если ладья hf8, ладья fc1, ладья fc1, ладья ff7, ладья ff7 и ферз g3. Это выглядит хорошо для белых, я думаю, белый должен быть лучше, если белый нет никаких прямых угроз, то возможно позиция белых лучше, если мне еще удастся провести h3 и убрать короля на h2. Очень интересной возможностью было съесть ферзем на e3. Let's say queen c6, and now for instance rook c1. And actually, yeah, there are quite a few threats here, it's not easy to defend for black, or maybe even knight c5, first is also interesting, but I thought rook c1, and okay, let's say queen b6, I was calculating some strange line, knight c5. На ферзь b6 я смотрел вариант конь c5, ладья d8, queen e4. И ферзь e4. Well, rook b1 is probably not as red yet because of rook xd4, but I just want first something like h3 and then to play rook b1, and I thought, for instance, if queen b4, then, okay, rook b1, maybe it's a drop because rook d4, knight c6 check, queen e8. I understand it looks crazy, but knight c7 can be, probably I'm blundering something, but I couldn't see a win, knight c6 check, queen e8. It's like a perpetual something, but probably knight c6 check is quite good first, like this, a5, I thought, d5, queen b6. It's some crazy thing, okay, white is definitely better, his pawns are strong, but still, you know, still it's not totally done. I mean, I thought, okay, if, well, still maybe knight c5, just to buzz. I was not sure if I would play like this, it would pretty much depend on Sergei's time, because, okay, here this position is difficult to calculate, and maybe it's better for black objectively, but I guess with little time it's quite difficult to play with black, but, yeah, I mean, I would, probably I would have played rook c5 just to be safe and a bit better, and I think so. So, anyway, knight c3 was probably the better option, because after BC knight c4 position is really difficult to play. I don't know how computer assesses, maybe, maybe he thinks black is not worse, it's possible, I don't know, but in a practical game very difficult to play with such a king, especially with little time. Well, I'm not sure about my move rook c1, maybe, maybe queen g4 was a better try, or rook a1. I was a little bit unhappy then later with the move rook c1, because probably black's plan is anyway king a8, but then I have my queen g4 e2 plan, which looks very serious. I mean, something like this, I'm trying to mate. So, maybe it was a better option, I don't know. But somehow I thought that black should stop knight c6, knight b4, and to play a5, and then my plan was to play queen g4, queen e2, queen a6, I mean, to maneuver the queen. So, I underestimated after king a8, maybe things would be not that clear, although maybe I was still much better, I don't know. I don't know. Возможно, здесь черным лучше было бы пойти a5. Нет, не лучше, наоборот, я думал, что опять будет ценно, но как раз мне король a8, наверное, лучше. Я считал, что черные здесь могли бы пойти a5, чтобы воспрепятствовать ходу конь a6 и конь b4, но... Е2, ферзь а6. На это я намечал ферзь и 2, ферзь а6, но, возможно, король a8, как было в партии, лучше, чем опять. Потому что, ну, мне кажется, что эта пешка очень такая вкусная, но все-таки не так все может быть просто, не знаю. Хотя, с другой стороны, я не видел, честно говоря, чего-то такого существенного за черных как-то вот такой четкой защиты. Но, в принципе, потенциально, если черные успеют перевестись, у них, может быть, не так плохо за счет блокады поля d5, но я не нашел, как это сделать. Я думал, что паун, c6, было вкусно для меня, но... Если бы я сразу съемал c6... Если бы я сразу съемал c6... Сергей сыграл бы ладья е6... Конь опять шах... про кей8 и рук c7... В общем, я хотел бы что-то как-то... Кроля 8... Г4... Кроля 8... Г4... Учитывая тейтнот Сергей, я старался делать, возможно, более неприятные для него ходы. И как раз один из них это ход ферзь g4... Сиди ферзь е2, ферзь а6... Кроля 8... Кроля 8... Кроля 8... Кроля 9... Я надеялся, что ход g4... Сергей не ожидает... Сергей ответил, что я его ожидал, но он не знал, что на него делать. Нет, потому что если я играю, если я играю, как х4, то есть рб5 и кв5, я должен взять эту квадь. И поэтому г4, я думаю, это очень нюансный движ. Хорошо, это немного обыкнуло, но... И вообще, я не видел вообще ничего этого движения. Я считал, что рб8... Рб5... Рб5... Я считал, что... К6... Я считал, что... Н6... И теперь рб1, чек... Кб1, Н3... Я был немного волокен, но я думал, что я не могу играть. Я не смогу найти никакого реального игра для блэк. Потому что Н8, г4... Может, Кф3... Кф3... Кк3... Я не думаю, что это... И Н8, г4... Рб5... Рб7... Я считал, что Рб8... 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 Я считал, что это работает. Я считал, что это нормально. Но я считал, что это был трик... С6... 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 Рб8... Рб8... С6... 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 Маленьше сжем... Ну, я просто ем, но я... С6... 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 мне кажется, может быть маленький шанс для Сергея был здесь пойти король Б8 например ладья А6 ладья А8 и мне кажется, я просто могу сесть на Д5 шах король Е2 и у меня просто лишняя фигура ну и здесь уже проиграно сразу Сергей, добавите что-нибудь к этим вариантам я могу только по-русски сказать, что это один из тех редких случаев, когда мне в принципе не стыдно проиграть мне кажется, что белая галя очень предпринимчива и интересна но вот единственное, что я недоволен тем, что я не побил здесь коньбьют Е3 ну как бы это единственный момент, где я себе корю а все остальные моменты, то есть может быть были где-то еще объективные ошибки, но для практически партии я считаю, что якобы боролся, но получилось я могу только сказать, что это один из тех же игроков, когда я не побил, я могу только сказать, что это один момент, что я не счастлива, когда я не побил здесь, но это было очень интересное, и я боролся, но я потерялся может быть общий вывод общий вывод, у меня полтора очка из двух других выводов пока нет есть ли вопросы? вопрос сначала Владимиру Крамнику вы и вчера, и сегодня, и перед партией какие-то операции со столом делаете можете пояснить, какие проблемы с этим? если можно по-русски ну, дело в том, что турнир длинный и, в общем, конечно, довольно важно все-таки подыскать максимально удобное для себя кресло как-то чуть-чуть какой-то мелкий дискомфорт у меня был с теми, но вот наконец вроде мне нашли в каком-то офисе наконец нашли кресло, которое у меня очень удобно, то есть все, я теперь зарезервировал его и сказал, чтобы мне его всегда ставили, так что все больше, я надеюсь, манипуляций с креслами не будет но это довольно важный момент все-таки, если какой-то маленький даже дискомфорт, то все-таки лучше с самого начала его устранить the tournament is very long, so I want to play in good conditions that's why the convenient chair is very important for me so in previous chair was not very comfortable so I, now, I have found the most comfortable chair and now it's okay the chair of my life as they say стул жизни кресло жизни we were laughing a little bit sitting on a comfortable chair when Сергей maybe had problems with his own chair ну, видите, партия показала, что это был решающий момент so the game showed it was the decisive moment приходится в продолжение еще один вопрос задать на эту тему это читатель Чесньюс обратил внимание на фотографиях, что не очень удобные столы, но как ему кажется, как он называет их школьные парты вам удобно за ними играть, потому что там локти вроде бы некуда даже поставить one of the readers of the site Чесньюс also noticed that the tables are not very convenient they look like school desks and there is no place for elbows is it so or not? the question is to both players честно говоря, очень жаль, что этот вопрос задали, потому что я как совершенно это не замечал, об этом не думал сейчас, видимо, начну завтрашней партии начну об этом думать я действительно просто не о такой мысли даже вроде нормально все было, но вот завтра я уже не знаю как that's a pity you ask this question, because I haven't thought about it before, but now I will think about it, and maybe I will get nervous because of it мне кажется, что после того, как мне помогли отрегулировать стул, я уже был настолько счастлив, что уже не обращал внимания на стул after my chair was regulated, I didn't take care about it ok, last question, please may I say something? yes the dimensions of the diabetes are according to the biologists he did turn on the biologists главный судья говорит they are according to this illusion the minimum dimensions so главный судья говорит, что данные столы соотносятся с положением фида соответствуют положению фида что они были измерены специально, и что там все правильно а также также судейская коллегия всячески пытается удовлетворить требования игроков были заменены все стулья для Владимира был доставлен отдельный стул и больше нет жалоб анастасия добавила, что во время этапа серии Гран-при в Париже кресла были наоборот слишком комфортные, что Александр Горещук даже сказал, что как бы ему там не уснуть и попросил заменить я могу сказать, что, кстати, то же самое сделал Гарри Каспаров в 2000 году, когда мы с ним играли матч он то же самое сказал, что он слишком комфортное кресло, слишком удобное и он в итоге поставил такой стул сидел на стуле я как-то полулежа лежал в кресле и в общем как-то все нормально прошло, не знаю я люблю когда комфортно последний вопрос от Евгения Таурова ну, не знаю, в продолжение чуть-чуть темы стульев как бы можно вспомнить еще Василия Ивановича, который тоже периодически экспериментировал с этим но неважно, вопрос в другом вчера играя с Андрейкиным вы сказали, что как-то нужно еще ну, не готово, может быть, на полную мощность включиться сейчас вы выиграли достаточно интересную партию с очень интересным содержанием, с жертвами, со сложной борьбой как считаете, вы включились уже в борьбу? yesterday, when you were speaking about the game against Dmitry Andreykin you said that maybe it's necessary to be switched on for the game so, today you had a very interesting game full of sacrifices so, do you think, are you switched on already? Are you in game? ну, я надеюсь, потому что, конечно, будущее покажет следующие туры, но, по крайней мере, сегодня была более чем разминка серьезная партия, надо было считать варианты острые, сложные так что, но если я после нее не войду в игру то, видимо, уже не войду вообще поэтому я все-таки надеюсь, что я уже в игре, что называется I hope I'm in a game because today the game was very was very was not very easy it was very complicated with many tricks and sacrifices so, if you are not in game after such a play so, you would never be in game I hope that after such a tough game both players, actually, are switched on they're in the game so, I wish you good luck in the next round and thank you very much for your great comments удачи вам к следующим партиям и спасибо 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 Сергею Владимиру за содержательную пресс-конференцию особенно была интересна часть про стулья вот и прослушав вот эту часть мы уже с Сергеем Рублевским развеселились да, мы решили, что это одна из серий Ильфа и Петрова 12 стульев но мы продолжим наш репортаж не волнуйтесь, это будет совсем недолго просто ответим на вопросы Сергей, ты начал говорить о призовом фонде этого турнира я хотел бы все-таки перейти плавно тут вопрос-то был не про призовые фонды, не про стулья а имеют ли право идти участники не приходить на пресс-конференцию на этом турнире к сожалению, точно я сказать не могу поскольку контракт не найдешь даже пустой участников точно мы это сказать не можем он только у них на руках тут ничего мы не сделаем в общем-то специально узнавать нет смысла могут не разглашать и прочее но в общем-то раньше было как, что победитель обязан приходить, проигравший не обязан, в случае ничьи приходили оба участника сейчас, судя по всему, возможно что-то изменилось потому что пока все проигравшие приходят на пресс-конференцию соответственно вчера был вопрос мы просто не смогли на него ответить какой призовый фонд или какой первый приз тоже не так просто было найти я сегодня поработал над этим вопросом нету на сайте официальном видимо это как в контракте есть но контракты не разглашаются на официальном сайте нет мне удалось на сайте фиде в разделе хэндбук найти параграф матчей кандидатский турнир и там написано следующее я так подозреваю, что в Лондоне были точно такие же условия поскольку в параграфе кандидатские турниры двенадцатый четырнадцатый год написано, что призовый фонд четыреста двадцать тысяч евро первый приз девяносто пять тысяч второй восемь восемь семьдесят пять третий и последний семнадцать вот так скажем так ну и призы падают плавно ну все к сожалению я восемь не запомнил ну задачи скажем так не ставил вот ну в принципе этим конечно можно найти если кто-то интересуется ну я хочу что сказать что заранее просим прощения если мы какие-то вопросы такого характера ответить не сможем потому что действительно это не все информации владеем есть информация которую только участники владеют да конечно я вчера наугад сказал 600 тысяч долларов видимо не сильно ошибся да потому что 420 тысяч евро да ну просто так на глазок на самом деле какие-то вот как вот сейчас вот в пресс-конференции про стуле вы обратили внимание что главный судья сказал что даже столы подвержены регламенту и измерены вообще не дай бог на один сантиметр да ну на самом деле есть такое это все обговорено надо искать в правилах фида общих вот на матче я когда присутствовал в качестве секунданта Крамника на матче с Топаловым там даже фигуры обговаривались то есть участники за два дня до первого до первой партии приходили садились за стулья за столы освещение все и все фигуры обговаривали фигуры нравились им или нет готовы были поменять поскольку после начала после начала уже матча ничего менять нельзя в контракте ну кстати в лондоне были фигуры необычные то есть вот как раз там фигуры были очень странные но судя по всему насколько я помню перед лондоном мы все-таки согласовывали с участниками перед по ходу уже а по ходу дела уже ничего не меняется ну ладно это технические детали мы к ним еще будем вернемся вернемся вот еще один зритель спрашивает у нас как вы считаете каким будет творческий уровень данного турнира по сравнению с предыдущим лондон 2.0.13 ну что будет мы этого не знаем но пока два тура нас не разочаровали вот лично меня не разочаровали потому что партия очень интересная уже есть несколько интересных новинок ну а сегодняшний тур три результативной партии вы видите что кровь льется рекой конечно вот то что произошло в партии аронян мамидьяров несколько выделяется из общего ряда потому что тут уже в дебюте сразу произошел такой грубый надлом ну а победы с видлера и крамника такие достаточно боевые трудовые ну особенно победа крамника конечно партия очень сложная интересная мне кажется очень достойная и займет свое место ну в том числе среди ярких партий и этого года и может быть даже в истории шахмата я считаю что творческий уровень будет сопоставим с лондоном сопоставим да потому что очень важная мне кажется очень удачная формула вот в розыгрыше первенства мира надо похвалить фиды не все так плохо там у них как вчера мы говорили в общем то это очень удачная формула вот потому что турнир в лондоне это показал то есть у нас теперь чемпион мира не дежурит по пять лет то есть у нас разыгрывается каждые два года это соответствует динамике современных шахмат система абсолютно понятная и как люди отбираются в этот турнир тоже я считаю что можно спорить кого-то не хватает но опять таки за место кого не хватает в общем то система была справедливая то есть можно было отбираться по-разному пожалуйста по рейтингу не можешь вот тебе гран-при там про нанда не забыли единственное что как раз Андрейкин не вписывался ни туда ни сюда вот взял сыграл сложно как-то оспаривать что конечно кто не попал тому что-то не нравится но всегда так да но получается так что есть и демократический отбор и уважение к элите оказывается как раз можно говорить что единственно что Грюк Щук мог играть за место с Витлера и на мой взгляд это было бы ничего не испортил но это мое личное мнение две кандидатуры абсолютно равноценные я не вижу никаких аргументов вот это единственное полуспортивное скажем так решение ну можно так а можно так и кому-то нравится толстый кому-то худый ну в общем то между ними кто лучше неизвестно ты намекаешь на излишний вес с Витлера но он сбросил уже сбросил нет я просто говорю ну кому-то блондин и кому-то брюнет это не важно да да понятно здесь как бы вот остальные прошли по спортивным принципам поэтому жаловаться что не играет Накамура там или там Каруана ну да ну что им мешал то так же играли в серии гран-при конечно итак дорогие друзья закончился сегодняшний тур у нас мы уже озвучили все результаты и у нас трио лидеров сейчас для вас работали Сергей Шипов и Сергей Рублевский завтра мы ждем вас как обычно в 12.00 по Москве будет третий тур спасибо вам за внимание до свидания спасибо спасибо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...